Когда он вышел из комнаты и передал служанке приказание монахине не входить к ней, графиня Генуэзская подняла голову с подушек. Немного впалые темные глаза ее бродили по полутемной комнате. Она схватила правой рукой короткий кинжал и отдернула рукав слева. С бешенством посмотрела она на ужасный, несмываемый знак. – Часто из-за тебя я подвергалась опасности и страху. Долго я носила и скрывала тебя, но я не допущу, чтобы Нарваяц восторжествовал надо мной и погубил меня из-за этого клейма. Оно должно исчезнуть с моей руки. О, никто более не поверит тому, что ты, Нарваяц, видел и сообщил королеве, тот, который претерпевает такую боль и мучение, как я, не боится нанести себе еще одну рану на теле, если этим освобождается от пятна и приобретает еще сильнейшую власть, которой будет достаточно, чтобы погубить тебя, герцог к Валенсии. Между тем, как ты уже надеешься вскоре устранить меня и сделать предметом всеобщего презрения. При этих словах графиня Генуэрская схватила крошечный кинжал и вонзила его в то место, где был роковой рубец. Она побледнела от боли, губы ее сжались, зубы стиснулись, но одна минута, и предательский знак на руке был уничтожен. Затем, убедившись, что знак на руке уничтожен и след рубца сглажен, что на его месте осталась одна, хотя не глубокая, но большая рана, монахиня влила в нее какой-то воды, чтобы унять кровь. Графиня торжествовала. Теперь могли явиться ее враги. Она все-таки останется победительницей. Но через минуту она упала в изнеможении на подушке, спрятав острый инструмент. Кровь капала в чашу, стоявшую на мраморном столике подле кровати, на которую графиня положила руку. Она смотрела на струившиеся капли, как бы считая, чтобы затем отплатить за каждую из них. Ее мраморное лицо, утратившее прежнюю полноту и роскошь, лежало неподвижно на подушках, но в душе монахини бушевали ужасные мысли. С нетерпением ждала она вечера. Она даже думала, что королева сама придет навестить ее, чтобы убедиться, правду ли сказал Нарвайц. Хитрая монахиня знала свое влияние на Изабеллу и была уверена, что она не имеет доказательств, не поверит такому тяжкому обвинению. Что, если вдруг явится королева и увидит свежую рану на ее руке? Отважная графиня сильно желала этого, потому что тогда королева еще более убедилась бы в ее святости. Но Изабелла не была в состоянии посетить в этот день покой больной монахини. В ее душе происходила такая сильная борьба, что она еще не могла прийти ни к какому окончательному решению. Тем решительнее была ожесточенная Ая. Задуманные планы придали ей необыкновенную силу, и душа ее восторжествовала над больным слабым телом. Когда кровь, текшая из раны на руке, унялась, она позвонила и приказала в бежавшей служанке помочь ей одеться. Служанка с ужасом увидела новую свежую рану на руке, но Ая оказалась сильной и крепкой, что все просьбы служанки не вставать с постели остались напрасными. Когда она только что накинула на себя Риасу, ей доложили об отце Антонио. Ее глаза приветливо сверкали, в то время как она приказывала служанке оставить ее одну с гостем. Члены ее дрожали от утомления и напряжения, но сила души превозмогала эту слабость. Да благословит тебя Пресвятая Дева, преподобный отец, приветствовала она вошедшего и поклонившегося ей старика. Ты видишь перед собой страдалицу. Мы молимся за тебя, бедная благочестивая сестра, молимся, чтобы святые дали тебе силу терпеливо и безропотно переносить эти мучения. Твоя болезнь нечеловеческая, сестра Патручиньо. Ты говоришь правду, преподобный отец. Раны, покрывающие мое тело, неземные. Слушай, три ночи сряду мне являлся святой Франциск. В первую ночь я его видела с кровавыми ранами на теле. Он смотрел на меня и, как бы благословляя, поднял руки надо мной, и капли его крови потекли на мое тело. Во вторую ночь кровь не текла боли из его ран. В третью ночь я его видела уже здоровым. – Святой Франциск избрал тебя на то, чтобы ты переняла его страдания, благочестивая сестра. Он поднял руки и, казалось, проживая, отправляйся в церковь святого Антиоха и покажи свои раны народу, чтобы обратились все неверующие и еретики. – Это высокий знак, благочестивая сестра. Немедленно исполнить его приказание. Ты носишь раны святого Франциска, избранница, – проговорил седоволосый инквизитор и упал на колени перед монахиней, которая показала ему кровавую рану на руке. – Помоги мне исполнить его приказание. Отвези меня в церковь святого Антиоха, и пусть сойдется народ, чтобы все видели и убедились, что наши противники – потерянные грешники, и что им не избегнуть ада. – Ты удостаиваешь меня высокой милости, благочестивая сестра. Хотя я уже старик, но я чувствую в себе еще столько силы, что могу быть тебе надежным помощником в этом деле. Наши враги будут заброшены каменьями, наша власть будет бесконечна. Прежде чем последовать за великим инквизитором, монахиня с трудом добралась до соседней комнаты и спрятала в один из ящиков письменного стола свой маленький кинжал. Затем она вернулась к старику и, опираясь на его руку, вышла из замка, чтобы отправиться в церковь святого Антиоха. На другой день уже весь Мадрид знал, что в церковь святого Антиоха явилась монахиня Патручинио с кровавыми ранами на теле, которые каким-то сверхъестественным образом перешли на нее от святого Франциска, что ни один доктор не может расследовать причины и лечить эту болезнь, и что, следовательно, это знак неба для отворачивающейся от церкви и склоняющейся к неверию толпы. Известие это дошло также до королевы, и она убедилась, съездив сама в церковь, что масса народа теснилась у портала, чтобы видеть монахиню с кровавыми ранами святого Франциска. Великий инквизитор Антонио, стоя в алтаре, громил врагов духовенство и, как бы в доказательство Божия, чтобы народ обратился к вере, указал на монахиню, стоявшую в стороне, высоко подняв обнаженную руку, с которой время от времени капала кровь на каменный пол церкви. Вскоре старики и дети стали пробираться к ней, чтобы омочить свои белые платки ее кровью. Подходили больные, хромые на костылях, подводились слепые и другие калеки, желавшие приобрести хоть каплю святой крови благочестивой сестры Патручиньо, носившей на своей руке рану святого Франциска. Антонио и Роза с самодовольством смотрели на действие хитро задуманного плана. Даже сама королева, нашедшая вместо клейма простую рану, так убедилась в святости монахини, что всякое сомнение, вызванное в ней нарвайцем, было блестящим образом побеждено и уничтожено. Она, если бы герцог Валенсии не был ей так необходим, едва была бы в состоянии видеть его долей около себя, и нарвайц даже вскоре заметил, что королева избегала всякого случая с ним встречаться. Холодный и строгий министр-президент боялся не только влияния этой низкой монахини, но еще более несомненного обмана, совершаемого ею над народом и заблуждения толпы. Нарвайц был строг, даже жесток, если дело касалось государственных распоряжений и сражений, не соответствовавших его планам. Но при этом он защищал свои убеждения и укоренившуюся в нем веру, что только таким образом можно поднять и спасти Испанию. Железный кулак его всюду отзывался в стране. Он был глубоко убежден, что для благополучного существования страны необходимо твердая власть, и в проведении этого принципа был несокрушим. Но братья святого Викентия были ловкие негодяи, которые не пренебрегали ни одним средством, как бы преступно оно ни было, чтобы достигнуть цели. Это знал Нарвайц. И во что бы то ни стало хотел положить конец гнусным проделкам подлой обманщицы, хотя бы ему пришлось поплатиться за это своим высоким местом или даже жизнью. Он уже раз вступил в открытую борьбу с монахиней и ее приверженцами и хотел довести эту борьбу до конца, тем более что, как он говорил, эта безбожная обманщица, будучи открыта и подвергшись опасности быть прогнанной с позором, ловко променяла клеймо палача на рану святого Франциска. Он не сомневался, что монахиня сама произвела эту перемену, которая одна была в состоянии спасти ее и потому приходил в бешенство и ярость, видя, что она употребляет эту рану для того, чтобы извлекать из нее выгоду, рассчитывая на суеверие глупой толпы. Нарвайц поэтому хотел силою положить конец ее преступным действиям, и, не находя человека, который согласился бы на опасное поручение обратить на это внимание двора и его членов, он сам решился открыть гнусный обман и избавить от него сбегавшийся на поклонение народ. Уже три дня сряду монахиня играла свою жалкую комедию, когда на третий день по окончании Всеночной, на которой присутствовал весь двор, толпа стала пробираться к монахине, окруженной полумраком, чтобы убедиться, что из ее ран все еще капает кровь, в церкви раздались какие-то глухие голоса и равномерные шаги отряда солдат. Седоволосый патер Антонио, стоявший вблизи Аи, стал прислушиваться, когда все громче и громче послышались отдаленные голоса в портале. — Вы слышите? Она обманщица! Не давайте себя морочить! Долой ее со ступеней алтаря! Антонио побледнел, стал прислушиваться. Что происходило при входе в церковь? Бешеная ярость овладела им, когда он вдруг увидел у портала блестящие латы алебарчиков. Монахиня также услышала шумные шаги солдат. Нарваяц, окруженный своими адъютантами, приближался к тому месту, где она стояла. Антонио стал спускаться по ступеням алтаря. Он не сомневался, враг Санта-Мадре был готов на насилие. Мрачно сверкающим взором посмотрел на него, готовый отдать все, чтобы отразить в эту минуту ненавистного противника. Ужасно была эта минута ожидания. Нарваяц подошел к отшатнувшейся монахине, которая спустила рукав своей коричневой рясы на обнаженную рану. — Правительственная власть. Приказывает монахине Патручинио, — крикнул он громким голосом, — не делать более церковь святого Антиоха местом своего гнусного обмана. Если же она тотчас не оставит церкви, с нею будет поступлено по закону. Глубокое молчание последовало за этими резкими словами. Антонио, снова взошедший в главный алтарь, прервал его. — Кто осмеливается проникать в Храм Божий с вооруженной рукой? — спросил он. — Министр-президент, герцог Валенсии. Он грешник, хотя бы и носил корону. — Члены Санта-Мадре – ложные служители церкви. Если монахиня Патручинио тотчас не выйдет из церкви святого Антиоха, она будет арестована. — Не я скверняю святой храм, но покровители такого обмана горе тем, которые прибегают к такому средству, чтобы пробудить в народе ложную веру в Бога. Мы преклоняем здесь колени не перед людьми, а перед святостью неба. Из портала раздались голоса, подтверждавшие слова дрожавшего от гнева Нарвайца, грозные голоса против Санта-Мадре и монахини. Великий инквизитор Антонио произнес проклятие, но оно было заглушено громким ропотом солдат. Нарвайц стоял вблизи трепетавшей от бешенства сестры Патручинио, которая несколько дней тому назад так хвалилась будущей победой и вдруг увидела себя уничтоженной этим ненавистным врагом, окруженным министрами. Глаза ее злобно сверкали, губы судорожно дрожали. Она была уничтожена и навеки предана позору и презрению. Это доказывали голоса толпы возбужденной и взволнованной двери, словами нарвается. Она направилась к маленькой выходной двери, чтобы скрыться с глаз проклятых врагов, бросив на Нарвайца и его свиту взор глубочайшей смертельной ненависти, показавшей весь ад ее души, а с языка ее срывались страшные угрозы. С дрожью во всем теле, едва держась на ногах, спешила она вернуться в замок. Королеву застала она расстроенной, но по-прежнему бесконечно к ней милостивой. Изабелла бросилась монахине на шею и ласками старалась успокоить мнимую святую. Королева говорила, что на герцога нельзя сердиться, его резкость, порой доходящая до крайней суровости, давно всем известна, но переделать старика нельзя, горбатого могилы исправит. Эти последние слова убедили Аю, что Изабелла не в силах отказаться от услуг герцога, и мысль эта привела ее в бешенство. – Так ты же научишься править без него, – прошептала она, собираясь вернуться в свои покои. – Он падет. Он погибнет. Смертельная вражда, которую он обнаружил в отношении ко мне, оставляет выбор между мною и им. Когда бледная монахиня дошла до соборного флигеля в тени коридора, к ней приблизился Патер Кларет, чтобы сообщить ей, что на следующий день Нарвайец с кабинетом отправляется в Оранхуэс, где должны были происходить тайные приготовления к новому займу, так как государственная казна находится в самом ужасном состоянии. – Знаешь ли ты, наверное, то, что говоришь мне? – спросила монахиня. – Не сомневайся, благочестивая сестра. Завтра с ранним поездом все министры, а во главе их Нарвайец, отправляются в Оранхуэс и намереваются вернуться с ночным поездом. Кларет привык сообщать монахине или великим инквизиторам все, что слышал, даже самые незначительные подробности. Он не догадывался, какую мысль вызвала в голове графини Генуэзской только что сообщенное известие. Он только видел, что по ее губам вдруг скользнула демоническая улыбка. – Завтра ночью, говоришь ты, они вернутся назад. Нет, во главе их Нарвайец, не знаешь ли, в котором часу, благочестивый брат? В одиннадцать часов вечера поезд отправляется из Оранхуэса и спустя час по полуночи приходит сюда. – Благодарю. Продолжай сообщать нам решение Кабинета министров. – Ты кажешься очень взволнованной, сестра Патручиньо, ты очень бледна и дрожишь. Это пройдет. Мы не должны обращать внимание на недуги и слабости нашего тела. Ты знаешь наших врагов и их силу, ты знаешь, какая опасность грозит нашему высокому делу, потому мы должны действовать, чтобы не пропустить ни одного удобного случая. Я думаю, что мы уже не раз доказали, что ничто не может устоять против силы нашего благочестивого общества. Ты думаешь о Сарануэприме, которые оба в изгнании, и об Алацагии, который все более и более впадает в немилость, и Ото Пете, который никак не может перенести того, что остался до сих пор контр-адмиралом. Эти четыре дворянина Королевской гвардии были опаснейшими врагами Санта-Мадре, потому что они стояли на стороне престола, они казались непобедимыми. Где остались они, благочестивая сестра? Они рассеянны и бессильны, уничтожены и забыты. Это было великое дело. Возможно ли после этого, чтобы мы не сумели устранить других врагов силою или хитростью, которые, в сравнении с герцогом де ла Торре и маршалом Примом, слабые дети? – Ты прав, благочестивый брат, но первый успех, тем более, не должен заставить нас сложить руки и ничего не делать. Только тогда, когда человек умеет пользоваться победой, победу можно назвать настоящей. Твоя ловкость и твое влияние одинаково велики. Да сохранят тебя и ниспошлют тебе здоровья святые, чтобы раны незабвенного Франциска, перешедшие на тебя, не уничтожили твоей силы, – прошептал Кларет, низко кланяясь. – Они приедут с ночным поездом, – пробормотала монахиня по удалению духовника королевы. Одним ударом они могут быть уничтожены все, если, как это случается не в первый раз, дымящаяся машина на полном ходу будет в один миг сброшена с рельсов. Лицо ужасной Аи приняло в эту минуту такое страшное выражение, что всякий, кто взглянул бы на нее, не мог бы удержаться от смертельного страха. Она забыла про свои раны, быстро вошла в другую комнату, накинула на себя плащ и поспешно вышла из замка. Графиня пошла по направлению к улице Фобурго. Она знала, что после всего случившегося застанет братьев святого Викентия в черной зале дворца и потому не должна была терять ни минуты, чтобы дать, наконец, полный разгул своей жажде мести. То, что было обсуждено и решено в эту ночь в известной нам зале совещаний Святого Трибунала, осталось навсегда тайной, потому что эти переговоры были так ужасны, что у каждого волосы зашевелились бы на голове, если бы он узнал их результаты. Три великих инквизитора Санта-Мадре бросили свои шары в урну. Затем Антонио твердой рукой вынул их. Три шара были черного цвета. Решение их было принято с общего согласия. Теперь надо было прийти ко второму решению. Не говоря ни слова, так как благочестивые братья не нуждались в его объяснении, Антонио положил в урну один белый и два черных шара. Анастазио Джусто, монах, сильно напоминавший наружностью Мерино, так как и его глаза сверкали слепым фанатизмом, вынул белый шар, Антонио и Роза по черному, и им было назначено привести в исполнение решение инквизиции. На следующий день оправдалось то, что сообщил монахине Клорет. Министры во главе их нарваяц приехали на станцию железной дороги, чтобы, по возможности незамеченными, отправиться в Оронхоэс. Был мрачный январский день. Сырой холодный воздух покрывал столицу Испании и известную нам дорогу, которая, минуя виллу госпожи Далакур, уходила в обширную равнину. С наступлением вечера легкий туман распространился над пустою местностью. Проселочная дорога, окруженная с обеих сторон голыми деревьями, была пустынно и глуха. Только по временам был слышен стук экипажей, подвозивших, жаждавших наслаждений грандов к известной нам вилле. В салонах госпожи Далакур новые сирены самой изысканной красоты все еще манили богатых донов к роскошным балам и маскарадам. Проселочная дорога была в тысячи шагов расстояния от полотна железной дороги, соединявшей отдаленные провинции с Мадридом. Ночь, непроницаемым мраком, ложилась на тихую и глухую местность. В отдалении, время от времени, слышался свист локомотива. Поезд, который после полуночи приходил в Мадрид, шел далее на север. С этим поездом должны были приехать из Аранхуэса нарвавец и министры. На башнях столицы глухо пробило одиннадцать часов. В то время как звуки часового колокола еще дрожали в воздухе, из Прадо быстро приближались к проселочной дороге две фигуры, плотно завернутые в плащи. Они шли подле толстых деревьев и как будто инстинктивно отыскивали самую мрачную часть дороги. Сырой холодный воздух пробирал их до костей, на небе не светилась ни одной звезды, неприветливо пусто лежал перед ними зимний ландшафт, кругом не было видно ни одного человеческого существа. Вдруг один из этих ночных путешественников остановился. — Если я не ошибаюсь, мы должны идти по этой дороге. Она ведет к рельсам, — прошептал он, обращаясь к своему провожатому и показывая рукой на правую сторону полей, которые в отдалении сливались с беловатым туманом. — Ты, кажется, прав, брат Роза, — отвечал другой глухим голосом. — Перед нами лежит поле, а приблизимся осторожно к нему. Обе фигуры повернули вправо и тихо пошли по узкой тропинке. — До полуночи нам не надо быть вместе, — проговорил Роза, потому что в это время сторож расчищает рельсы. — Дай мне руку, преподобный Антонио. Здесь, через яму, положена шаткая доска. Опирайся на меня. — Ты думаешь, что старость имеет своими неизбежными последствиями слабость в ногах и головокружение, брат Роза? — У меня еще незаметны эти недуги. Я один могу перейти через яму по доске. Иди спокойно вперед. — Это милость неба, — пробормотал великий инквизитор и сделал, как приказал ему старик. Антонио последовал за ним. Скоро они увидели вдали, направо, домик станционного сторожа, в маленьком окне которого светился красный огонек. Они прошли мимо него и приблизились к рельсам. Подле рельсов там и сям лежали большие кучи бревен и железных шестов, на которые с торжествующим выражением указал Роза, толкнув Антонио. Глубокий мрак царствовал кругом. Холодный ночной ветер колыхал высокую траву обширного поля. Шедший впереди Роза вдруг остановился и схватил Антонио за руку, чтобы заставить его прислушаться. Казалось, будто им послышался шум, причина которого они не могли разглядеть в темноте. Скорее спрячемся тут за бревнами, – прошептал Роза. – Это шаги человека. Оба великих инквизитора, с ужасным намерением отправившиеся посреди ночи на рельсовый путь в Оронхоэс, ловко спрятались за наваленными тут кучами бревен, да и в самый раз, потому что в ту же минуту приблизился станционный сторож, который стал исполнять свою обязанность, рассматривая рельсы, как было настрого приказано ему, чтобы предотвратить наконец несчастные случаи. Оба злодея с улицы Фобурго неподвижно сидели за бревнами и ждали, пока сторож, не подозревая о их присутствии и планах, прошел мимо них и скрылся в темноте. Когда они встали, чтобы, не теряя времени, приняться за свое ужасное дело, сторожа не было видно. Место, избранное ими как нельзя лучше, подходило к их намерению, так как они еще издали могли видеть приближение поезда и быть спокойными, что им никто не помешает. Они переждали, пока, по их мнению, сторож войдет в свой домик. Была уже полночь. – За работу! – прошептал старик Антонио, как бы чувствуя еще молодые силы в своем теле. Когда надо было исполнить наказание, назначенное святым трибуналом, не будем мешкать. Оба монаха, напрягая все силы, подтащили к рельсам одно из тяжелых и толстых бревен и положили его на них, затем еще два, и на них четвертое. Это уже было препятствием для локомотива и могло разбить вдребезги вагоны. Но братья святого Викентия еще не были удовлетворены. С трудом притащили они несколько кусков рельсов, лежавших подле дороги, положили их рядом с бревнами, и затем, чтобы машина не была в состоянии столкнуть с дороги всего, прикрепили к рельсам несколько железных шестов и положили их на находившуюся посредине груду бревен. Страшное зрелище представляли эти оба монаха, изнемогавшие под тяжестью своей работы. Это были дьяволы, дьяволы в образе человека, которыми руководила лишь одна жестокая месть. Они, готовясь под покровом ночи уничтожить неизвестное число своих ближних, были уверены, что всем находившимся в этом поезде грозит верная смерть, мужья которых, быть может, с нетерпением ожидали жены, матери с детьми. Все должны были погибнуть, все должны были быть оторваны от семейств, только ради того, чтобы уничтожить Нарвается и его приверженцев. Наконец, работа была закончена. Антонио и Роза стояли подле рельсов и любовались делом своих рук. В эту минуту вдали блеснул красный огонек. Дрожь пробежала по телу обоих злодеев при виде приближавшегося поезда. Красный огонек локомотива так страшно светился в злодеи, что они сами не могли удержаться от содрогания. Антонио бросил еще испытывающий взгляд на балки и железные шесты перед тем, как бежать со своим товарищем с этого места. Вдруг великому инквизитору показалось, что одно из бревен не так тесно прилегало к другому, как ему хотелось. И между тем, как Роза с вытрощенными глазами глядел вдаль, как бы не желая расстаться со зловещим красным огоньком, он еще раз перешел через рельсы, чтобы собственной рукой привести бревно в надлежащий порядок. Роза только что хотел крикнуть ему, чтобы тот вернулся назад, услышав стук летевшего на всех парах поезда, но в ту же минуту увидел, что старик, который хотел выполнить эту последнюю работу, упал в одно из отверстий между железными шестами и спустив ужасный крик. Мороз пробежал по его коже. Антонио, мучимый страхом, при виде все более и более увеличивавшегося огонька, собрал все силы, чтобы подняться на ноги, но напрасно. Роза видел, что через несколько минут поезд мог достигнуть места, на котором лежал стонавший монах, и потому, не теряя ни секунды, бросился к нему, чтобы спасти его от верной смерти. Минута эта была ужасна. Роза одним прыжком очутился возле Антонио. – Ради всех святых скорее! – крикнул он, мучимый смертельным страхом. – Мы можем быть колесованы и заживо погребены! – Я не могу встать. – Спаси меня, брат Роза, спаси, одна нога отказывается мне служить. При падении Антонио сломал себе ногу, которая попала в отверстие между железными шестами. – Ближе! Все ближе! – подходил поезд. Антонио сложил руки. Ужасный патер Санта-Мадре в отчаянии стал читать молитву. Мы пропали. – Слышишь ли ты стук локомотива и вагонов? Собери! Все свои силы собери! Я не в состоянии поднять тебя один. Мои члены дрожат. Я должен бросить тебя на произвол судьбы! – Антонио стал подниматься. Роза выдернул его ногу из-под железных шестов и со сверхчеловеческой силой вытащил оттуда беспомощного старика, который, страшно стяная, ухватился за него, крепко стиснув зубы, затем перетащил его через рельсы и направился к полю. Да и была пора. Не успел Роза протащить почти безжизненного великого инквизитора Наста Шагов, как за ними раздался ужасный треск. Локомотив со страшной силой налетел на лежавшие поперек рельсов шесты и бревна, вагоны разлетелись вдребезги, крики наполнили воздух, далеко разносясь по глухой равнине. – Прочь! Прочь! – стонал Роза, таща за собою обеспамятившего старика, злодеям Санта-Мадре не было суждено видеть зрелище, вызванного их ужасным делом. Страшное смятение царствовало кругом. Двери вагонов были выломаны. Пассажиры, мучимые смертельным страхом, выскакивали на землю с криками о помощи и в отчаянии таща за собою раненых. Локомотив был неузнаваем, машинисты и кочегары пропали бесследно, и только к утру между развалинами были найдены отдельные части их тел. Из пассажиров только немногие были тяжело ранены. Большая часть не слишком пострадала. Но ехавшие с тем поездом, служащие на железной дороге, все погибли. Машинисту бревном раздробило грудь. Один из кочегаров, выскакивая, сломал себе шею, другому отдавило обе ноги, так что он через несколько часов умер. Нарвайц в первую минуту столкновения каким-то непонятным для него образом, а, может быть, и вследствие сильного сотрясения, также получил внутреннее повреждение, на которое он, однако, не обратил внимания, хотя оно ему причиняло боль и мешало ходить, но он успокоил министров и окружавших его, указывая на тяжело раненых, и довольны тем, что это несчастье так легко прошло для него. На следующее утро были найдены бревна и шесты, которые при столкновении с поездом были отчасти отброшены в сторону, но этого было достаточно, чтобы догадаться о причине несчастья. Но кто мог совершить это ужасное, дьявольское преступление? Стали наводить всевозможные справки. Невинные были арестованы, но после многочисленных мучительных допросов опять освобождены. Были назначены большие вознаграждения тому, кто откроет это темное дело, но преступление осталось нераскрытым и окруженным мраком. Братья святого Викентия умели хранить тайну. Нарвайц сначала не обратил внимания на внутреннее повреждение и боль, но затем должен был прибегнуть к помощи врача. Ему были приписаны различные лекарства и втирания, но болезнь все более и более развивалась. Казалось, победа была опять на стороне Санта-Мадре. 12 апреля 1868 года расслабленный и больной герцог Валенсии Санта-Мадре. Храбрый воин с железным кулаком, жестокий и могучий нарвайц, в предсмертной агонии лежал в своей постели. Глаза его, проницательные взоры которых превратились в пословицу, закрылись навеки, и, окруженный министрами и блестящей свитой, он испустил последний вздох. Известие о его смерти не вызвало ни сожаления, ни грусти в народе. Но справедливые, при виде его невзрачной погребальной процессии, говорили, он был честный человек. Но королева, ради которой он перенес ни одно унижение и страдание, за которую он столько лет сражался и готов был отдать свою жизнь, не нашла даже времени оказать верному слуге последнюю почесть. Ее парадная карета, запряженная шестью лошадьми, пустая, сопровождала украшенной пальмами и лавровыми венками гроб герцога Валенсии. Это была благодарность королевы за долголетнюю верную службу. Глава 25 Гонсалес Браво «Король умер, да здравствует король!» Крики эти, означавшие смену регента, раздавались, если не одинаковыми словами, то с одинаковым значением при Мадридском дворе, когда в апреле 1868 года бренные останки министра президента Нарвайца были перенесены в склеп его предков. Нарвайц умер, да здравствует Гонсалес Браво! Народ спрашивал, кто этот человек, которому назначено теперь управлять страной. Дарует ли он, наконец, благо, без которых не может существовать человечество, справедливость, свободу и порядок? Мы можем ответить на эти вопросы немногими словами. Гонсалес Браво был созданием Санта-Мадре, игрушкой инквизиции, орудием братьев святого Викентия. Когда преподобным патерам Санта-Мадре, наконец, удалось устранить своего последнего врага и противника Нарвайца, все их стремления сосредоточились на том, чтобы приискать для королевы, жившей для них наслаждений и удовольствий, советника, который был бы рабом ее воли. Поэтому цель их была достигнута, когда слабая Изабелла сделала Гонсалеса Браво регентом. Регентом, говорим мы, потому что так можно было назвать человека, заступившего место Нарвайца, который, наконец, захватил все правление в руки. Вместе с Нарвайцем пали и другие министры, которые были заменены кабинетом, состоявшим, подобно Гонсалесу, из людей, не имевших даже понятия о справедливости и нравственности. Блестящее торжество для патеров. Хотя Антонио по старости лет и не вынес последствий неизлечимого перелома ноги, справедливое наказание неба, которое он сам навлек на себя в достопамятную нам ночь, было все-таки так ничтожно в сравнении с блестящими результатами, что он мог спокойно умереть. Этот ослепленный фанатик до конца жизни оставался самым ревностным проповедником своих ложных учений, сделавших его даже убийцей и преступником. На место его вступил Роза. На место же последнего брат Кларет. От погонщика ослов и вора до великого инквизитора Испании. Это была блестящая карьера, которая служила лучшим доказательством ловкости и хитрости духовника королевы. С наступлением теплого времени Мадридский двор готовился к переезду в известный нам замок Искуреал. Генерал-интендант Марфори был занят различными приготовлениями, чтобы сделать летнее место пребывания своей августейшей покровительницы, как можно приятнее и разнообразнее. И Изабелла с наслаждением слушала рассказы о приготовляемых им удовольствиях и увеселениях. — Дорогой Дон, — сказала она однажды, подавая ему руку для поцелуя, — вы, мой настоящий друг, с какой заботливостью готовите вы мне приятные развлечения. Мне так отрадно видеть вас всегда около себя, но вы опять спешите. — Господин министр-президент только что велел доложить о себе, Вашему Величеству. Я живу надеждой, что в Искуреале мне суждено будет чаще пользоваться милостью, которой удостаивает меня Ваше Величество, и я надеюсь на это. — Но переселимся туда как можно скорее. Август приближается. Пусть он застанет нас в тенистых аллеях Искуреальского парка. В столице какая-то тяжесть давит меня. Я не знаю, от чего это происходит, но мне кажется, будто все переменилось. Морфоре поклонился и скрылся за портьеры, между тем, как Изабелла, погруженная в свои мысли, остановилась посреди кабинета. В ее душе, помимо желания, воскресли картины прошедшего, картины, часто наполнявшие ее сны, в которых Сарану и Прим занимали первое место. Через несколько минут в дверях показался министр-президент Гонсалес Браво. Ему на вид было около пятидесяти лет. Он высокого роста, худощав, с придворными манерами. Он одет в простой фраг, украшенный орденами, и даже с белого галстука, стягивающего его тонкую шею, ниспадает знак королевской милости, украшенный блестящими бриллиантами. Лоб низкий, волосы черные, жесткие, глаза темные и подвижные, нос крючковат, и большой рот окружен густой черной бородой. Низко кланяясь, ступает он на ковер маленькой комнаты. — Приветствуем вас, господин министр-президент, — начала Изабелла. Обещание ваше сообщить нам необыкновенно важное известие возбудило наше любопытство. — Я счастлив быть с вами наедине, ваше величество. Значит, какая-нибудь тайна, я должен сообщить вашему величеству чрезвычайно важную тайну, — отвечал Гонсалес Браво. — Говорите, господин президент, я, как кажется, напал на след заговора, заговора, вы нас поражаете, который затевает контр-адмирал Топетте с несколькими изгнанниками. Изабелла испугалась. Имя Топетте вызвало в ней мысль о возможности заговора, потому что он не только был в сношениях с ссыльными гвардейцами, но и как сам принадлежавший к ним должен был глубоко чувствовать ее немилость, оставаясь, несмотря на свои лета, в прежней должности. Королева чувствовала, что Топетте имел повод к неудовольствию, и сознание это заставило ее внимательнее прислушаться к словам министра. — Что дает вам право на такое обвинение, — спросила она, — «тайная переписка», которую контр-адмирал ведет с Лондоном и Канарскими островами, были ли письма распечатаны? До сих пор нет, но все доказывает, что между ними существует тайный союз. — В таком случае надо арестовать контр-адмирала и обыскать его замки, у него их, как мы знаем, два, один в Мадриде, другой, в Кадиксе. — Арест его может вызвать смятение, Ваше Величество, мне говорили, что влияние контр-адмирала на флоте очень значительно. Изабелла с минут подумала, потом спросила, — Знаете ли вы, наверное, что существует переписка, которая могла бы компрометировать Дона Топетте? — Мне кажется, я могу уверить Ваше Величество в этом, но, во всяком случае, было бы лучше разузнать это дело. — Контр-адмирал теперь в Мадриде, он вчера вернулся из Дальмонте, замка маршала Сарано, — отвечал Гонсалес Браво, который, по-видимому, выработал себе отличную систему шпионажа. Королева подошла к изящному столику и позвонила в колокольчик. В дверях показался адъютант, — Просить суда контр-адмирала по важному делу, но мы приказываем, чтобы офицер, который передаст ему наше желание, тотчас же отправился к нему и, как можно скорее, приехал бы с ним вместе с суда. Адъютант поклонился, он понял приказание королевы. — Так как вы назвали замок Дальмонте, — продолжала Изабелла, обращаясь к своему министру, — то мы не сомневаемся более в основательности вашего предположения, тем более что Донто Пете принадлежит к числу бывших гвардейцев, которые... — Изабелла замолчала. Она хотела сказать, которые нам когда-то были дороги, но она не хотела произнести этих слов, она хотела забыть их. — Будьте так добры, господин министр-президент. Войдите в эту залу и будьте за стеною свидетелем нашего разговора с контр-адмиралом, но прежде потрудитесь поведать обо всем одному из ваших советников и в случае надобности отдайте в его распоряжение отряд солдат, чтобы он во время пребывания Донто Пете в нашем дворце обыскал его замок. Гонсалес браво поклонился и вышел, чтобы исполнить приказание королевы. Изабелла осталась в кабинете, но ей не пришлось долго ждать. Честный контр-адмирал, все еще надеясь образумить королеву, не подозревал коварства, с которым она, пользуясь его добродушием, намеревалась открыть одну из его глубочайших тайн. Исполинская фигура его составляла редкое явление при дворе. Только посидевшие коммердинеры часто рассказывали друг друг к другу о том, какую важную роль играл Донто Пете во время она при дворе и насколько лучше он был тогда. Но они не смели говорить этого вслух, потому что коммердинеры и офицеры, составлявшие свит у королевы, не любили этого слушать. Контр-адмирал, который никогда не был горд в отношении к подчиненным, ласково приветствовал постаревших слуг и велел доложить о себе королеве. Двери тут же открылись, и он счел это за хороший знак, и полный доверия вошел в кабинет, в котором ожидала его Изабелла. Но Пете немного испугался, и он уже несколько лет не видал королевы, и потому он был сильно изумлен при виде ее изменившегося лица. Миловидность, которой отличались прежде ее юные черты, уступила место выражению суровости и надменности. Голубые глаза ее утратили свой блеск. Ее когда-то прекрасный и роскошный стан лишился прежней грации. Королеве, конечно, тем временем минуло уже тридцать восемь лет, но Энрике, невольно вспомнил он, ведь столько же, а какая разница между ними? – Странный случай приводит вас к нам, Донто Пете, – начала королева, между тем как контр-адмирал, всегда ненавидевший все формы этикета, наклонил немного свои широкие плечи. – Да, странный, Ваше Величество, потому что я уже считал себя забытым вами. – О, нет, многоуважаемый Дон, не наша вина, что вы стали первым из дворян нашей гвардии, которому доступ в наши залы сделался невозможным, но оставим прошедшее. Мы и теперь, благодаря Пресвятой Деве, имеем верных слуг и защитников, и, может быть, еще лучших, нежели тогда. – Извините, Ваше Величество, если я осмелюсь противоречить вам, не желая быть высокомерным и оставив в стороне свою собственную личность, я могу только сказать, Ваше Величество, вы никогда не имели таких верных слуг, как тогда, когда маршалы Прим и Серано еще не были в изгнании. – Когда я сегодня узнал желание Вашего Величества, когда я после стольких лет услышал ваше приказание явиться перед вами, во мне блеснула надежда, что вы, Ваше Величество, убедившись, наконец, в расстройстве своего государства, намерены устранить своих дурных и лицемерных советников. – Я честный человек, Ваше Величество. Во мне нет фальши. Никогда еще с языка моего не сорвалось слово «лезть», поэтому слушайте, что я готовлюсь чистосердечно высказать вам. – Не те, которые с фальшью и лицемерием исполняют, по-видимому, каждое ваше желание – настоящие слуги Вашего Величества, а те люди заслуживают полного доверия, которые не боялись говорить вам правду. Правда, Ваше Величество – редкий, драгоценный товар, и, к несчастью, я должен вам признаться, что вы напрасно ищете ее вокруг себя. – Мы дали вам высказаться до конца, господин контр-адмирал, – проговорила королева с иронической улыбкой. – Теперь позвольте и нам сказать несколько слов. Только мечтатели думают о прошлых днях. Приговоры, произнесенные нами над маршалами Сарано и Примом, были более чем справедливы. И только нашей милости и признательности за прежнюю службу они обязаны своей жизнью. Мы справедливы, дон Топет. Несколько времени тому назад мы были принуждены изгнать также герцога Монпансье, потому что убедились, что наш родной зять, супруг инфанты Луизы, счел позволительно претендовать на престол. – Мы должны были расстаться с родной сестрой. Герцогиня, как вы знаете, живет теперь с супругом в Лиссабоне. – Да, мы должны были преодолеть горе, чтобы быть справедливыми, и мы будем считать нашим врагом и предателем каждого – продолжала Изабелла с особенным ударением, пристально смотря на контр-адмирала, – кто осмелится вступить в тайны сношение с этими изгнанниками, будь то с герцогом Монпансье или с маршалом Сараном. Топет был поражен, потому что только теперь он понял, зачем королева приказала ему явиться. – Вы молчите, господин контр-адмирал, маршалы примы Сарану, как вы, ваше величество, может быть, еще смутно припоминаете мои старые дорогие друзья, с которыми меня не может разлучить расстояние, ваши друзья очень хорошо. – Несмотря на то, дон Топет, нам было бы желательно узнать, в постоянных ли вы сношениях с изгнанниками. Топет, казалось, был смущен, но это продолжалось только минут. – Ваше величество, вы не можете ожидать и требовать, чтобы такие старые друзья прервали всякие сношения между собой. Но эти сношения, вероятно, ведутся только честным образом, дон Топет. Никакая власть на свете не может заставить меня дать в этом отчет, ваше величество. – Вы уклоняетесь от ответа, господин контр-адмирал. Вы так часто хвалились своею честностью и откровенностью. Докажите же теперь, что это были не пустые слова. – Хорошо, ваше величество. На честный вопрос пусть будет честный ответ. – Господин контр-адмирал, вы привыкли обращаться со своими капитанами. Не забудьте, что мы можем принудить вас дать требуемый нами ответ. – Говорят, ваше величество, – отвечал Топет с иронической улыбкой, которую никогда не замечали на его прямодушном лице, – говорят, что с 1854 года Инквизиция уничтожена не только перед светом, но и тайно. – Несмотря на то, наша корона имеет еще средства и пути принудить упрямых, – гневно крикнула Изабелла, так как Топет напомнил ей невольно революцию, в которой только он и его друзья спасли престол. – Вы сейчас же услышите ответ на ваш вопрос. – Вы будете свидетелем этого вопроса, господин контр-адмирал, и горе вам, если вы скомпрометировали себя. У тайщика я накажу не менее чем самого виновного. – Ваше величество, – даже и королева не вправе обижать человека, состарившегося на государственной службе. Изабелла побледнела, губы ее дрожали. Топет поклонился. – Я думаю, мне и на будущее время придется избегать салонов, Ваше величество. Старый контр-адмирал, который живет со своими капитанами, не годится для них. – Оставаться здесь, – грозно крикнула королева. – И обождать результата обыска вашего замка. – Обыска моего замка? – повторил Топет, отступая назад. – В то время, как я здесь обыскивается, мой замок, черт возьми, Ваше величество, – это дурная шутка. Счастье для негодяев, которые исполняют это приказание, что вы, Ваше величество, были так осторожны и призвали меня сюда, а то они не ушли бы с целыми ребрами. – Но если я еще встречу одного из них в моем доме, тогда, Ваше величество, теперь уже поздно, – проговорила Изабелла, торжествуя, так как в эту минуту в комнату вошел Гонсалес Браво. – Что было найдено в замке? – К несчастью, обыск был напрасен, – с выражением глубочайшего сожаления отвечал министр-президент. По всей вероятности, письма были уже заранее удалены из замка контр-адмирала. Топете заскрежетал зубами. Он готов был собственноручно задушить этого человека. – Да, да, вы правы, господин министр, – сказала Изабелла с язвительной усмешкой, – дон Топете уже заранее позаботился о том, чтобы эти компрометирующие письма были вовремя удалены из замка. – Но нам говорят, что господин контр-адмирал очень часто посещает замок маршала Саррано, в котором томится супруга герцога – это сеньора из народа. Нам кажется, было бы немедленно подвергнуть и замок Дель Монте такому же обыску, дом наказанного, тем более изгнанника во всякое время открыт для обыска. – Господину контр-адмиралу, мы поручаем с ближайшим поездом отправиться на свой пост в Кадикс. – Не замедлите же, господин министр-президент, в эту же ночь исполнить наше приказание. То Пете не мог произнести ни слова. Он никогда не считал возможным, чтобы та королева, за которую он с прочими гвардейцами стоял прежде насмерть, могла под вредным влиянием иезуитов и иных бесчестных искателей приключений стать столь бессердечной и жестокой. – В Дель Монте, – прошептал он, – хорошо, что там нет, сеньоры Энрике. Я думаю, эта фурия и теперь была бы в состоянии преследовать и замучить до смерти эту непорочную чистую душу. – Не мешкайте, господин контр-адмирал, мы постараемся разузнать, было ли наше приказание тотчас же отправиться в Кадикс, исполнено вами. – Не сомневайтесь, Ваше Величество, не сомневайтесь в том, что я по-прежнему так же точно буду исполнять все ваши приказания. С вечерним поездом я отправляюсь в Кадикс. Поручение это очень радует меня, Ваше Величество, пусть никто не скажет мне в лицо твой замок. Подобно дому обманщика или преступника, был обыскан полицейским чиновником. Изабелла ничего не отвечала, наслаждаясь сознанием своей силы и могущества, она блаженствовала при мысли, что отрезала Дону Топете всякое общение с Дель Монте и получит таким образом письма, которые он, по всей вероятности, передал ненавистный Энрике. Когда контр-адмирал вышел из комнаты, Изабелла быстро обратилась к Гонсалесу Браво. — Поручаем вам, господин министр-президент, позаботиться об устранении Дона, который только что оставил нас. Вы были свидетелем его слов. Но вам нечего торопиться. Этот контр-адмирал не уйдет из наших рук. Первым делом надо овладеть письмами, которыми он, по вашему мнению, обменивался с изгнанниками. — Я сам тотчас же отправлюсь в замок герцога де ла Торре. Отлично, дорогой президент! Мы даем вам право, в случае, если письма представляют повод к тяжким обвинениям, не щадить никого и ничего, и даже если окажется нужным, арестовать супругу маршала Сарана. О, мы знаем, что вы, как и всегда, оправдаете наше доверие к вам, но будьте уверены, что мы сумеем вознаградить вас за успехи. Не жалейте ни хитрости, ни золота, ни жертв, если это нужно для достижения цели. — Я спешу, Ваше Величество, святые охранят меня и увенчают мое предприятие успехом, — сказал Гонсалес Браво, и вышел из кабинета, чтобы немедленно же, в сопровождении множества чиновников отправиться в Дель-Монт. Королева самодовольно улыбнулась, когда удалился тощий слуга инквизиции, льстивый приверженец благочестивых братьев святого Викентия. — Нет сомнения, то Пете в тайных сношениях с сеньорой Энрикой. Он передал ей письма, которые получил из Дальних островов. — О, как я рада, что супруга маршала Серано подвергнется такому унижению. Я верю арестовать ее. Я дам ей почувствовать свою власть, если письма дадут хотя бы малейший повод к тому. Но кто чего ищет, тот и находит. — Да, сеньора Энрико, инквизиция уничтожена. По крайней мере, теперь уже более невозможно тащить супругу герцога де ла Торре на улицу Фобурго. Нет, моя месть теперь будет вернее, справедливее. Я велю ее судить по закону. При дворе никто не подозревал о беспокойстве и нетерпении королевы. Никто не заметил ее внутреннего волнения, когда она, на следующий вечер, счастливо улыбаясь, направилась в оперу. Надежда, наполнявшая ее, была так радостна и приятна. Чем ближе подходил час возвращения Гонсалеса Браво, может быть, с Энрикой, тем сильнее билось ее сердце от нетерпения. Наконец, на второй день, когда уже начало смеркаться, ей доложили, что министр-президент со своей свитой прибыл в Мадрид. Королева начала посылать одного курьера за другим, чтобы получить известие. Наконец, появился сам президент. – Ну? – крикнула королева. – Какие известия приносите вы нам, господин министр? – Хорошие и дурные, Ваше Величество. – Сперва дурные. – Супруга герцога де ла Торре, скорее, ради всех святых, скорее, супруга герцога де ла Торре исчезла. – Исчезла? – крикнула Изабелла, мучимая ожиданием. – Что это значит? – И я также спрашивал, когда, войдя в Дельмонский замок, узнал, что герцогини нет дома. Меня встретила какая-то старуха, которая оказалась очень молчаливой. Тогда я стал расспрашивать о супруге герцога, она даже вздумала не давать мне ключей, чтобы обыскать все комнаты. Бессовестная. Но когда я показал ей высочайший приказ и назвал свое имя, она, наконец, покорилась своей участию и впустила меня в комнаты и залы. – Где же сеньора Энрико? – поспешно спросила королева. – Ради бога, отвечайте скорее на мой вопрос. – А место пребывания супруги герцога де ла Торре, старуха, хотя она, по-видимому, знала все, не дала мне никаких пояснений. Она мне только сказала, что владелица Дельмонте нет дома. Наконец мне удалось подкупить одного из лакеев, которому я подарил десять червонцев и обещал не выдавать его. Он рассказал мне, что два дня тому назад герцогиня тайно уехала из Дельмонта. – Куда? – Говорите скорее. – Супруга герцога, сказал лакей, отправилась на Канарские острова к своему супругу. – Да, я это знала наперед. – Два дня перед вашим приездом, сегодня третий день, значит, жаждущая любви сеньора уже давно плывет по морю, – сказала королева вне себя от негодования. Она найдет средства и пути, чтобы пробраться к герцогу в крепость. О, как я ненавижу ее! Кроме того, лакей сообщил мне, продолжал министр-президент, что герцогиня в сопровождении молодого графа Теба ночью выехала из Дельмонте, накинув на свое черное платье, так как она все еще носит траур по своей умершей дочери монашескую рясу. – Как хитро придуман костюм! – Эта сеньора знала, что она, как женщина, никогда не попадет в Санта-Крус, а так как туда часто ездят отсюда благочестивые братья, то эта обманщица и надела их рясу. – Какое средство избрать нам теперь, чтобы как можно скорее на задержание супруги господина герцога, – прервал ее Гонсалес Браво, – необходимы важные причины. Но где же найти их? – Какие результаты имел обыск их замк? – Эти письма написаны отчасти самим герцогом, отчасти, как мне показалось, маршалом Примом. Изабелла схватила объемистый пакет писем, привезенный ей министром. Глаза ее блестели. Она твердо рассчитывала на то, что найдет в этих письмах достаточный повод к обвинению, и потому быстро разорвав красивую ленточку, которой были связаны письма, начала их перебирать одно за другим. Увы, письма были шифрованные, ссыльные перехитрили ее. Изабелла побледнела и напрасно старалась прочитать хоть слово из различных знаков, букв и цифр. Гонсалес Браво понимал не более ее. Он поехал за несколькими искусными писцами в Министерство иностранных дел, но и они не могли найти ключа к этим знакам и только объяснили, что они очень ловко придуманы. Королева всю ночь сидела в своем кабинете за несколькими из этих писем, которые, по-видимому, были писаны рукой Сирану, и, наконец, должна была отказаться от своих трудов. Но мысль, что Энрика на пути к своему Франциско не давала ей покоя, зависть и ненависть так сильно мучили обманутую Изабеллу, что она в ту же ночь приказала пуститься в погоню за переодевшейся монахиней Энрикой и ее спутником. Глава 26 Возвращение ссыльных Заходящее солнце тысячами огней освещало море, необозримая поверхность с ярко сверкавшими волнами походила на огненную равнину. По тихим волнам скользил большой пароход по направлению к Канарским островам, лежащим к западу от Африки. При подробном исследовании маленьких полуспущенных люков можно было видеть, что Легера не только прекрасный пароход для прогулок, но к тому же на борту ее стояло восемь пушек. Легера с быстротой молнии рассекала вечерние волны, которые с плеском ударялись о ее борта и затем стремились в водоворот, образуемый вечно движущимся винтом машины. На палубе парохода, глядя на горизонт, стоял мужчина средних лет с загорелым лицом в мундире испанского маршала, подле него молодой испанский офицер, а в стороне от них монах. Капитан Легеры, стоявший на возвышенном месте посреди корабля, в кожаной фуражке с золотым ободком, небрежно сдвинутый на затылок, по временам также устремлял взоры на горизонт. — Уже видна земля, господин маршал, — крикнул он вдруг с самодовольной улыбкой. — Дай мне скорее подзорную трубу, Ромиро, я хочу посмотреть, не ошибаются ли орлиные глаза капитана, — проговорил маршал с сильно бьющимся сердцем. — Серано не подозревает, что мы так близко от него. — В самом деле, капитан прав. Вон там я вижу две черные точки, а перед ними широкий берег, на котором возвышается какая-то черная масса. — Это Пико де Тейде. Он показывает нам, что мы прямым путем подъезжаем к Тенерифе, — сказал капитан. — Черные точки, которые вы видите в отдалении, это потухшие вулканы нескольких маленьких необитаемых островков. С наступлением ночи мы прибудем в гавань Санта-Крус. Вон там Канария, Пальма, а на другой стороне Фуэрте-Вентура, Ферро, Лаомлотте и Гомера. — Знаю, старый друг, — отвечал Прим, исполненный радости при мысли, что скоро достигнет цели тайного путешествия. Я уже раз видел их, но никогда не думал, что еще раз подъеду к ним с таким нетерпением и таинственным планом. — Позвольте, граф, — прошептал монах, подходя к Приму, — мне бы тоже хотелось видеть цель нашего путешествия. — Возьмите донна Энрико, — сказал он шепотом, — возьмите подзорную трубу. Я знаю, что вас волнует, но вы плачете. Будьте храбры и мужественны, дорогой друг мой, иначе вы можете выдать себя, а нам предстоит еще не одна опасность. — Ожидание и радость вызывают на глазах моих слезы, граф Рейс, — отвечал Энрико, который весь экипаж считал монахом и который отлично исполнял свою роль. — Не сомневайтесь, не сомневайтесь, я храбро и спокойно встречу всякую опасность. Я немало их испытала. — Это правда, друг мой, иначе у вас не хватило бы смелости принять участие в нашей экспедиции и даже отчасти побудить нас к ней. Когда я получил ваше письмо, в котором вы сообщили мне, что желаете повидаться с нашим Франциско, какой-то внутренний голос сказал мне, что теперь пора. Отдаленные и ссыльные готовятся протестовать. Не мешкай, вперед! Донто Пете уже послал моему супругу известие, что на будущей неделе он будет освобожден, и что тогда приступят к окончательному решению. Знаю. Олот Сага также извещен об этом. — Легера только что спустилась на воду, когда я получил ваше письмо, и я должен признаться, что не колебался ни минуты. — Теперь или никогда, — сказал я, и Марианна согласилась со мной. — Теперь или никогда, — живо за дело. Все должно решиться. Я поспешил в Кадикс, где встретил вас и графа Теба. Никто не подозревает, что мы приближаемся к островам, и какой план воодушевляет нас. Мы довольно молились и ждали. Теперь настало время исполнить клятву, данную нами в Альгамбре. Лицо Энрике просияло, когда в подзорную трубу увидела она остров Тенерифе. Уже виднелись Пико де Тейде и скалы, там, за стенами крепости, томился ее муж и другие генералы, которые, наконец, должны быть освобождены. Солнце закатилось, и наступили вечерние сумерки. Вдали все яснее и яснее обрисовывались очертания острова, и в подзорную трубу уже можно было видеть освещенные последними лучами солнца окна домов Санта-Крус. Энрика сгорала от нетерпения. Пламенная любовь влекла ее к острову, где жил ее Франциско. С волнением ждала она часа, который опять даст ему свободу. Она готова была обнять Прима, друга своего мужа, который во что бы то ни стало хотел выполнить ее план. Рамиро с радостью взялся быть ее проводником, не зная даже, что великий час Испании уже близок. Рамиро, услышав ее желание повидаться с супругом, тотчас же отправился к Олоцаге в Париж и получил от него письмо к генерал-губернатору Канарских островов, с которым тот был в дружественных отношениях. На палубе Легеры раздались приказания капитана и офицеров. Прим сошел в каюту, чтобы собрать все необходимые письма и переменить мундир испанского маршала на мундир простого морского офицера, так как его изгнание из отечества было известно всем военным и чиновникам острова, и он не хотел быть узнанным. Матросы вывесили красный сигнальный фонарь. Плеск воды только по временам прерывался словами капитана. Воздух был чист и приятен. Легкий ветерок доносил с отдаленного острова прекрасный запах миртов и розмаринов, в темных волнах ясно отражались звезды южного неба. За исключением Константинопольского канала и Неаполитанского залива, это прекраснейшее место земли. Здесь всегда царствует лето. Вечное солнце сияет над островами, почва их плодородна, воздух здоров, и они по красоте своего местоположения могут считаться счастливейшими точками земного шара. Но населению цветущих островов вечно грозила страшная опасность. Вулкан Пико де Тейде мог опять извергнуть лаву, и тогда цветущие поля превратятся в голые степи, и острова погрузятся в пучину океана. Кокосовые пальмы, финиковые, драконовые и апельсиновые, кипарисовые и миртовые деревья и виноградники образуют целые леса, но все это может быть уничтожено в одну ночь. Знала ли эта королева, назначив местом ссылки Франциско Серано, эти морские острова? От гуанчий, древних жителей Канарских островов, остались одни мумии в сводах огромных скал Тенерифе. Исполинское драконовое дерево, которое еще видело Флоте Карфагенен в море, окружено теперь другим племенем. Испанские солдаты и изгнанники составляют теперь население этих прекрасных островов. Энрика, полная прекрасных надежд, смотрела на темные волны и думала о покойной Марии, которой не суждено было еще раз увидеть дорогого изгнанника. Вдруг раздался громкий голос капитана. Энрика не обратила на это внимание, но Рамиро, стоявший немного поодаль от нее, опершись на борт корабля, увидел вдали приближающийся огонек. — Это крейсер, дон Рамиро, — проговорил капитан Крейсер, генерал-губернатора Санта-Крус, он потребует ваших свидетельств. Энрика с озабоченным лицом подошла к графу Теба. — Предоставьте мне все, донная Энрика, — проговорил он, пожав ее дрожавшую руку, — нам ничего не могут сделать. Огонек приближался, показалась черная канонерская лодка, и громко раздались слова, сказанные в рупор. — Стой! — Кто едет? — Да здравствует королева Испания, — отвечал также сквозь рупор капитан Легеры. Крейсер подошел совсем близко. — Есть ли у вас паспорта? — услышали Энрика и Рамиро. — Есть. — Как название вашего корабля? — И кто на нем идет? — На Легере идет граф Рамиро Теба с важным письмом к генерал-губернатору Тенерифе, дону Алонсо Канго, — пояснил капитан. — Остановиться! — раздалось с крейсера приказание офицера, и лодка его поравнялась с Легерой. — Да поможет нам пресвятая дева! — прошептала Энрика, стоявшая под Лерамиро, который без страха смотрел офицеру в глаза. — Непроницаемый мрак окружал оба корабля, стоявшие друг против друга. Только маленькие сигнальные фонари распространяли неровный свет. — Экки недоверчивый человек! — пробормотал капитан Легеры, спускаясь со своего места, чтобы вместе с Рамиро встретить офицера канонерской лодки. — Но все это не поможет ему. — Ваши бумаги, капитан, — сказал офицер, переходя на Легеру. — Страх наш скоро исчезнет, — подумал капитан, давая место дону Рамиро, между тем как прим, как бы принадлежа к экипажу, остался в стороне. — Граф Теба — капитан Ее Величества, королевы Испании. Офицер канонерской лодки низко поклонился, увидев мундир дона Рамиро. — Который едет с важным письмом к генерал-губернатору Санта-Круз дону Алонсо Канго, — продолжал капитан. — Надеюсь, что нам не будет препятствий. — Извините, господин граф, но служба моя предписывает мне подвергнуть вас и ваш корабль небольшому осмотру. Вы, без сомнения, знаете строгие предписания, заставляющие меня останавливать каждый корабль, подъезжающий к крепости Санта-Круз. — Делайте так, как предписывает вам долг, господин лейтенант, — гордо отвечал Рамиро. — На борту Легеры только я и экипаж. — Это, вероятно, новый пароход. — Я до сих пор еще ничего не слыхал о Легере. — Какая отличная постройка, — продолжал офицер. — Кроме вас на нем только экипаж, говорите вы. — Следовательно, мне нечего обыскивать кают. — Но кто же эта черная фигура, мой духовник, господин лейтенант? — А, преподобный отец, честь имею кланяться. — Но вы не были бы в затруднении насчет духовника и у нас, господин граф? — Я имею привычку брать своего с собой, потому что так привязан к нему, что не могу обойтись без него, — отвечал Рамиро с твердостью и душевным спокойствием. И надеюсь, что преподобному Генри Куэсу не будет никаких препятствий сопровождать меня, в противном случае я буду вынужден, вернувшись в Мадрид, обратиться к судебной власти. — О, препятствий ни в каком случае не будет, — проговорил офицер, — ведь господин граф ручается за преподобного отца. — Извините за задержку, честь имею кланяться. Рамиру холодно ответил на поклон лейтенант, который вернулся на свой крейсер. Прим, подойдя к Энрике, прошептал, — первая проба выдержана. Легера, остановленная во время этого разговора, опять продолжала идти и приблизилась к молам Санта-Круз, из которых один, лежавший на правой стороне, заканчивался маяком. Красноватый огонек его освещал море и позволял яснее разглядеть берега островов. Рамиру и Энрико, полные ожидания и нетерпения, глядели вдаль. Город Санта-Круз был окружен стенами, окопами и валами, между которыми протекала узкая река. За окопами находились три укрепления, также окруженные толстыми стенами и канавами. Крепость острова, вследствие этого, была недоступна с моря, так как окопы простирались вплоть до воды и образовывали на конце толстую стену. По обеим сторонам гавани были узкие дороги, которые вели в город, днем и ночью охраняемые приморской стражей. Одно из укреплений находилось на правой, второе на левой стороне, третье было за городом, и Рамиру не знал, в котором из них был Серано, так как генерал-губернатор из осторожности часто перемещал ссыльных из одной крепости дороги. Мне кажется, что следовало бы остановиться у этих торговых судов. Рамиру, а ты садись с Донной Энрикой в одну из этих лодок и подъезжай вон к тому дереву. Как вы думаете, граф Рейс, я думаю, что нечего терять времени, но сегодня ночью, по моему мнению, еще ничего нельзя сделать. Из соседних окопов раздался глухой выстрел. — Они заметили нас. Это сигнал, — прошептал Прим. — Через несколько минут стража будет здесь, если ты не опередишь ее. — В таком случае отправимся в гавань Донна Энрико, — сказал Рамиру, подходя к монаху. — Генерал-губернатор — друг моего отца, и в случае опасности мы можем рассчитывать на его помощь. Прим сделал знак капитану. В следующую же минуту раздалось приказание последнего спустить одну из лодок на воду и посадить в нее четырех матросов. В то время как Энрико и Рамиру готовились спуститься в лодку, по обеим сторонам гавани было замечено движение. Солдаты стали подружья, сбежались офицеры, и брандвахтенное судно стало отчаливать от берега. Когда лодка, в которой сидели Рамиру и монах, отъехала на достаточное расстояние от Легеры, капитан приказал повернуть пароход по направлению к правому молу. Раздался второй выстрел из окопа. — Черт возьми, — послышалось с брандвахты, которая, управляемая десятью или двенадцатью грибцами, стала приближаться к лодке. — Что это за ночной странник? Энрико чувствовала, как ее сердце билось от волнения. Рамиру же был совершенно хладнокровен, и при приближении брандвахты встал, чтобы показать страже, с кем она имеет дело. — Кто там, — повторил вопрос, все тот же неприветливый голос. — Отчего вы не ждете до утра? Эй, кто вы такой? — Граф Теба, который едет с известием к генерал-губернатору и не хочет бесполезно провести еще целую ночь на корабле, а предпочитает отыскать гостиницу в Санта-Крус, — отвечал Рамиру. Брандвахта подплыла к лодке. — Известие к генерал-губернатору — это другое дело. — Но отчего не отвечал ваш корабль на сигнал, если вы едете по поручению Ее Величества Королевы? — А кто вы такой, что считаете себя вправе так говорить? — Лейтенант Ее Величества Луи Лермо. — Ну, господин лейтенант, капитан Ее Величества Граф Рамиру Теба желает высадиться на берег со своим духовником. — Подобная высадка в ночное время против всех правил. Кто ручается, что вы тот самый, за которого себя выдаёте? — Тише Лермо! — прошептал другой офицер Брандвахты. — Кто же это может быть другой? — Не мешай мне, Ориго. Я исполняю свою обязанность. До рассвета я не могу пропустить вас в Санта-Крус, — продолжал лейтенант, обращаясь к Рамиру. — Хотя бы вы были герцог или маршал. Завтра же я поведу вас и вашего спутника к господину коменданту. — У меня есть письмо к господину генерал-губернатору Дону Алонсо Канго, — отвечал Рамиру и откинул назад плащ, из-под которого показался его богатый капитанский мундир. — Мне бы не хотелось подать на вас жалобу за замедление, господин лейтенант Лермо. — К господину генерал-губернатору Дону Алонсо Канго вы можете попасть не иначе, как получив от господина коменданта города Санта-Крус разрешение вступить в город, — пояснил Лермо. Не забудьте, что мы должны действовать согласно нашим инструкциям, которые стали значительно строже с тех пор, как здесь находится герцог Делла Торре. — В таком случае я делаю вас ответственным за замедление. Если вы удовольствуетесь до завтрашнего утра комнатой в караульне, господин граф, — сказал лейтенант, — то я охотно уступлю вам ее. Больше я ничего не могу сделать. Рамиру вопросительно взглянул на монах. Он знал, что на следующее утро, если они опять вернутся на Легеру, повторится то же число вопросов и ответов. И к тому же он сильно боялся, чтобы кому-нибудь из них не вздумалось обыскать экипаж парохода. — Мой духовник и я не привыкли к качке, которую нам так долго пришлось переносить на корабле, и мы предпочитаем принять ваше предложение, господин лейтенант. — Но только вам, господин граф. Я могу оказать эту услугу, — сказал Лерма, бросая недоверчивый взгляд на монах. — Как? Разве вы боитесь монашеской рясы? Боюсь ли я, — спрашиваете вы, господин граф, — вы забываете, что мы такие же храбрые офицеры ее величества, как и вы? Мой духовник должен остаться при мне. — Пусть будет так, Лерма, — прошептал второй лейтенант, которого первый назвал Ориго, — ведь монахи имеют всюду доступ и составляют исключения. Лерма пробормотал какое-то проклятие, но, наконец, казалось, согласился на просьбу товарища и, сев в брандвахту, приказал гребцам ехать обратно. Рамиру и монах последовали за ним в своей лодке. Приближаясь к берегу, ясно можно было видеть стражу, расхаживавшую взад и вперед перед низеньким зданием, а за ним — ворота крепости, позади которой возвышались окопы. Лейтенант Лерма с товарищем пристал к берегу и дождался, пока Рамиру и монах также вышли из своей лодки и приказали матросам вернуться к Легере. Энрика со страхом увидела, что теперь было отрезано всякое сообщение с примом и пароходом. — Идите за мной, господин граф, — сказал Лерма таким неласковым тоном, что Рамиру невольно бросил взгляд негодования на лейтенанта, который со своим товарищем приблизился к караульне. Рамиру и монах последовали за офицерами. В караульне была направо комнатка для солдат, налево комнатка для офицеров. Рядом с ней была третья, довольно низкая комната, имевшая выход на маленькое открытое пространство, по которому можно было пробраться к воротам крепости, и снабженная несколькими плетеными стульями, столом и двумя шерстяными одеялами. — Лучшие комнаты я не могу вам предложить, господин граф, — сказал Лерма. — Не взыщите, если она вам не понравится. Не беспокойтесь. — Я привык к разным лишениям, — отвечал Рамиру и вошел с монахом в комнату. — На рассвете я поведу вас к господину коменданту. — Лерма запер дверь и отправился с товарищем в соседнюю комнату. — Если мы только освободимся от этого проклятого форпоста, тогда наше дело выиграно, — прошептал Рамиру. Энрико пожала его руку. Она чувствовала, что Рамиру рискует всем, чтобы только освободить Франциско, или, если этому предприятию представится непреодолимое препятствие, то, по крайней мере, устроить свидание между изгнанником и его женой. — По приказанию Лерме в комнату вошел солдат и поставил на стол свечу и графин с холодной водой. — С нами обходятся, как с арестантами, — в полголоса проговорил Рамиру, снова оставшись наедине с Энрикой. — Но мы не станем принимать это к сердцу. Так предписывает закон. К тому же стакан холодной воды освежит вас. Он налил стакан воды и подал его Энрике, которая еще ниже спустила капюшон плаща на лицо, и затем подошел к открытому низенькому окну, чтобы взглянуть на крепость. Вдали раздавались мерные шаги, взад и вперед расхаживавшей стражи. Время от времени на церковных башнях громко били часы. В то время как Рамиру, пользуясь удобным случаем, рассматривал правую сторону гавани и окопы, супруга герцога де ла Торре невольно думала о том, каким опасностям она снова подвергается. Что, если ее вовсе не допустят в крепость, разлучат с Рамиру или заставит снять монашескую рясу? Но любовь преодолевает все препятствия. Энрике предстояло давно желанное свидание с Франциско, и, может быть, счастье освободить его? С лихорадочным нетерпением ждала она решительного дня. Яркими красками рисовалась в ее воображении минута, в которую она бросится в объятия изумленного герцога, который не узнает ее подрясой. Мысль эта была в состоянии сгладить всякое беспокойство и предать мужество. Бедная Энрико не знала, что после ее отъезда королева велела обыскать Дельмонский замок. Она не подозревала, что в то время как она, полная ожидания и надежды, сидела с Рамиру в караульне острова Тенерифе, верные слуги Изабеллы уже готовились в Кадиксе пуститься на самом быстром пароходе в погоню за монахом и арестовать его. Рамиру заметил, что около трех часов утра из караульни вышли новые посты для смены стражи, стоявшие у ворот крепости. И при этом взгляд его невольно остановился на одном из солдат, который расхаживал взад и вперед в нескольких шагах от домика. «Клянусь честью!» – прошептал Рамиру, и глаза его заблестели. «Этот солдат! Служил прежде у меня в полку! Лоренцо!» – крикнул он, понизив голос. Солдат быстро обернулся и стал осматриваться кругом. «Лоренцо!» – повторил Рамиру. «Поди на минуту сюда!» Солдат увидел у окна молодого офицера, и хотя все еще не мог себе объяснить, кто это такой и зачем он зовет его к себе, все-таки пошел к караульни. «Ты не узнаешь меня, Лоренцо!» – прошептал Рамиру ласковым голосом. «Все святые! Возможно ли? Каким образом попал граф Теба сюда?» «Ты не ошибаешься, Лоренцо!» «Это я, твой лейтенант!» «О, несчастье! Вы сосланы и арестованы!» «Нет-нет, добрый Лоренцо, я не сослан. Я приехал сюда по важному делу. Где мне завтра найти вашего коменданта и генерал-губернатора?» «О, слава всем святым, что господин граф приехал сюда только для удовольствия!» «Господин комендант Дон Фьерто живет здесь, вблизи, на берегу. Он высокопоставленный грант. Дон Примульто его зять!» «Примульто?» – повторил Рамиру шептом, и затем продолжал. «Бывший фаворит королевы. Сейчас видно, с какими людьми имеешь дело. Зять этого Примульто, вероятно, не совсем-то долюбливает герцога де ла Торре. А дворец генерал-губернатора Дона Алонсо Канго, – продолжал солдат, – находится близ укрепления Фернандо. «Скажи мне, добрый Лоренцо, в котором из укреплений находится теперь маршал Сарано?» Несколько дней тому назад господин маршал был переведен в укрепление Фернандо, которое начинается здесь, у стены. «И у которого ты стоял сегодня ночью на карауле? Да, я стоял там. Как часто сменяется у вас стража? Каждые три часа. Кто будет завтра утром между полночью и тремя часами стоять здесь на карауле? Андалузец Арбуэс. Мне бы очень хотелось, чтобы ты стоял на карауле у ворот в те часы. Нельзя, господин граф?» «Черт возьми, это было бы отлично, – прошептал Рамиро. – Ты бы мне оказал большую услугу, Лоренцо. Очень был бы рад, но у кого ключи от ворот?» «У дежурного солдат. Не можешь ли достать их? Это бы мне стоило жизни. А если я беру ответственность на себя, и в случае чего взял бы тебя с собой?» «Ради всех святых, что же затевает, господин граф? Может, случится, добрый Лоренцо, что попробует задержать меня в Фернандо, хотя я ни в чем не провинился. И на этот случай мне бы хотелось уже заранее позаботиться о средствах к бегству. Да если бы господину графу действительно удалось выйти незамеченным из ворот, то его все-таки не пропустят портовые стражи. Ну, уж это мое дело. К тому же, господин граф забывает, что мы на острове, и... Мой пароход Легера сегодня же пристанет к берегу, и всегда будет готов, в случае надобности, снова вернуться с нами в открытое море. Лоренцо почесал за ухом. «Ну, с моей стороны, будет сделано все, что только возможно. Если я только буду знать, что ты стоишь на карауле у ворот, я буду совершенно спокоен. В таком случае я поменяюсь с Арбуэсом, чтобы оказать услугу господину графу Теба. Могу я на тебя положиться, Лоренцо, в случае нужды, господин граф, возьмет меня с собой, иначе я не стал бы подвергаться такой опасности. Тс-с-с, я слышу шаги. Вернись на свой пост, Лоренцо. Значит, между полночью и третьим часом утра. Господин граф может на меня положиться. Лоренцо быстрыми шагами поспешил к воротам крепости. Из караульния вышел лейтенант Лермо, который делал обход, чтобы, как предписывала ему служба, убедиться в надежности стражи. Он застал Лоренцо на посту, но Рамиру уже не было более у окна. Он вернулся к Энрике, которая слышала весь разговор и с радостью ухватилась за эту новую надежду. Лоренцо показался ей честным и надежным союзником. Когда взошло солнце, явился лейтенант Ориго, чтобы отвезти графа Теба к коменданту. Какая это неприятная, сложная история, — сказал Рамиру, — если бы я знал, что офицеру королевы Испании представляется столько препятствий на острове Тенерифет, я бы непременно отказался от поручения, данного мне испанским посольством в Париже. Ориго легким движением руки попросил графа следовать за ним. — Отец Генри Куэс, — обратился Рамиру к монаху, — иди, пожалуйста, со мной. — Я вовсе не намерен отвыкать от своей привычки, в которой даже не отказывала мне сама королева. Ориго поверил словам Рамиру, так как и на Тенерифе уже было известно, что Изабелла окружает себя монахами. — Это, как видно, заражает тех, — подумал лейтенант, — которые хотят быстро подвигаться в чинах, и мне, по возвращении в Испанию, придется держать при себе такого патера. Энрико и Рамиру вышли из караульни и последовали за лейтенантом, который мимо причала, окопов и стен провел их в город Санта-Крус, который представляет довольно приятный вид. Многочисленные площади его были украшены кокосовыми пальмами и миртовыми деревьями, и почти у каждого дома был балкон и цветник. Недалеко от гавани Ориго повернул в сторону и подошел к красивому дому, перед которым также стоял пост. Рамиру и монах последовали за ним. Войдя в дом коменданта, лейтенант попросил графа и монах подождать немного, пока о них доложат Дону Фьерто. Рамиру и монах имели еще случай обменяться несколькими словами, и затем были введены в покои комендант. Дон Фьерто, зять Примульто, был еще довольно молодой человек, принадлежавший к числу тех избранников судьбы, которые имели какого-нибудь доброго родственника при Мадридском дворе. Такой брат или зять обыкновенно заботился о том, чтобы все его родственники получили доходные места, и Дон Фьерто, во всяком случае, был обязан не чину и заслугам местом коменданта острова Тенерифе. Рамиру и монах не без душевной тревоги вступили в его приемную зал. Здесь не следовало произносить ни слова о их личности и письме, иначе они были потеряны, потому что Дон Фьерто был строгий исполнитель приказаний относительно ссыльных. При входе их комендант стоял к ним спиной у большого круглого стола, на котором лежало множество карт и атласов. За другим столом сидело несколько адъютантов и секретарей. — Кто вы такой? — спросил Фьерто, не поднимая глаз. — Капитан Ее Величества Королевы, граф Теба. — Теба. — Теба, — проговорил комендант небрежно, — это, вероятно, новое дворянство. — Что привело вас на Тенерифе? Рамиро закусил губы. Он охотно дал бы наглому выскочке подходящий ответ, но не сделал этого из осторожности ради Энрики, надеясь скорее отделаться коротким объяснением. — У меня есть важное письмо к господину генерал-губернатору, — сказал он серьезно. — Где оно и от кого? — Я, кажется, не обязан подробно объяснять этого, — отвечал Рамиро, раздосадованный дерзостью Фьерто. Комендант взглянул на офицера и увидел при этом его провожатого. — А что надо этому монаху? — спросил он коротко. — Это мой духовник, отец Генрикоэс, который всюду сопровождает меня. Фьерто иронически улыбнулся. — Задержать на три дня корабль, на котором эти господа приехали, — приказал он, снова поворачиваясь к столу, как бы показывая графу, что он может идти. — Я не могу согласиться на такую задержку, господин комендант, так как мое поручение безотлагательное. Поэтому я предпочитаю вернуться назад в Испанию, чтобы сообщить там, что на острове Тенерифе мне нарочно создавали различные смешные препятствия. — Вы, кажется, забываете, господин капитан, что вы в крепости. — Но чтобы доказать вам, что я вовсе не намерен делать вам исключение, и во избежание дальнейших объяснений, я тотчас же прикажу подвергнуть вас и вашего духовника маленькому обыску, после чего вы тотчас же можете отправляться к генерал-губернатору. Фьерто позвонил. Рамиро был поражен. Энрико сильно дрожало. Что предстояло ей? — Подвергнуть господина графа Теба и его духовника обыску, — приказал комендант, вошедшему лейтенанту Ориго. Рамиро знал, что нельзя было противиться этому приказанию, да и к тому же, что касается его, он без дальнейших разговоров повиновался бы этому предписанию. Но надо было во что бы то ни стало освободить от него Энрику, иначе расстроился бы их план. В комнате, назначенной для обысков, они застали несколько чиновников, которым Ориго сообщил приказание дона Фьерто. — По устранению этого последнего препятствия, я буду иметь удовольствие отвезти вас к господину генерал-губернатору, и тогда вы беспрепятственно можете посетить крепость, — сказал лейтенант и вышел. — Черт возьми, — прошептал Рамиро, — вот проклятая история. — Нет ли у господ какой-нибудь контрабанды? — спросил один из чиновников. — Все, что я привез с собой, это мой кошелек. И вот это письмо к дону Алонсо Канге. А этот паттер, это мой духовник, за которого я ручаюсь. — Не были ли вы или ваш провожатый больны? — спросил врач, подходя к Рамиро и пристально глядя на него. — Мой духовник и я совершенно здоровы, могу уверить вас в этом честном словом, как капитан Ее Величества, королева Испании и как граф Теба. — Значит, нам ничего не остается более делать, — проговорил военный врач, обращаясь к чиновникам. — Что же скажет про себя монах? — спросил один из них. — Отец Генрикуис, мой постоянный провожатый, я ручаюсь за него, — сказал Рамиро. — В таком случае дальнейшему вашему посещению острова нет никаких препятствий, — отвечал врач, кланяясь. Это было для Рамиро и для Энрике более чем благодеянием. Они вышли из дома коменданта, чтобы в сопровождении лейтенанта Ориго отправиться во дворец генерал-губернатора, к которому было адресовано письмо Оло Цаги. Податель этого письма не знал его содержания. Но осторожный и во всех случаях молчаливый Солюстян сказал ему, что по этому письму все устроится по их желанию. После продолжительной ходьбы по улицам Санта-Крус они достигли, наконец, богатого и стоявшего на прекрасном месте дворца Дона Алонсо Канги. В то время как четыре дворянина королевской гвардии начинали свою блестящую карьеру, Дон Алонсо Канга часто участвовал с ними в сражениях и в особенности подружился с Оло Цагой. Затем он отличился на острове Куба под предводительством генерала Конхи и получил место генерал-губернатора острова Тенерифе, которое, кроме приятной покойной жизни, приносило ему и значительные доходы. Он был здесь регентом. Воля его беспрекословно исполнялась. Высшая власть была в его руках. Он был маленьким королем, который окружил себя и свое семейство княжескую роскошью. Сильно огорчило его известие о ссылке дорогого ему Серано и других генералов на пустынный остров. Добрый старик часто тайком проливал слезы, хотя, по-видимому, исполнял все обязанности, налагаемые на него службой. Герцог де ла Торре все-таки был обязан единственной его влиянию, что во всех укреплениях имел для себя отдельный дом с прислугой и комфортом, и пользовался различными преимуществами. Ориго ввел графа Теба и монаха во дворец генерал-губернатора и удалился, чтобы вернуться к портовой страже. Ромиро объяснил адъютантам, что привез важное письмо к дону Алонсо Канге, которое вы лично желаете вручить господину губернатору, господин граф? – очень вежливо спросил адъютант. – Да, я бы этого очень желал. – В таком случае я вас прошу последовать за мной в укреплении Фернандо, так как господин губернатор в эту минуту находится там. Я готов следовать за вами. Отец Генри Куэс пойдет вместе с нами. – Так как письмо, которое я имею вручить дону Алонсо Канге, касается и его. – Сделайте одолжение, господин граф. До укрепления Фернандо недалеко. – Наконец-то мы у цели, – прошептал Ромиро, обращаясь к Энрике, и пошел за адъютантом через подъемный мост мимо окон к воротам укрепления Фернандо. Сильно забилось сердце Энрике при виде крепости, в которой находился ее супруг, не подозревавший, что она так близко от него. – Что скажет он, – невольно подумала она, – если я вдруг предстану перед ним. Какое блаженство упасть к нему на грудь после такой долгой разлуки. Энрико прибавило шагу. – Скоро, скоро настанет минута, – подумала она, – которая сгладит всякий страх и тревогу. Ромиро уверял меня, что дон Алонсо Канго поможет нам бежать. Они подошли к укреплению Фернандо. Днем ворота крепости были отперты и охранялись караульными постами, так как в ней были также жилища служащих. Обширные площади, украшенные пальмами, апельсиновыми деревьями и другими роскошными растениями, следовали за коротенькими улицами. Рядом с огромным каменным зданием, в котором находились казематы арестантов, стояло несколько красивых домов для ссыльных, из которых первый содержал гауптвахту и присутственные залы. В этот-то дом и вошел сопровождавший Ромиро и монаха-адъютант. Господин губернатор обыкновенно занимается в верхней зале, поэтому потрудитесь войти сюда, господин граф. Офицер остановился у двери, чтобы пропустить Ромиро и монаха, и затем доложил о них генерал-губернатору. Ромиро вошел в залу, между тем как Энрико осталось в передней зале. — Вы приехали из Испании, господин граф? — Что привело вас сюда? — спросил дон Алонсо Канго, высокого роста мужчина с гордой осанкой и лицом, внушающим доверие. — Мне поручено передать вам, господин губернатор, письмо от дона Салюстиана де Олоцаги, — отвечал Ромиро, передавая письмо пораженному Гранду, с которым он был наедине в зале. — От моего дорогого Олоцаги, о, приветствую вас, граф! Давно уже я не имел никаких известий о нем, и осторожный дон Салюстиан предпочел просить вас лично передать его мне. — Да, господин губернатор, вероятно, этого требовала важность письма. Канго сломал печать и раскрыл конверт. — От моего дорогого друга! — Вот радость-то! — Как?! — внезапно воскликнул он, взглянув на Ромиро с просиявшим лицом. — Вы, сын дона Салюстиана, господин граф! — Позвольте же мне приветствовать и обнять в вас моего старого, бесценного друга, он пишет мне, чтобы я принял вас так, как принял бы его самого. От всей души готов это сделать, — сказал Канго с блестящими от радости глазами, прижимая тронутого этим ласковым приемом молодого графа к груди усеянной орденами. — Вот приятный сюрприз. В то время как добрый старик опять принялся отчитать письмо, Ромиро внимательно следил за выражением его лица, старался прочитать на нем впечатления, произведенные этими строчками. Губернатор немного побледнел и несколько раз изумленно и полуласково подымал глаза на Ромиро, затем продолжал читать. — Известно ли вам содержание письма, — спросил наконец Канго, — мне известен лишь смысл его. — Ну, мой юный друг, этим письмом дон Олоцаго доказал мне, что он во всем полагается на своего сына. Передавая вам это письмо, он был убежден, что вы скорее броситесь в море, чем отдадите его в чужие руки. Благодарю небо, что вы так счастливо добрались до меня, — проговорил Канго и пожал Ромиро руку. — Монах, о котором говорится в письме, монах Генри Куис будет, по моему приказанию, отведен к маршалу Серано. Вы же, господин граф, вступите в гарнизон острова, и завтра я вас представлю офицером. Ромиро с изумлением посмотрел на губернатора. — Завтра, — пробормотал он, — мне бы хотелось, — в таком случае вступайте сегодня же. Гарнизону весьма будет приятно, что вы уже сегодня зададите ему пир. Легера может сейчас же пристать к берегу и именно в том месте, где молы прилегают к караульням. Если вы желаете видеть маршала Серано и прочих сосланных генералов, я позабочусь о том, чтобы вам был представлен случай сегодня вечером. Ведь у вас же есть с собой деньги. — О, достаточно, господин губернатор, я, кажется, понял вас. Гарнизон, с вашего позволения, сегодня вечером будет праздновать мое вступление. — Как обыкновенно делается, это старые обычаи, и почему бы мне и не доставить беднякам это развлечение, которое и составляет для них редкость? Не жалейте денег, господин граф. — Все ли ссыльные в укреплении Фернандо? — Да, в тех больших домах, которые вы видите отсюда из окна. А это здание тянется вплоть до гавани? — Совершенно верно. — У вас хорошие глаза, господин граф, — сказал губернатор и подошел к нему ближе. — Я вижу, вы поняли меня. — Будьте осторожны и все обдумывайте, молодой друг. Хотя я и товарищ вашего отца и прочих гвардейцев королевы, но все-таки не могу более ничего сделать. Вы, вероятно, заметили, что в гарнизоне есть люди, которые, прежде чем настанет катастрофа, тотчас же донесут о малейшем колебании с моей стороны в Мадрид, а тогда не только затруднится наше дело, но и может дойти до ужаснейшего кровопролития. Пойдемте, молодой друг, будьте моим гостем. Выходя с Доном Кангой из залы, Ромиро встретил в передней Энрику, которую представил губернатору как монаха Генри Коэса. Алонсо Канго приказал одному из адъютантов отвезти патера к маршалу Сарано. Ромиро еще имел случай шепнуть монаху, все готово. К вечеру я встречусь с вами у герцога де ла Торре, чтобы переговорить о бегстве. Будьте осторожны и покойны. Сегодня же ночью все должно решиться, губернатор на нашей стороне. Между тем, как Дон Алонсо Канго, дружески беседуя с графом Теба, вышел с ним из присутствующего зала, чтобы вернуться в свой дворец к обеду, Энрико последовало за адъютантом. Пройдя несколько караульных постов, адъютант постучался в дверь одной из комнат. Громкий голос отвечал им из комнаты. Войдите. — Патер Генри Куэс, господин Маршал, шел Серано, здесь. Так как он уже знает о вашем прибытии, то вы можете явиться без доклада. Адъютант удалился, а монах тихо и осторожно отворил дверь. Энрико думал, что он войдет в арестантскую комнату, в которой, кроме Франциско, будут еще, может быть, караульные, и потому сильно изумилась. Увидев себя в комнате, устроенной со всевозможным комфортом, Серано сидел за письменным столом и, по-видимому, заканчивал какие-то письма. Услышав скрип двери, он поднял глаза. — Что это значит? — сказал он холодно. Энрико хотела броситься в объятия своего мужа, но вспомнила совет Рамиро быть осторожной. Дрожа всем телом, она остановилась у двери. — Что вам нужно? — спросил Серано тем же неприветливым голосом. — Тебя. — Тебя, мой Франциско! — прошептала Энрико со слезами на глазах, откинув назад капюшон. — Тебя ищу я, тебя должна была я найти, хотя бы мне это стоило жизни. — Что это? Сон? — вскрикнул Серано, быстро вскочив со стула. — Энрико! — Моя Энрико! Ты ли это? — Я не считал возможным, чтобы ты могла подвергнуться тысячам опасностей. Я все еще не знал силы твоей любви. О, я счастливейший из смертных! Франциско в восторге прижал к груди свою прекрасную жену, которая в рясе монаха, подвергаясь разным опасностям, совершила далекий путь, чтобы увидеть его. — О, ты любящее сердце! — проговорил Франциско, покрывая жену поцелуями. — Эта минута для меня такое блаженство, о возможности которого я даже никогда не осмеливался думать. Я должна была тебя видеть, я должна тебя спасти, Франциско. Жизнь без тебя мне стала невыносима. Мария... — Я знаю все. — Энрико, не растрабляй моих сердечных ран. Будем благодарить Пресвятую Деву за то, что она сохранила жизнь нам обоим. Мы довольно выстрадали. Теперь должно настать другое время. Ты уже знаешь о заговоре. Прим едет сюда, чтобы освободить меня и других генералов. Прим ждет тебя в гавани на пароходе Легера. — Рамиро привел меня сюда, мы должны бежать сегодня же ночью. — Я это предчувствовал, увидев тебя вдруг в моих объятиях, дорогая Энрико. — Рамиро придет сюда вечером, чтобы переговорить обо всем. То Петэ ждет нас в Кадиксе. Сегодня же ночью ты опять будешь свободен и вместе со мной вернешься в Испанию. — Наконец-то прекратится время произвола. Наконец-то восстанет народ, чтобы сбросить с себя позорное иго, которое тяготеет над Испанией. — Но теперь позволь мне насладиться счастьем полюбоваться на тебя, дорогая Энрико. В этой рясе ты совершила весь путь, ловко сумела скрыть себя. Нечего сказать, и все это, чтобы увидеть меня. Да, достоин зависти тот, которому принадлежит такое сердце. Глаза Сиранова наполнились слезами, и его лицо просияло искренней радостью. Нам предстоит короткое время тревоги и борьбы. И Дальмонте сделается для нас раем. Сердце мое жаждет этого времени Энрико, и оно уже недалеко от нас. К вечеру, когда солнце скрылось за океаном, в комнату вошел Рамиро и крепко обнялся рану. Генералы извещены обо всем. В первом часу ночи они выйдут из своих домов и встретятся с нами на условленном месте, — быстро проговорил Рамиро. — А стража? — Не заботьтесь об этом, господин маршал. Никто не помешает ни вам, ни прочим генералам. Но извините, я опять должен удалиться, и вы также, Донна Энрико, должны проститься с маршалом. Мы должны устроить все так, чтобы с наступлением ночи все было готово к бегству. Потрудитесь, Донна Энрико, вернуться на пароход. Рамиро прав. Надо заранее устроить все, чтобы в последнюю минуту было как можно меньше опасности. Но мне бы так хотелось остаться у тебя. Через несколько часов мы опять увидимся. Да сохранит тебя, Пресвятая Дева. До свидания, Франциско. Серано поцеловал жену, и она опять надвинула на лоб капюшон своего плаща. — К полуночи будьте готовы, — прошептал Рамиро. — После того, как пробьет двенадцать, подождите еще полчаса, и затем преспокойно выходите из дома и отправляйтесь под тень вон того здания. Там вы найдете генералов и меня. — Есть ли у тебя оружие на всякий случай? Я обо всем позаботился, но нечего терять времени. До свидания. — Энрико и Рамиро вышли из дому. Серано остался в своей комнате, мучимый ожиданием и нетерпением. Он подошел к окну и стал следить за удалявшимся монахом. Дойдя до ворот, Энрико вернулась и еще раз взглянула на окно Серано и затем скрылась за домами, чтобы вернуться в город и затем на пароход. Рамиро при содействии губернатора позаботился о том, чтобы как в караульне гавани, так и во все укрепления были принесены корзины лучшей мальвазии для офицеров и целые чины вина для солдат, и внутренно смеялся от удовольствия, видя, с каким напряжением офицеры и солдаты ждали наступления вечера. Ориго и Лермо, лейтенанты портовой стражи, с восторгом смотрели на корзины, принесенные в караульню, и Лермо неоднократно выражал сожаление и раскаяние, что так неласково обошелся с графом Теба. — Но кто бы мог предположить это? — сказал он, обращаясь к Ориго. — Как жаль, в самом деле. Если бы я знал, с какой целью граф приехал сюда, я бы просто дружески встретил его. — Ну, сегодня мы хорошенько выпьем за его здоровье, господа! — продолжал он, обращаясь к офицерам. — От всей души отпразднуем вступление в должность господина графа. С наступлением вечера в Санта-Круз закипела шумная и веселая жизнь. Во все казармы были принесены чины с вином, солдаты громко пели, играли в карты и кости. В караульне укрепления Фернандо был отведен нижний этаж для игры и танц, в Верхнем офицеры весело праздновали вступление в должность графа Тева. Каждый с удовольствием пользовался прекрасным случаем насладиться восхитительной мальвазией, и когда в десятом часу вечера в кругу офицеров появился Рамиро, тостом и разным излиянием дружбы не было конца. — Суда, господин граф! — кричали за одним столом. — За ваше здоровье и за здоровье избранной вашего сердца! — И нас не забудьте, — сказал хриплым голосом один из офицеров за другим столом, протягивая стакан Рамиро и, не замечая, как вино вылилось на мундир товарища. — Вспомните нас, граф Теба! — Полным стаканом должны вычокнуться с нами и доказать нам свою дружбу. Пейте, господин граф, если хотите жить как товарищ с офицерами Санта-Круз. — Пейте, пейте, — повторило множество голосов. — Сюда, господин граф, за ваше здоровье в виват! Рамиро, самодовольно улыбаясь, переходил от одного стола к другому. С радостью заметил он, что и в нижнем этаже вино произвело такое сильное действие, что скоро посты перед караульней и воротами, забыв все инструкции и следуя примеру своих начальников, вошли в комнату, побросали оружие по углам и, желая разделить веселье товарищей, с большой жадностью принялись за содержимое бутылок. Сарано увидел из окна, как удалились и караульные, стоявшие перед домами ссыльных. Они знали, что в этот вечер ответственность за такое нарушение службы будет не очень строгой, так как хорошие друзья, уже сами полупьяные, с изумительной быстротой сообщили им, что даже ни один из лейтенантов не думает оторваться от пирушки и что они были бы дураки, если бы сами не захотели разделить всеобщее веселье. Последнее шифрованное письмо Топете, которое привело в отчаяние королеву, не могшую найти к нему ключа и, следовательно, ничего не выигравшую тем, что оно было найдено в Дельмонском замке, сделалось для Сарано о том, как в нем говорилось о приготовлениях к какому-то смелому перевороту, о скором освобождении изгнанных генералов, которое должно было служить сигналом ко всеобщему восстанию. Сарано при случае во время прогулки сообщил это генералам, но никто из них не верил, что желанный час так близок. Из противоположной караульни доносились шум и пение. Сарано взглянул сквозь темноту на берег, у которого стояла Легера. Энрико и Прим, подобно ему с бьющимся сердцем, ждали первого часа ночи, который даст их другу свободу, чтобы он снова мог принадлежать своей родине и супруге. — Нет милости, нет пощады, — мрачно пробормотал герцог де ла Торре. — Испания погибнет, если не разразится гроза, если она не освободится от толпы жалких кровопийц и лицемеров. Долой их! Долой королеву! Если мы не уничтожим ее, она уничтожит нас. Борьба, которая начнется сегодня ночью, пойдет не на жизнь, а на смерть. Это будет борьба за существование. Мы не раз предлагали свою помощь. Теперь это время прошло. После жаркого дня горизонт покрылся к вечеру каким-то красноватым паром. С балкона губернаторского дома можно было видеть, как этот пар, с закатом солнца приняв желтоватый цвет, стал подниматься все выше и выше, рассеялся туманом, и небо стало мало-помалу покрываться черными тяжелыми тучами. Только там и сям виднелись отдельные звезды, но луна совершенно покрылась тучами, так что ночь была темная и знойная. Сырано счел это за хороший знак, накинул свой серый плащ и остановился у окна, готовый каждую минуту воспользоваться темнотою ночи. Наконец раздался глухой бой часов на башне крепости. Сырано не ошибся, была полночь. Из караульни все еще доносился до него шум пировавших солдат. Кругом не было видно ни одного человека, ворот крепости были заперты и отворялись, как и всегда, только на минуту, чтобы впустить запоздалых жильцов. Глубокий мрак покрывал узкие улицы и площади. Свечи в подвальных окнах казематов уже давно потухли, а арестанты, с которыми ни один добродушный солдат поделился глотком вина, уже покоились на своих жестких постелях. Ничто не шевелилось в крепости. Здесь были спавшие преступники, а там шумно пировавшие солдаты. Вдруг Сырано увидел несколько темных, тихо прокрадывавшихся к нему фигур. И трепет пробежал по его телу. Желанный час настал. Но что, если эти закутанные в плащи и осторожно подходящие люди или изменники, или офицеры при исполнении своих обязанностей? А все равно прошептал он с решимостью вперед. Он плотнее закутался в плащ и осторожно отворил дверь своей комнаты. В коридорах не было ни одного солдата, но выход на улицу был заперт. — Дураки! — пробормотал Франциск. — Дорога через окно так же удобна. Перуйте, чокайтесь, ломайте стаканы и напивайтесь вином Рамиру. Завтра вы найдете пустые дома. Но скоро голос донесется и до вас из Испании, потому что высокая цель одушевляет тех, которые начинают сию же ночь в великое дело свободы. Сырано вскочил на окно и стал спускаться по стене. Осторожно и тихо спустился он на землю и, прислушиваясь, стал осматриваться кругом. Ничто не шевелилось. — Еще минута, и мы не будем больше безоружны. Тогда нам не придется прокрадываться, как вором. Да будут прокляты те, которые послали нас сюда. Быстрыми, бесшумными шагами поспешил Сырано к крепости. В темноте, господствовавшей кругом, его не мог заметить даже караульный солдат. Через несколько минут он увидел на некотором расстоянии от себя несколько фигур, плотно закутанных в темные плащи. Маршал Сырано послышался ему голос Рамиро. — Мы все здесь. Поспешите. Франциско поздоровался с друзьями. Конха стал торопить в дорогу. Орензи и Миссино, исполненные радостью, пожимали Франциско руку. Олано передал ему заряженные пистолеты шпагу. Милан и Орибе пошли вперед. — А есть ли у тебя ключ от ворот? — спросил Сырано, взволнованного Рамиро. — Все в порядке. Вперед. Мы пройдем мимо портовой стражи. — Отлично! — прошептал Сырано, следуя за друзьями по маленькому открытому месту, поросшему травой, которое им казалось кратчайшим путем. Рамиро боялся, что Лоренцо... Который дал ему слово занять пост в эту ночь, в пирушке забыл свое обещание, и тогда все было потеряно. Если бы им даже удалось тайком достать ключи от ворот из караульни, то они и тогда не могли бы попасть в гавань, так как их отделяли от города еще другие ворота, между тем как этим путем они благополучно достигли бы известного нам маленького домика портовой стражи, вблизи которого стояла Легера. Грудь Рамиро высоко вздымалась, когда он приближался к условленному месту, а генералы следовали за ним. Он приложил губы к замку ворот и крикнул, понизив голос, Лоренцо. Ответа не последовало, но Рамиро услышал шаги. – Добрый Лоренцо, – повторил он немного громче, – ты здесь? – Лоренцо здесь, но кто его зовет? – Вот отличный, осторожный малый, – радостно прошептал Рамиро. Он сдержал слово. – Этого мы не должны забыть. Граф Тебо зовет тебя. Добрый Лоренцо, граф Тебо и его друзья. – Я сейчас принесу ключи, – отвечал солдат, отходя от ворот. – Будьте мужественны и осторожны, господа, – сказал Конха. – Возьмите в руки оружие, – когда мы оставим за собою эту проклятую толстую стену, тогда уж ничто не будет нас задерживать. Сэрано, полный ожидания, подошел к Рамиро. – Он идет, – проговорил последний. – У него ключи. – Слава Пресвятой Деве! Тихо и осторожно повернулся ключ в большом замке, ворота отворились, и Сэрано и Рамиро увидели покрытую мраком гавань и караульню, в которой раздавался неистовый шум. – Они все готовы, – прошептал Лоренцо, смеясь, – лежат на полу и ревут, как дикие звери. Таким образом мне было нетрудно достать ключ. – Но что это такое? – Лоренцо стал считать. – Кроме господина графа, еще семь офицеров, – продолжал он. – О, Пречистая Дева Мария, ведь это маршал Сэрано, а это… – Тише, Лоренцо. – Ты отправляешься вместе с нами на Легеру дезертировать, о, Пресвятая Дева! Я… – Погиб, не бойся, Лоренцо. – И оставь проклятый ключ в замке. – А то этот скрип, пожалуй, еще выдаст нас, – сказал Ромиро и схватил солдата за руку. – О, мой конец! – Мой последний час настал, – стонал Лоренцо, не зная, что делать. – Если ты не последуешь за нами, мы будем принуждены оставить тебя здесь, и тогда ты действительно погиб скорее. Ты будешь капралом, как только ступишь с нами на испанскую почву. – Господину графу хорошо обещать, но ты под нашей защитой, – прошептал Сэрано. Ромиро пошел впереди, но вдруг остановился. Он услышал голоса, и мороз пробежал по его коже. Неужели хватились ключа? Он сжал кулаки. – Ради всех святых! – крикнул он, освобожденным генералом, с корежища зубами. – Ложитесь на землю! Спрячьтесь в траве, и не выдавайте себя ни одним звуком. Ты, Лоренцо, ходи взад и вперед. – О, конец мне! Пресвятая дева! Виселица, виселица, – вздыхал солдат, между тем, как освобожденные растянулись на земле. Ромиро, как ни в чем не бывало, приблизился к караульни, мимо которой, шатаясь и насвистывая какую-то песенку, прошел лейтенант Лермо. – Эй! – пробормотал последний. – Что это такое? Если я не ошибаюсь, здесь кто-то есть. Это, верно, один из товарищей, который, подобно мне, хочет минут подышать свежим воздухом. Эй! Валеро! Ранкуэ! Сориго! Кто это из вас? – Ни один из названных вами, дорогой лейтенант Лермо, – отвечал Ромиро, подходя к офицеру, которого он в душе посылал ко всем чертям, но с которым решился обойтись ласково, в надежде удалить его этим скорее. – Ну, кто же это такой? – Вы опять шутите, лейтенант. – Неужели вы не знаете или не узнаете своего старого товарища? – Я одержу пари, что вы только что пили за его здоровье, а это очень лестно. – Черт меня возьми! – И чем скорее, тем лучше, – тихо прошептал Ромиро. – Неужели это вы, граф Теба? – вскрикнул обрадованный лейтенант, едва державшийся на ногах и протягивавший руки, чтобы обнять капитана. – Вот так счастье! – Но как же вы попали в этот закоулок? Лучше вернемтесь в офицерскую комнату и выпьемте за ваше здоровье. – Ну, идите, не сопротивляйтесь. – Завтра. – Дорогой лейтенант, завтра. – Что завтра? – Сегодня мы в отличном настроении, а это не всякий день бывает. Пользуйтесь минутой. – На этом основана вся наша мораль. – Разве я не прав, граф Теба? – На этом основана вся наша мораль, – говорил Лермо, который, как все пьяные, с особенным удовольствием повторял свою мысль и несколько раз принимался целовать своего нового друга. – Я немного пьян, дорогой лейтенант, и потому немедленно хочу… – Да, да, это видно, – отвечал Лермо, громко смея сибиряра мира под руку. – Мне даже кажется, что вы немного шатаетесь. – Ну, еще одна бутылка не повредит вам, граф Теба, я это знаю, ведь в голове и без этого завтра будет шуметь. Пойдемте по этой дороге. – Нет, дорогой лейтенант, я уж вернусь на Легеру и лягу спать, к тому же уже поздно. – Спать? – Разве можно спать после такого пира? Ей-богу, вы нам сегодня доставили превосходное удовольствие. Рамиро сильно боялся, что Лермо нескоро отвяжется от него. – Я не хочу мешать вам, дорогой лейтенант. – Ей-богу, вы немного шатаетесь, поэтому пустите меня скорее. В таком случае я проведу вас до корабля, чтобы с вами не случилось по дороге несчастье. Рамиро, которому эта встреча была крайне неприятна, так как скоро должно было пробить два часа, невольно засмеялся. – Вы отличный товарищ граф Теба. – Но сегодня под хмельком, – продолжал Лермо, между тем, как Рамиро направился с ним к пароходу, темные очертания которого все яснее и яснее обрисовывались перед ними. Из трубы Легеры выходил дым, который казался иногда таким красным, что Рамиро сильно боялся, чтобы его не заметил Лермо. – Ваша Легера уже топится? – вдруг вскрикнул последний. – А вы хотите сегодня спать на ней? – Она отчалит не раньше, как завтра в полдень. – Ваш машинист, верно, пьян? – Что уже теперь велел затопить? – Не упадите с трапа, граф, ради бога, будьте осторожнее. – Желаю вам удовольствия, – отвечал Рамиро, видя, что Лермо наконец готовится повернуть назад. – Завтра мы увидимся. – Увидимся, покойной ночи, – Рамиро прошептал несколько слов на прощание, и лейтенант, напевая какую-то песенку, вернулся в караульню. Едва он скрылся в темноте, как Рамиро, которого Прим, стоявший на палубе, к величайшему изумлению увидел одного без генералов, вновь сошел на причал и пустился бежать к освобожденным генералам. Он подал генералам знак, те быстро последовали за ним в сопровождении Лоренцо, который все еще боялся быть схваченным портовой стражей. На церковных башнях Санта-Крус пробило два часа. Сарано спешил рядом с Рамиро Клигери, с которой раздавался шум, но никто, по-видимому, не слышал его. Ночь была темна, и если посты в окопах и видели красный дым, выходивший из трубы, то не обращали на это внимания, уверенные, что все в порядке, так как пароход стоял близ караульни. Приблизившись к берегу, Рамиро, отступив в сторону, пропустил сперва маршала Сарано, за ним последовали другие генералы, затем потащил за собою капрала Лоренцо и, убедившись, что все были на борту, велел матросам убрать трап. В то время как Сарано обнимал Энрику и своего старого верного друга Жоанна Прима, капитан Легеры приказал отчаливать. Вода зашумела, пароход двинулся, и Энрика, сбросив с себя Риасу, упала на колени, чтобы вознести благодарственную молитву за освобождение и спасение. Легера плыла между моллами, черные волны, освещенные красноватым огоньком маяка, ударялись о борта быстро мчавшегося парохода. — Вперед, вперед! — раздавалось приказание капитана. Изгнанники увидели за собою гавань Санта-Крус, мало-помалу исчезавшую в темноте. Впереди их ждала свобода. Глава двадцать седьмая Схватка в открытом море Прим снял с себя капитанский мундир и опять превратился в маршала Испании. Как два героя стояли он и Серано на носу Легеры, под них Энрика и Рамиро, а позади генералы. Приятный ночной ветер дул им в лицо, и они сбросили свои плащи, чтобы вдохнуть в себя свежесть морской прохлады. Изгнанники возвращались на родину, везя с собой подарок, который они в крайнем случае готовы были отстоять своей кровью, а не везли свободу, которой жаждала окутанная цепями Испания. Рука об руку стояли они друг подли друга. То Пете ожидал их в Кадиксе, Олоцага делал разные приготовления, и даже старый Эспартеро, герцог Виттории, этот испанский Лафаэт, принимал участие в их предприятии и с нетерпением времени. Возвращение их должно было стать сигналом к восстанию. Священный час приближался. Сырано и Прим стояли на полу белигеры, и взоры их были устремлены на отдаленный берег их отечества. Они вышли из молов, и пароход с удвоенной быстротой стал рассекать высокие волны. В ту минуту, как они прошли мимо маяка, в окопах острова глухо раздался сигнальный выстрел. Что это значило? Оба маршала Испании обернулись и взглянули на гавань, из которой только что вышли. Неужели заметили их бегство? — Страшна минута напряжения. — Вижу корабль! — раздался голос капитана. Общее смятение следовало за его словами. — Крейсер останавливает его. Это пароход Королевского флота, — продолжал капитан. Прим побледнел, и взоры Сырано помрачились. — Что такое? — пробормотал он, как послышались приказания офицеров. — Крейсер и пароход пускаются в погоню за Легерой, — сказал капитан, обращаясь к маршалам. В окопах раздался второй выстрел. — Нам предстоит тяжелая работа, — проговорил Прим серьезно. — Легера, принадлежит тебе, Жоанн, прими команду. — Пушки заряжены, и все готово к сражению, — сказал Прим. — Донна Энрико, потрудитесь спуститься в кают. — Это новая опасность, возможности которой я и не подозревала. О, мой Франциско! — Может быть, оба корабля спокойно пройдут мимо нас? — Будь спокойна, дорогая Энрико. Если на нас нападут, мы вступим в сражение. — Два корабля против Легеры. — Пощади свою и мою жизнь, — прошептала Энрико, обнимая своего супруга, затем с тяжелым сердцем спустилась в каюту и встала на колени. — Все ли вы достаточно вооружены? — спросил Прим генералов. — Дело может дойти до рукопашного боя, если нас остановят. К пушкам молодцы! — Предоставьте нам пушки! — Воскликнули Конха, Орензи и Милан. Пусть гарнизон останется на своем посту. — Странное зрелище, — сказал Прим, улыбаясь, — у каждой пушки будет стоять по генералу. — Клянусь честью, этого не видела даже королева Испания в самые лучшие свои времена. Хорошо, господа, фитили в руки и дожидаться приказаний. — Видишь ли ты темные очертания кораблей? — спросил он, показывая на море Серано, подле которого стоял Рамиру. — Мне кажется, что они, как два неприятельских привидения, выходят из моря. — Негодяи имеют перед собой свет маяка и могут лучше видеть, чем мы. Капитан Легеры отдал приказание, пароход полетел еще быстрее и, казалось, далеко опережал оба корабля. Он повернул в правую сторону и с такой силой рассекал волны, что оба корабля, пароход и крейсер, вскоре остались в стороне. — Стоп! — вдруг донеслось до Легеры через рупор. — Именем королевы Испании! — Черт вас побери! — воскликнул Прим. — Вперед, капитан! — Легера с такой же быстротою помчалась вперед. — Негодяи недурно стреляют, послушаем, чего им от нас надо. Капитан приказал убавить пару. — Стоп! — Или вам не миновать дна морского? — снова раздалось через трубу. — Эти дураки думают, что имеют дело с простой невооруженной лодочкой, — сказал Прим и подошел к капитану, чтобы отвечать через его трубу. — Отчего стреляете вы в Легеру? Оставьте нас в покое! Мы идем из гавани Санта-Крус. — Остановиться! — Кто у вас на борту? — Негодяи подходят ближе, — пробормотал Прим. — Нет ли на вашем корабле супруги герцога де Латорре, переодетые монахом? — Подождите, сейчас вам будет ответ. — Стреляйте, — приказал Прим. Раздались четыре выстрела разом, и четыре ядра со страшным грохотом погрузились в море. Можно было ясно слышать, что этот неожиданный ответ произвел сильное смятение на обоих кораблях. — Теперь вперед! — крикнул Прим. — Со всей силой вперед! Негодяи познакомились с нами. В эту минуту в окопах острова, где, вероятно, было замечено бегство арестованных генералов, засветилось несколько маячных огоньков, свет которых доходил до кораблей, и сквозь телескоп можно было видеть, как второй крейсер спустился на воду, но приготовления, казалось, шли очень медленно, так как богатая пирушка, заданная Рамира, по-видимому, не осталась без действия. Легера продолжала мчаться по пенистым волнам. — Сдавайтесь! — еще раз послышалось о освобожденном. — У вас на борту супруга герцога де Ла Торре, и, вероятно, он сам. Ваш корабль может беспрепятственно плыть дальше, если вы выдадите их. — К черту вас всех, — отвечал Прим, и прибавил еще несколько крепких выражений, невольно сорвавшихся с языка и возбудивших сильное негодование на корабле королевы. — Война объявлена. — Теперь победа должна быть на нашей стороне, — продолжал Прим, обращаясь к гарнизону. — Опять негодяи стреляют лучше, чем я думал. Одно из неприятельских ядер пролетело мимо. Легеры попало в переднюю мачту, которая, с треском упав с высоты, повисла на канате, вследствие чего судно повернуло в сторону. Приказания капитана и офицеров смешивались с криками матросов, которые, подбежав к поврежденной мачте, увидели под ней одного из товарищей, раненого осколками в горло и придавленного упавшей тяжестью. Прочие ядра пролетели мимо Легеры, но неприятельские пароход уже стал делать поворот, увлеченный первым успехом. — Стоп! — скомандовал капитан, и Прим крикнул генералам. — Стреляйте! Раздался страшный треск. В эту минуту, казалось, вся Легера грозила погрузиться на дно. — Эй! — крикнул Прим. — Слышите ли вы, как здесь гремит и трещит? — Вот такие ядра я люблю! — Да-да! Бегите, наемники, преследователи беззащитной женщины! Капитан, вперед! Приказание Прима было исполнено, винт завертелся, и вскоре Легера оставила за собой побежденного неприятеля. Сквозь подзорную трубу можно было видеть, как два крейсера снова вышли из гавани, спеша на помощь осажденным, чтобы преследовать Легеру, но между ними водворился непроницаемый мрак, и расстояние, на который отошел пароход Прима, росло с минуты на минуту. Убитый матрос был отнесен в одну из кают, и Прим и Сирану вскоре убедились, что всякая попытка возвратить его к жизни была напрасна, так как не только сильного удара упавшей мачты было достаточно, чтобы убить его, но и осколки, отделившиеся от нее, смертельно его ранили. Это была единственная жертва неожиданной морской схватки. Легера плыла по высоким волнам, которые усиливались с каждой минутой. Вся палуба была залита водой, так что офицеры и матросы едва были в состоянии держаться на ней. Энрика сильно беспокоилась. Сидя в каюте, она чувствовала, как пароход силою волн бросала из одной стороны в другую и что им грозит новая опасность, не меньшая только что миновавшей. Волны с треском, перемешанным с завыванием ветра, ударялись о корабль, и Энрика, мучимая тревогой и страхом, благодарила всех святых, когда увидела, наконец, Франциско, который с Ромиро спустился к ней в кают. Она хотела погибнуть с ним вместе и умереть в его объятиях. Прим, любовавшийся страшным зрелищем бушевавшего моря, оставался на палубе и вместе с капитаном смотрел за всем происходившим. Оба промокли уже до костей, но твердо решились спокойно и мужественно перенести и эту борьбу. Более трех часов Легера находилась в большой опасности, и когда на востоке стала заниматься заря, разливая бледный свет над разъяренным морем, буря бушевала все с той же силой и представляла страшное зрелище, так как кругом не было видно ничего, кроме высоких темных волн, бросавших корабль во все стороны, как мячик. Как огненный шар, за сетью черных туч, взошло наконец солнце, и на лице капитана, выросшего на море, засияла улыбка радости. — Не пройдет и часа, господин маршал, и море успокоится, — сказал он. Предсказание его сбылось. Солнце разогнало, рассеяло тучи, ветер утих, и вместе с яркими лучами, засиявшими над морем, исчезла и ярость стихии, как бы укращенная какую-то волшебную силою. — Но мы промокли, как водяные крысы, — сказал Прим, обращаясь к капитану. — Надо бы переменить платье. Когда около полудня Легера гордо и торжественно вошла в океан, хотя отсутствие мачты придавало ей вид разбитого корабля, убитый матрос при молитвах гарнизона и генерала, стоявших с обнаженными головами, был опущен на дно моря. Через некоторое время тихого плавания на палубе парохода послышался голос капитана. — Земля! — Берега Испании уже ясно обрисовывались вдали, и изгнанники с сердцем исполненном радости вскоре увидели перед собою родину. Глава двадцать восьмая Топете в Кадиксе Прежде чем продолжать наш рассказ, мы хотим познакомить читателя с важным происшествием, разыгравшимся в Испании в один из последних дней. Мы были свидетелями сцены, происходившей в кабинете королевы между Изабеллой, Гонсалесом Браво и контр-адмиралом Топете, повлекшей за собой преследование Энрике. Эта сцена имела еще и другие последствия. Изабелла не могла преодолеть своего негодования с тех пор, как ей попали в руки шифрованные письма Прима и Серану. Она всю ночь, крайне взволнованная, просидела за бумагами и, узнав случайно по почерку письмо Серано, тотчас же издала приказание пуститься в погоню за Энрикой. — Я думала разлучить этого контр-адмирала с ней, приказав ему немедленно отправиться в Кадикс, но, кажется, этим самым я устроила свидание между ними. Эта сеньора, называющая себя герцогиней де ла Торре, о чем я даже и не подозревала, была уже на пути в Кадикс и при помощи Топете попала на корабль, на котором мчится на Тенерифе в объятия своего Франциско. О! Я умираю от досады и негодования. И этот четвертый дворянин моей гвардии мне так же ненавистен, и я чувствую, что он мой ожесточенный враг. Теперь мне остается только надежда на то, что преследователи настигнут Энрику, и тогда она почувствует мою власть. Для нее во мне нет ни пощады, ни милости. Вместо его объятий она пойдет к позорному столбу. Я заставлю всех показывать пальцами на эту герцогиню из народа, хотя бы то были подкупленные руки. Эта ненавистная мне Энрико будет так глубоко унижена и наказана, как только может наказать моя власть, и это будет настоящим благодеянием моего сердца. Голубые, когда-то столь мечтательные глаза королевы блестели мрачно и неприветливо. Только она хотела дотронуться до колокольчика, стоявшего на богато позолоченном столе ее кабинет, как адъютант доложил о приходе министра президента и генерал-интенданта. — Превосходно, пусть они войдут, — сказала королева, все еще держа письмо Сырану в руке. — Это люди, подходящие к моим планам. Морфория и Гонсалес Браво, низко кланяясь, вошли в кабинет. Это были в настоящее время верные советники и друзья королевы, предпочитавшие их тем отважным и благородным героям, которые когда-то в лучшие дни всегда стояли на ее стороне. Дон Морфория, с грудью усеянной блестящими орденами, с удовольствием заметил, что при его появлении лицо королевы просияло. Изабелла любила этого человека, который был настолько нагл и бессовестен, что при каждом случае хвалился этой любовью. Не дожидаясь приглашения, он подошел к королеве, поцеловал ее руку и многозначительным взором посмотрел ей прямо в глаза. — Дорогой Дон, — начала Изабелла милостиво, улыбаясь, — вы пришли сюда сообщить нам день нашего отъезда, и мы должны сознаться, что искренне радуемся случаю оставить тягостную для нас столицу. — Если вы, Ваше Величество, желаете, двор может уже завтра перебраться в Искурял, превосходно, не будем мешкать. — Как здоровье благочестивой сестры Патручинио? — Может ли она ехать с нами? Доктора сообщили мне, что состояние здоровья благочестивой сестры самое плачевное. Раны причиняют ей самые ужасные страдания и, как кажется, никогда не будут вылечены. — О, будемте молиться за бедную страдалицу, — сказала королева со взором, обращенным к небу. Она перенесла много несправедливостей, и мы должны вознаградить ее за все. Значит, она не может ехать с нами, она очень желает сопровождать Ваше Величество и потому поедет вопреки совету докторов. — И только для того, чтобы быть вблизи нас? — О, эта любовь трогает нас до слез! Как счастливы мы, что, кроме вас, имеем столько верных друзей вокруг себя, и вас, господин министр, мы включаем в их число. — Милость Вашего Величества для меня благодеяние. — Да будет мне суждено и впредь доказывать мою искреннюю преданность Вашему Величеству, — сказал, низко кланяясь, с подобающим выражением лица лицемер Браво. — Для этого вам на днях представится случай, господин министр. — Садитесь, господа, — продолжала королева, опускаясь на мягкую оттаманку. — Нам приятно видеть вас сегодня у себя. — Вы знаете, какую находку мы недавно сделали в замке Дальмонте, и вам также должно быть известно, что контр-адмирал Топете участвует в заговоре, планы которого нам неизвестны, но которые, по всей вероятности, враждебны нам. — Я считаю обязанностью обратить на них внимание Вашего Величества, — подтвердил Гонсалес Браво. — Вы помните, как бессовестно оскорбил вас господин министр контр-адмирал в нашем присутствии? — Этот неотесанный Дон Топете по всей вероятности также принадлежит к числу тех своевольных господ, — прервал Марфори, которые в прежнее время осмеливались считать двор своим домом. — Совершенно верно, дорогой генерал-интендант, — это то выражение, которое мы считаем самым правильным. Да, Дон Топете принадлежит к числу этих господ, и мы должны сознаться, что он нам так противен и при всей своей мнимой честности кажется таким ненадежным и даже опасным, что мы, во что бы то ни стало, хотим его устранить. — Это и мое убеждение, — сказал Гонсалес Браво, — я только дожидался этих слов вашего величества, чтобы приняться за дело. Контр-адмирал так глубоко оскорбил меня, что я считаю делом чести отыскать его в Кадиксе. Но ведь не для того, чтобы вызвать его на дуэль и рисковать своей жизнью. Нет, господин министр, Дон Топете, вы не достоин этого, вы должны придумать иные средства, чтобы сделать его безвредным. К несчастью, письма, которые я имел честь передать вашему величеству, не представляют достаточного основания для этого. — Застрелите его, господин министр-президент, — подхватил Марфори. — Это самое простое средство. — Нет, нет, Дон Топете, как мы имели случай убедиться, очень меткий стрелок, и мы боимся, что вы не устоите против него, но тогда вы, ваше величество, будете иметь средство в руках наказать победителя. Я с радостью жертвую собою для высокой цели служить вашему величеству. — О, мы верим в вашу глубокую преданность, господин министр, и ни на минуту не сомневаемся, что вы были бы в состоянии рисковать для нас своей жизнью. Но настоящее дело недостаточно велико и высоко для такой жертвы. Гонсалес, браво, низко поклонился. Он достиг блестящего успеха. — Так застрелите его, вызвав его предварительно на спор, — советовал Марфори. — В том, что вы не будете за это подлежать наказанию, вы можете быть уверены. Зачем же церемониться с такими отвратительными личностями? — Господин генерал-интендант, мы ничего не хотим знать о заговоре. — Прошу прощения, если я немного увлекся, — отвечал Марфори, — речь идет о наказании, об устранении. Господин министр-президент, лицо оскорбленное, и Донто Пете в отношении к нему, как мне кажется, ничего не может сказать в свое оправдание. В подобных же случаях оскорбленное лицо, не теряя своего достоинства, может, таким образом, отомстить за себя. Гонсалес Браво, который, по-видимому, лучше понял слова королевы, встал со стула. — Я постараюсь в исполнении этого дела выказать себя верным слугой вашего величества, — сказал он с рассчитанной улыбкой, в которой внимательный наблюдатель мог бы многое прочесть, — и прошу только, Ваше Величество, о сохранении высокой милости ко мне и о трехдневном сроке. — Я знаю, как твердо можно рассчитывать на вас, господин министр. Надеюсь увидеть вас через три дня в Искуриале здоровым и счастливым, и могу уверить вас, что я непремену щедро вознаградить вас за верные услуги, — отвечала королева ласково. — Многоуважаемый дон Морфорио, в действительности вовсе не так опасен и страшен, каким иногда кажется. Он немного увлекается. Но я знаю, что он такой же преданный и верный кавалер, как и вы, господин министр-президент, и с каждым днем делается все необходимее для нас. — Да-да, дорогой дон, — продолжала Изабелла с улыбкой, обращаясь к Морфоре, — это мое убеждение. Гонсалес Браво поклонился королеве и Морфоре и отправился готовиться к тайному путешествию в Кадикс. Он отыскал каких-то отставных, разорившихся дворян, сообщил им свое намерение и снабдил их такой суммой, что они через несколько часов превратились в изысканно и роскошно одетых кавалеров, которые как нельзя более подходили к плану благородного министра. В сопровождении этих двух донов Гонсалес Браво отправился в Кадикс, чтобы отыскать контр-адмирала Топет. Не говоря уже об оскорблении, нанесенном ему ненавистным контр-адмиралом, почтенный министр-президент имел двойную причину его уничтожить. Во-первых, того желала королева. Во-вторых, великие инквизиторы Санта-Мадре просили преданного им слугу не пропускать этого удобного случая, а Гонсалес был слишком послушный приверженец паттеров, чтобы не исполнить приказания святого трибунала. Прибыв со своими спутниками в Кадикс, он немедленно же послал одного из них во дворец Топет. Честный и прямодушный контр-адмирал, который, как предчувствовала Изабелла, знал о путешествии Энрике с примом и Рамиро, по получении загадочных, для всех и ему одному понятных шифрованных писем, много занимался разными тайными приготовлениями. Он на днях ожидал Легеру с изгнанными генералами. Возвращение их должно было служить сигналом к всеобщему восстанию, которое начнется с флота, где, начиная с офицеров до простых солдат, матросов, глубоко преданных Топета, слепо исполнялись все его приказания и распоряжения. Путешествие из Кадикса на Канарские острова требовало нескольких дней, и при том различные препятствия и происшествия могли замедлить прибытие парохода. Топета, сильно занятый своими приготовлениями и планами, не находивший ни на что другое времени, был неприятно поражен, когда ему доложили о Доне, приехавшем по поручению Гонсалеса Браво. — Покончимте как можно скорее это дело, — сказал он распространченному дворянину. — Какое поручение имеете вы от господина министра-президент? — Вызов на поединок на пистолетах, господин контр-адмирал, — отвечал секундант. — На пистолетах? — Но, многоуважаемый Дон, вы, по всей вероятности, знаете, что выбор оружия должен предоставляться мне, поэтому ваше предложение слишком опрометчиво, — сказал Топете с обычным спокойствием. — Но, несмотря на то, я не желаю навязывать своему противнику оружие, которое ему не нравится. — Дон Браво любит пистолеты, — хорошо, возьмем пистолеты. — Мне было бы все равно, если бы вы выбрали сабли или шпаги. — Надо уметь владеть всеми видами оружия, так как вы, господин контр-адмирал, чтобы так говорить. — Благодарю за любезность, уважаемый Дон, скажите своему поручителю, что я принимаю его предложение. Мы будем драться на пистолетах. Двадцать шагов расстояния при первом выстреле, пятнадцать шагов при втором, десять шагов при третьем и так далее, но до этого, по всей вероятности, не дойдет. — Значит, сегодня вечером? — Да, можно и так. — Донго Салис Браво имеет только три дня сроку, поэтому надо торопиться. — Потрудитесь прийти со своим секундантом сегодня вечером в десять часов к монастырю, который находится в одной миле расстояния от Трокадеро. — Хорошо, а оружие? — Я принес их с собой, чтобы показать вам, господин контр-адмирал, — сказал дворянин и передал Топете роскошный бархатный футляр, в котором лежали два пистолета. — Потрудитесь убедиться, господин контр-адмирал, что оба пистолета совершенно одинаковы и не разница друг от друга ни на волосок. — Вижу, Дон, но часто случается, что один стреляет легче другого. Однако я об этом не забочусь. Принесите сегодня вечером пистолет. — Но кому же принадлежат они? — Вдруг спросил Топете. — Мне, господин контр-адмирал, и я считаю честью для себя, что они будут употреблены вами и господином министром-президентом. — Хорошо. В назначенный час я буду у монастыря. Мои секунданты — Доны Риверо и Посада. — Честь имею кланец. Топете поклонился посланному Дона Браво, в котором не подозревал изменника. Точно так же, как не видел ничего дурного в вызове на поединок, который был сделан по всем правилам и не представлял ничего особенного. Топете даже рад был случаю отомстить министру-президенту, которого ненавидел, потому что, уничтожив этого листеца и дурного советника-королевы, он надеялся приобрести себе двойную заслугу, так как устранение этого коварного и опасного человека должно было быть полезно для восстания и для самой Изабеллы. Через несколько времени он послал одного из своих офицеров к Донам Риверо и Посада с просьбой ехать с ним в девять часов вечера к монастырю, лежащему за Трокадеро. Доны Риверо и Посада тотчас же догадались, в чем дело, но не знали, кто был противником. Они взяли с собой шпаги и пистолеты и ровно в девять часов вечера подъехали к дворцу Топете, перед которым ждал его экипаж. Долорес со слезами просила мужа быть осторожным и поберечь себя. Но ее Жуан, как обыкновенно в таких случаях, отвечал ей. — Не тревожься, милая Долорес. Ты знаешь, у меня довольно сильная и спокойная рука. К тому же не я вызвал его на поединок, а он меня. Поэтому меня нисколько не опечалит и не обременит мою совесть, если я убью этого негодяя. Прощай, моя дорогая, через два или три часа я опять буду здесь. — А, здравствуйте, друзья, — вскрикнул Топете, выходя из комнаты супруги и встречая Донов, Риверо и Посада. — Нам назначено маленькое рандеву у монастыря. — Вы глазам своим не поверите, когда увидите противника. — Без секретов, старый друг, — сказал Риверо. — Говори, кто это такой? — Гонсалес Браво, министр-президент Ее Величества. — Как этот мошенник? — Ну, Топете, я должен сознаться, что стоять против такого человека на поединке — позор. Он не достоин такой чести. — Стреляй хорошенько и убей его... — Наповал. — Постараюсь, иначе он убьет меня. — Кто дает оружие? — Его секундант, какой-то Дон. Я забыл его имя. Он принес их сюда. Это были отличные пистолеты. — Поспешим, — сказал Посада. — И покончим скорее с этим делом, которое, по всей вероятности, никому из нас не доставляет удовольствия. Я не могу видеть этого негодяя. Они сели втроем в крытый экипаж. Топете приказал кучеру ехать по той улице, где жил его доктор, остановиться у его дома и послать лакея попросить его в экипаж. Через полчаса экипаж с четырьмя донами мчался по улицам и проехал ворот крепости. Около десяти часов он выехал на узкую гористую дорогу, которая вела к монастырю. Обогнув монастырь и приближаясь к лесу, Дон Топете увидел на его опушке экипаж. Риверо, выходя из кареты, посмотрел на часы. — Нам нечего извиняться. — Теперь до десяти недостает даже пяти минут, — проговорил он. — Мне кажется, что противники стоят вон там, за опушкой леса, на открытом месте. — Скорее, — сказал Топете, выскакивая из экипажа и приглашая доктора следовать за ним. — Нас уже ждут. Последовали весьма короткие и натянутые поклоны. Попытка к примирению была отвергнута обеими сторонами. — Так примемся теперь. — За пистолеты, господа, — сказал секундант Браво, — потрудитесь зарядить дон Пусада для министра президента, а я буду иметь честь зарядить пистолет для господина контр-адмирала. Только таким образом можно будет удовлетворить обе стороны. — Хорошо, начнемте заряжать пистолеты. — В это время дон Ривера и второй секундант Дона Браво отмерят двадцать шагов, — отвечал Пусада, наскоро сравнив пистолеты и убедившись, что они оба были одинаковые. — Потрудитесь взять одну из этих пуль. — Я возьму вторую, — сказал нарядный надушенный дон и передал дону Пусада изящную коробочку, содержащую все нужное для того, чтобы зарядить пистолет. Когда приготовления были окончены, секунданты передали оружие обоим донам, стоявшим в двадцати шагах друг от друга, и отошли в сторону. Луна ясно освещала все пространство, так что оба противника могли отлично видеть друг друга и целиться. Кругом царила глубокая тишина. Когда секунданты увидели, что оба противника были готовы, они громко скомандовали «Стреляйте!» Раздались два выстрела разом. Топет пошатнулся, поднял левую руку и вскрикнул дрожащим голосом «Черт возьми, это обман! В моем пистолете не было пули!» Громкий крик негодования сорвался с языка секундантов. Он ранен, — проговорил Риверо и подбежал к своему другу на помощь. — Пуля, кажется, лишила дона Топетера сутка, — сказал Гонсалес Браво, опуская руку с выстрелившим пистолетом. — Я слышал, как его пуля просвистела над моей головой! — Клянусь пресвятой девой! — крикнул Топетер, напрягая все свои силы. — Мой пистолет имел холостой заряд! Пустите меня! Я покажу этому негодяю шпагой, что я не школьник в таких делах! В то время как доктор поддерживал контр-адмирала, раненого в левое плечо, и просил его не подвергать свою жизнь вторичной опасности, Пусада и Риверо схватили свои пистолеты. Его зарядил секундант Дона Браво. — Он нарочно вынул пулю! — Это подлый обман! Это измена! — крикнул Пусада. — Вынимайте шпаги, господа! — Теперь до нас дошла очередь отомстить вам за ваш позорный поступок, за ваш гнусный заговор, — закричал Риверо вне себя от ярости и выдернул свою шпагу, чтобы броситься на Браво или его секундантов. — Вы слишком вспыльчивы, благородный Дон! Нам будет очень жаль, если вы сами передадите себя этим в руки стражи, которые, как мне кажется, узнав об этом поединке, скачут сюда, — сказал Гонсалес. — О, собирайтесь, друзья! Нам тут нечего больше делать! — Жалкие негодяи! — Оставайтесь здесь и защищайтесь! — крикнул Риверо с бешенством и бросился к министрам. Министр, который, иронически улыбаясь, готовился со своими сообщниками отправиться к экипажу. — Вы боитесь стражей и наших шпаг! В эту минуту прискакал офицер с шестью солдатами и очень почтительно поклонился министру. — Вы видите, что с нами делают, господин лейтенант? Защитите нас от этих людей! В то мгновение, как Риверо в порыве бешенства замахнулся на министра, к нему подскакал офицер. — Вы арестованы, господа! — Только мы, господин лейтенант, потрудитесь арестовать этих трусов! Гонсалес Браво со своими секундантами быстро сел в карету, прежде чем посада успел ему помешать. — Имена этих господ мне известны. Позвольте мне, прежде чем я составлю протокол, узнать ваши имена, — вежливо проговорил офицер. — Вы знаете, что так предписывает закон. — Черт возьми, — сказал посада, скрежа зубами, — негодяи улизнули. — То Петте был прав. Он, скорее, умрет, чем скажет неправду. В его пистолете не было пули. Офицер испугался. — Это происшествие для меня загадка, господа, — сказал он. — Из мадридского министерства только что пришло приказание королевы арестовать лиц, дравшихся здесь у монастыря, но Донто Петте ранен, министр так поспешно уехал, вы обвиняете его и адъютантов в самом гнусном обмане. — Мне кажется, что настало время положить конец всем этим подлым проделкам, — сказал Риверо грозным голосом. — Вы сами видите заговор, который они затеяли для того, чтобы устранить этого благородного Дона. — Исполняйте свою обязанность, господин лейтенант, но не забудьте упомянуть об убежавших и подробно рассказать все происшедшее. — Непременно, господа. — Но мне кажется, что это мало поможет, — отвечал офицер, подходя к раненому. — Господин контр-адмирал с давних пор пользуется моим глубочайшим уважением, надеюсь, что его рана не опасна. — Черт возьми, рана внутри опаснее, чем наружная царапина, которая через неделю заживет. — Постарайтесь, доктор, чтобы я недолго оставался в постели, потому что каждый день представляет для меня страшную потерю. Офицер понял слова Топет. В Кадиксе, не только на флоте, но и в крепостных войсках распространилось известие, что готовится какой-то великий переворот. Все знали, что должен разразиться внезапный удар и вспыхнуть огонь. Все ждали его, в то же время исполняя приказания правительства, как бы не предвидя грозы. Офицер, исполнив свою обязанность, посоветовал секундантам Топете не поднимать пока тревоги. Он крепко пожал ему руку, и он ускакал со своими солдатами после того, что Топет, рана которого была немедленно перевязана, посадили в карету. Около полуночи они возвращались в Кадикс. Ворота крепости тотчас же отворились, когда было произнесено имя контр-адмирала Топет. Топете против обыкновения был молчалив и угрюм. — Нет им пощады, — прошептал он, вылезая при помощи друзей из кареты. — Время настало! — Надо спасти Испанию, — отвечали Риверо и Пассадо, и слова эти выражали всю горесть, накипевшую у них на сердце. Глава двадцать девятая Маскарад в Искуриале Приезд двора в Искуриал решено было ознаменовать маскарадом. Устроителем празднества был Дон Марфори. Начались приготовления, выбор костюмов. Изабелла, увлеченная своим новым фаворитом, хотела выглядеть особенно привлекательной, но мало узнаваемой. Маркиза де Бевилль предложила одеть костюм шоколадницы. Можно было думать, что этот костюм будет слишком прост, и Изабелла сама боялась этого, выбирая его, но зеркало мигом убедило ее, что плащ не спадает богатыми складками и не только не покрывает ее прекрасную шею, но и оставляет на виду ее полные округленные руки. Маленькая черная шелковая маска довершала костюм королевы. Дуэнье ввела в комнату одиннадцатилетнего принца Альфонсо, который был одет в костюм мальчика-виноградаря, и сегодня, против обыкновения, казался очень веселым. Он был обыкновенно очень тих и молчалив, так как постоянно хворал и устранялся Паттером Фульдженчо Маленькая маска покрывает его худое желтовато-бледное лицо. В этом принце Альфонсо Паттеры, по-видимому, хотели воспитать второго Франциско де Оссизи. Последуем за улыбающейся королевой, которая вышла из дворца и вступала на террасу. На ветвях деревьев висели красные, голубые и белые шары, распространяющие приятный свет. Чудные звуки придворной капеллы, скрытой за кустами, невидимой зрителю, то шумно раздавались по огромному парку, то переходили в нежное пение сирены. Между зеленью устроены шелковые палатки, в которых очаровательные богини наливали вино и подавали мороженое разгоряченным маскам. Порхали грациозные боедерки и дриады, фигуры которых прекраснее, нежели описывают их сказания. Они смеялись, увлекаемые в кусты своими преследователями. Аллеи были усыпаны оранжевыми цветами и розаными, распространяющими благоухание. На лугах танцевали, а посредине парка пускали блестящий фейерверк. Празднество Дона Морфоре было непринужденным. Царица Маскарада, жена посланника, была в прозрачном костюме Елены. Ее окружила толпа рыцарей и других масок. Маленький супруг Изабеллы, который был в костюме Фауста, сознался герцогу Рианцаресу, что эта Елена действительно прекрасна. — Какая очаровательная нога! — А рука! — прошептал король. — Юноша! — отвечал герцог. — Какие божественные формы! — Взгляните теперь! Мантия раздвигается. Совершенство! Она после королевы — прекраснейшая женщина при дворе. — Такие дивные формы! — сказал Франциско де Осизи, сладострастными взорами следя за Еленой. — Я видел еще только у графини Генуэзской, но теперь… Дрожь пробежала по членам короля при воспоминании о язвах, покрывавших когда-то прекрасное тело монахини, которая, бледная и изможденная, лежала на своих подушках в Мадридском дворце. Воспоминание о ней невольно воскресло в душе короля при виде почти обнаженной Елены. В эту минуту показалась Изабелла, которая, опираясь на руку Матадора, направлялась с ним к волшебно освещенным аллеем. На Матадоре была остроконечная шляпа с пестрыми лентами, поддерживаемая драгоценной бриллиантовой пряжкой, красный шелковый платок ловко перекинут через плечо. На концах его коротких бархатных панталон развивались пестрые ленты, прикрепленные у колен бриллиантами, а мускулистые ноги были обтянуты в трико такого цвета, что их легко можно было принять за обнаженные. Взоры королевы-матери, одетые в старо-французский костюм, были прикованы к этим прекрасным мужественным формам. Матадор этот, идущий рядом с неузнаваемой королевой и держащий ее рук в своей, был Дон Морфори. Знал ли это шутник Орликин, который подкрадывался к ним. Осторожно озираясь во все стороны, незамеченный интимно беседующей парочкой, шел он за ними на цыпочках, чтобы убедиться, действительно ли Дон Морфори обладает такими прекрасными икрами. — Что это он затевает? — шептали со всех сторон. Орликин, из-под тяжка смеясь, вынул из своего пестрого камзола длинную булавку, осторожно и тихо прокрался сзади к прекрасно сложенному Матадору и воткнул ее в роскошные икры Морфори, который не почувствовал при этом ни малейшей боли. Орликин покатился со смеху. Он не ошибся, приняв мускулистые икры за вату. Громкий взрыв хохота раздался кругом, но Матадор, не подозревая о случившемся, продолжал идти со своей прекрасной спутницей. Королева-мать отвернулась, глубоко разочарованная. Матадор, с булавкой в ноге, не подозревал, что причина смеха он. Но смех моментально стих, когда узнали, что Матадор — Морфори. — Дорогой Дон! — Вы так скоро узнали меня, — прошептала Изабелла нежным голосом. — Внутренний голос шепнул мне, когда вы подошли ко мне, ваше величество, что я приближаюсь к моей прекрасной цели, — отвечал Морфори, видимо, желавший говорить поэтическим языком. — Как превосходно устроили вы это празднество! Клянусь, дорогой Дон, такие развлечения и приятные часы были мне прежде неизвестны. — Ваше величество, я не достоин такой похвалы. — Бросьте слово «величество». В такие прекрасные минуты, которые вы мне доставляете, я не королева, я только Изабелла Бурбонская, которая с удовольствием болтает с Доном Морфори и видит его подле себя. Называйте меня Донной Изабеллой, это звучит гораздо дружественнее, нежели холодное слово «величество», которое годится для тронной залы и залы аудиенций. — Вы очень милостивы, Донна Изабелла. Я, с сильно бьющимся сердцем, пользуюсь вашим прекрасным позволением, которое показывает, как добры вы ко мне. — Посмотрите на это желтое домино, Дон Морфори. Оно, кажется, нас преследует. О, воспользуемся скорее случаем укрыться от его взоров. Он начинает мне надоедать. Так я посмотрю, кто скрывается под этим желтым покрывалом. — Нет-нет, мне кажется, это не чужой. Желтое домино все ближе и ближе подходило к ним и, наконец, осторожно приблизилось к королеве. — Извини, прекрасная маска, если я попрошу тебя дать мне твою маленькую прекрасную ручку. Морфори, вызывающим взглядом, окинул домино с головы до ног. Изабелла колебалась, но подала ему левую руку. — Странно, если я ошибаюсь. — пробормотала желтое домино и нарисовала на ладони поданные ему руки буквы «К» и «И». Изабелла взглянула на незнакомца, лицо которого было покрыто черной маской. Он осторожно осматривался по сторонам. Три маски стояли на отдаленной боковой аллее парка, на которой ни впереди, ни позади них не было видно никого из участвовавших в празднестве. Желтое домино снял маску. Изабелла стала пристально всматриваться в его черты у лампы с матовыми колпаками, которые висели между ветвей старых густых деревьев и бросали неровный свет на лицо. — Наш министр-президент, — проговорила изумленная королева, — превосходно. Мы вас не ожидали. Трехдневный срок, данный мне Вашим Величеством, давно прошел. Я поспешил сюда, надел костюм и нашел свою королеву в толпе масок, которые собрались в парке эскурялы. — Приветствуем вас, Дон Гонсалес. — Браво! Я с нетерпением жду от вас известия. Я привез много новостей. — Вероятно, хорошие, господин министр, смотря по тому, в каком отношении. — Вы пожимаете плечами? — Ваше лицо выражает сдержанность и нерешительность. О! Не оставляйте нас более в неведении! — К чему тревожиться? — Я вижу вас перед собой. Это лучшее доказательство, что вы счастливо избегли всех опасностей, но дуэли, вероятно, совсем не было. Вы не смогли отомстить Дону Топет? — Нет, это я сделал, Ваше Величество. — Дальше! Ради Бога! Дальше! Вы меня мучьте! — Контрадмирал ранен. — Только ранен, но не мертв? — Вы говорили о трехдневном отпуске, а мне кажется, что прошло уже восемь дней. — Совершенно верно, Ваше Величество. Остальные пять дней я занимался служебными делами в Мадриде, прежде чем поспешил сюда. — Я так и думала, господин министр. — Ваше усердие к службе обнаруживается с каждым днем все более и более. Какие же другие новости? — И этот Донто Пете не пал от вашей руки, прервал Марфори. — Это ужасно. — Однако надеюсь, что я отнял у него охоту к дальнейшим встречам. А стража, которую мы послали вам на помощь, пришла вовремя, Ваше Величество. — Вам бы следовало просто-напросто убить этого Дона, — проговорил Марфори. — Это с вашей стороны. — Была опять лишняя пощада, дорогой Дон Браво. — Сообщите же нам скорее другие известия. — Я сгораю от нетерпения, — торопила королева. — Слуги наши, которым мы поручили преследование сеньора Энрике еще не вернулись? — Другие известия касаются Энрики. — Поймали ли эту герцогиню из народа? — Преследователи пришли слишком поздно, Ваше Величество. — Как? — В таком случае они могли догнать эту сеньору и ее спутника на море. Им только удалось прострелить в одном месте пароход, на котором находилась не только герцогиня де ла Торре, но и супруг ее, — отвечал Гонсалес Браво, с рассчитанной ясностью, зная наперед, какое действие эти слова произведут на королеву. — Не только герцогиня де ла Торре, но и супруг ее, — говорите вы? — Да, Ваше Величество. Отважной Донни удалось освободить мужа и изгнанных генералов. Пароход, на котором находились преследователи, стрелял в корабль, который, по-видимому, принадлежал герцогине, но удалось повредить только одну мачту его. Изабелла побледнела. Она не верила своим ушам. Глаза ее пылали гневом. Она быстро сдернула с лица маску, которая как бы мешала ей все расслышать. — Герцог де ла Торре бежал, — повторила она в ярость, — бежал. — С изгнанными генералами. Донна Энрико и граф Теба, как мы слышали от преследователей, вернувшихся несколько дней тому назад на сильно поврежденном пароходе, весьма ловко и отважно довели дело освобождения до конца. В крепости бегство замечено было только тогда, когда корабль уже был в открытом море, — продолжал Гонсалес Браво, — с удовольствием замечая возраставшее бешенство королевы. — Высадились ли беглецы уже на берег, — быстро спросила Изабелла. — Со временем моего возвращения об этом еще не было известия, поэтому я сомневаюсь. — В таком случае сообщите всем портовым местам мое приказание. Где бы то ни было арестовать преступников, как только они ступят на берег и заковать их в цепи. А это сеньора Энрико, который осмеливается не только противиться мне, но и затевает мятежные и предательские планы. Пусть она будет приведена ко мне. Я сама хочу произнести над ней приговор. Она должна умереть, как и герцог Далла Торре. Нет им пощады. — Спешу исполнить приказание Вашего Величества, — отвечал министр, низко кланяясь. Поручение наказать Сарано было тем более приятно, что он знал, как сильно желала Санта-Мадре уничтожить представителей королевской гвардии. — Еще одно, господин министр! — сказала Изабелла, почти задыхаясь, так сильно взволновало ее это неожиданное известие. — Контр-адмирал Топете, который, без сомнения, также участвует в этой государственной измене, также должен быть арестован и закован в цепи. — Так вот, что содержали шифрованные письма. — Вот каковы были намерения этих господ. — О, и Дона Алацагу, который, хотя и был моим учителем и министром, я привлеку к ответственности, потому что его письма доказывают, что он знал о планах герцога Дораторре и сеньора Энрике. Они все почувствуют мою руку. — Поспешите, дорогой министр. Надо немедленно приняться за дело. Мы не должны давать времени предателям стать твердо на ноги. — О, как отрадна мысль оторвать прекрасную сеньору от груди герцога и дать ей почувствовать, что она совершенно в моей власти. Не щадите их, Дон Браво, я это приказываю. — Надеюсь на днях же известить, Ваше Величество, что герцогиня закована в цепи. — Превосходно, Дон Браво. На этот раз ни она, ни герцог не избегнут топора палача, клянусь загробной жизнью. — И совершенно справедливо, — прибавил Морфори, — я всех уничтожу. Даже графа Теба, который осмелился сделаться рыцарем этой сеньоры, они дорого поплатятся за час, который мне сегодня доставили. — Мне было бы чрезвычайно прискорбно, — прошептал Браво, — если бы я был причиной. — О нет, дорогой Дон! — Вы оказали королеве важную услугу. Поспешите, чтобы довести ее до конца, передав этих ненавистных в верные руки. Тогда только я буду покойна и весела. — Эти слова дают мне крылья, Ваше Величество. Позвольте вас уверить, что беглецы, прежде чем вступить на испанскую землю, будут в наших руках. Желтое домино скрылось за деревьями парка, наполненного благоуханиями и светом. Королева, опираясь на руку своего генерал-интенданта, пошла далее по глухой аллее, которая тянулась к той часть парк, где находились скрытые беседки. Заглянем, прежде чем последуем за королевой и ее матадором, в некоторые из этих беседок, у входа в которые стоят лакеи и извещают приближающиеся пары, что они уже заняты гостями, нуждающимися в отдыхе. Дон Марфори, внимательный интендант, обо всем подумал и позаботился. — Как прекрасен, дорогая Донна, этот наряд Елены! — в полголоса прошептал герцог Рианцарес, обращаясь к супруге посланник. — Вы совсем очаровали меня? — Как вы умеете льстить, герцог! — отвечала Елена, садясь подле супруга королевы-матери на садовую скамейку полутемной беседки. — И как ловко вы разлучили меня с моим кавалером! — Я не думала, что герцог Рианцарес способен на это! — В ваших словах проглядывает одна мысль, обожаемая Донна. — Какая же? — спросила прекрасная женщина с кокетливой улыбкой. — Вы считаете меня слишком старым. — О, нет, нисколько! — Вы говорите против совести и при этом так очаровательно улыбаетесь, что на вас невозможно сердиться. — А я должен вам сознаться, что я еще теперь так полон жизни, как человек в двадцать пять лет. — Это видно, господин герцог. — Ваши глаза горят таким огнем, — проговорила кокетка, что заставляют верить вашим словам. — Для вас не должен существовать другой наряд, кроме этого. — Вы та самая Елена, перед которую преклонился весь свет и за которую сражались герои. — О, позвольте мне не называть вас другим именем, позвольте мне припасть к вашим ногам. — Я бы сам был в состоянии пойти навстречу смерти, чтобы достигнуть блаженства назвать вас своей, — прошептал герцог Рианцарес и упал на колени перед очаровательной маской, страстно прижимая ее руки к груди. — Можно даже поверить в правдивость ваших слов. Так вы умеете льстить. — улыбаясь, проговорила Донна между тем, как ее прозрачное платье так распахнулось, что герцог сладострастным взором впился в ее прекрасные формы. — О, к чему тут сомнения! К чему эта холодная шутка? Во мне кипит страсть с тех пор, как я увидел вас в этом очаровательном наряде. Мой супруг может явиться. Он должен был бы согласиться со мною при восклицании божественнейшая из женщин. Он вдвое должен был бы чувствовать гордость, называть вас своей. О, если бы блаженство, которым он достойной зависти наслаждается всегда, досталось мне хоть на один час! — Встаньте, господин герцог! Мое платье в беспорядке! — К чему тут покрывало, скрывающее такие дивные формы? — Королева-мать! Ваша высокая супруга может подойти к беседке. — Беседку стерегут лакеи, которые не знают и потому не могут выдать, кто в ней находится. — О, не сопротивляйтесь, божественная Елена! Не ищите причин, которые могли бы меня заставить отказаться от этого прекраснейшего часа! Прекрасная придворная Донна милостиво улыбнулась. Она любила слушать такие слова, которые шептал ей герцог Рианцарес, и самолюбие ее было сильно польщено при виде влиятельного и избалованного супруга Марии Христины, стоявшего перед ней на коленях. По окончании одной из живых картин Франциско де Оссизи встретил грациозных боедерок, которые с некоторого времени совершенно овладели сердцами всех пожилых грандов, каждый вечер посещавших балет. Это были те танцовщицы, которых мы видели на одном из роскошных придворных банкетов и которые с тех пор сделались первыми боедерками мадридской сцены. Нина и Виола превосходили друг друга в красоте и грации, и все сомневались, который из них отдать пальму первенства. Как обворожительные сельфиды порхали по парку, их короткие прозрачные юбки, отделанные зелеными лентами, развивались при малейшем дуновении ветерка, длинные черные косы не спадали почти до колен, и, громко смеясь и весело болтая, бегали они по слабо освещенным аллеям. И тут маленький король, которого они не узнали сначала в костюме Фауста, быстро настиг их, узнав в них молодых и прекрасных боедерок, только что приведших его в восторг в живой картине своими легкими и смелыми позами. — Счастливая встреча! — О, прекрасная Нина! — Очаровательная Виола! — сказал Франциско де Осизи и взял обеих танцовщиц за маленькие ручки. Боедерки делали вид, что хотят от него убежать. — Давно я уже ищу случая поймать вас, бабочек. Ни с места. Теперь от меня не уйдете. — А-а-а, король! — прошептала Нина, улыбаясь под маской. — Мы пленницы! — вздохнула Виола, сопротивляясь, чтобы дать королю время рассмотреть красоту ее фигуры. — Нина вложит правую руку в мою левую. — Виола пойдет на этой стороне, а я буду настоящим королем. — Кто захочет помериться со мной в эту минуту? — Куда ведешь ты нас, Фауст? — спросила Нина, склоняясь кокетливо, куда угодно, прекрасная Сельфида. — О, только не в толпу масок! — спросила Виола, так как они проходили мимо очень оживленной аллеи, по которой взад и вперед расхаживали пары под руку. — Понимаю, бабочка, ты не хочешь более утруждать своих милых ножек. Когда ты танцуешь, у тебя, кажется, крылья за спиной. — Как ты любезен, Маска! — смеясь, отвечала Виола, которую очень забавляла говорить королю «ты». — И если быть откровенным, — сказал Франциско, — то я должен сознаться, что желал бы вместе с вами, Сельфиды, насладиться прекрасным вином. — Не пойдешь ли ты с нами вон в те палатки? — О, нет. Палатки мы предоставим другим маскам, а для себя лучше выберем прохладную и тенистую беседку. — Отлично! — проговорила Нина. В то время как на одной из лужаек, лежавших в стороне, были выпущены ракеты, разбросавшие огненные шарики по воздуху, король с красивыми боедерками повернул в одну из боковых аллей и направился к беседкам. Франциско де Оссизи тотчас же нашел между ними одну, которая была еще не занята. Это была та, которая стояла подле беседки герцога Рианцареса, отделенная от последней густыми кустарниками и камнями, обросшими мхом. Король приказал Лакею принести шампанского и последовал за танцовщицами ко входу. Беседка, в которую они вошли, была круглая. Большие виноградные листья покрывали камни, лежавшие по сторонам и в глубине ее, как бы образуя стены. Крыша была сделана из густых лоз, к которым была привешена лампа с красным колпаком, наполнявшая беседку приятным для глаз светом. У входа росли большие кустарники и другие густые ветвистые деревья. Посредине беседки стоял круглый стол, поддерживаемый ножками из древесного ствола и окруженный изящными садовыми стульями. В глубине висело зеркало, необходимая принадлежность мадридского двора. Обе боедерки опустились на стулья, и вскоре в бокалах запенилось шампанское, принесенное расторопным лакеем. Маски были сняты. Король смотрел то на прекрасные черты роскошной Нины, то на не менее красивую, но еще более стройную виолу. Звон бокалов звонко раздавался в беседке, и они, смеясь и болтая, наслаждались возбуждающим напитком. Франциско де Оссизи сидел между обеими танцовщицами и все смелее и смелее обвивал их стан руками. Нина, улыбаясь, бросала свои очаровательные взоры на короля, любовавшегося ее высоко подымавшейся грудью, стянутый в довольно просторный корсаж, не мешавший ей при танцах. Счастливая виола опустошала один бокал за другим и, наконец, наградила своего соседа за его заботливость горячим поцелуем. Красноватый свет лампы был бледен и, как нельзя более, подходил к пиру этой летней ночи. Счастливо улыбаясь, вошла и королева, опираясь на руку Матадора, в одну из таких же беседок, украшенную большой золотой короной, и опустилась рядом со своим фаворитом на скамейку. — У меня теперь только еще одно желание, — проговорила Изабелла. И тогда все достигнуто. Желание уничтожить Энрику. О, одна мысль, что моя рука настигнет ее, доставляет мне несказанное блаженство. — Уничтожить ее и взорвавшихся гвардейцев, — прибавил Марфори, всегда несколько завидовавший Серану и Приму. — Они все почувствуют мою руку. Я забуду прошедшее, и в сердце моем не шевельнется ни малейшее чувство жалости. О, если я узнаю, что они арестованы по моему приказанию, они не выйдут живыми из моих рук, — продолжала она, сопровождая эти слова грозным движением руки, и по ее мрачно блестевшим глазам можно было видеть, что она беспощадно исполнил то, что высказала. Но не будем терять ни минуту, которая нам дана для развлечения. Мы одни, Дон Марфори, наливайте в вина. Беседка, в которой сидела Изабелла со своим фаворитом, была наполнена благоуханием. К ветвям каштановых деревьев, окружавших ее, была привешена эолова арфа, струнами которой играл ночной ветерок. Чудные звуки ее, как бы исходившие из другого мира, благотворно подействовали на возбужденную королеву, и вскоре их беседка ни в чем не уступала тем, в которых герцог Рианцарес стоял на коленях перед Еленой, а Франциско де Оссизи держал в объятиях обеих боедерок. Было около полуночи, когда Изабелла быстро вскочила, услышав приближавшиеся шаги. В беседку вбежал запыхавшийся адъютант. Королева с изумлением посмотрела на вошедшего, одежда которого доказывала, что он пришел с крайне важным известием, так как он не успел даже стряхнуть с себя пыль. – Что случилось? – спросила она. – Ваше Величество! – Я приехал на взмыленной лошади, – почти задыхаясь, проговорил адъютант, – чтобы сообщить вам известия – опять известия. – Арестовали ли, наконец, сеньора Энрику и ее спутника? – спросила королева, подходя к бледному офицеру. – Я имею несчастье привести сюда известия, которое приведет Ваше Величество в негодование. – Говорите? – В кадиксе вспыхивает восстание. – Ну, это не первое, за которое нам приходится наказывать. Гарнизоны отказываются повиноваться и подымают оружие против войск Вашего Величества. В эту минуту в беседку вбежал другой адъютант. – Ваше Величество, извините, – вскрикнул второй адъютант, упав на колени. – Я не могу говорить, моя лошадь лежит мертвая в тысячи шагов от парка. Пушки стреляют с валов Кадикса, вся провинция участвует в восстании, войска Вашего Величества перестают повиноваться. – Так надо их расстрелять, – проговорила Изабелла, гордо выпрямившись, – мы имеем власть на это. Войска и города переходят к предводителям, совет министров не знает, на что решиться, он посылает меня к Вашему Величеству, Гренада, Севилья, с торжеством принимают восставшие войска. – И кто же предводители? – спросила королева с блестящими глазами, – которые осмеливаются поднимать против нас оружие. – Ваше Величество, это маршалы Прим и Сарано. – Вы лжете, скажите еще раз, я, вероятно, вас не поняла. Маршалы Прим и Сарано вернулись в Испанию, войска переходят к ним. Королева пошатнулась. – Выройте из могилы Зонтильо, – вдруг вскрикнула она страшным голосом. – Он мне предсказал правду. Я же велела его убить. Маршалы Прим и Сарано, которых я видела в зеркале. Изабелла закрыла своими маленькими руками лицо, на котором выражались испуг и отчаяние, при известии, полученном ею в самый разгар маскарада в Искуриальском парке. – Выройте из могилы Зонтильо, – простонала она еще раз, и, лишившись чувств, упала на оттаманку. Глава 30. Начало восстания Между тем, как двор в августе и начале сентября 1868 года предавался Искуриали самым необузданным наслаждением и удовольствием, в то время как там снова возникал Содом, уже однажды уничтоженный рукой справедливого судьи. В Мадриде из приближенных королевы остался только один человек. Это была бледная и мучаемая, страшной болезнью монахиня Патручиньо. Она велела перенести свою кровать в молельню. Что до сих пор было притворством и лицемерием, казалось теперь несчастной графине Генуэзской последним лучом спасения. Она хотела молиться. Это ужасная Ая, посвятившая всю свою жизнь наслаждению, тщеславию и греху, которая, находясь в публичном доме Форенции, сумела завлечь в свои сети итальянского дворянина. Это Юлия с роскошными формами и прекрасным мраморным лицом, заключившая с патером Матео и братьями неаполитанского святого ордена ужасный союз. И сведенная ими с молодым, едва возмужавшим принцем Франциско де Осизи, чтобы погубить и расстроить его организм своими соблазнами, эта медуза, которая этим же принцем была пожалована в графини Генуэзские и в своей роскошной красоте присоединила богатство и роскошь княжеской любовницы, пронзив однажды на улице одной из своих соперниц с кинжалом, была по воле разъяренного народа предана в руки палача, чтобы быть сосланной на галеры и умереть на эшефоте. Но могущественной и влиятельной союзнице удалось избавиться от карающей руки справедливости, и наказание, заслуженное ею за службу иезуитам, ограничилось тем, что палач наложил своим железом клеймо на ее левую руку. Она бежала, достигла Испании и под именем Аи присоединилась к известному нам цыганскому табору. Принц Франциско, горячо любивший ее, напрасно искал ее, пока она снова не встретилась с ним на описанном нами маскараде, происходившем в залах Мадридского дворца. Графиня Генуэзская, продолжавшая свои грешки и позорные дела, не побоявшаяся избрать вуаль и благочестивую одежду монахини, прикидывавшаяся ясновидящей и под этой маской в обществе патров святого Викентия преследовавшая свои гнусные планы, теперь, мучая болезнью и ужасными страданиями, лежала на полу своей молельни и на силу, так как при малейшем движении кровь опять начинала течь из ее ран, дотащилась до распятия, стоявшего на аналое. Мучимая болью, удаленная от всех, над которыми она прежде властвовала, покинутая королем, чувствовавшим отвращение при виде ее открытых ран, забытая королевой и патрами Санта-Мадре, которые, наконец, убедились, что чудеса, обманы, коварства не годятся более для просвещенных народов, со страшной злобой в душе монахиня наконец решилась покончить с прошедшим. Когда некогда столь обольстительная сестра Патручинио увидела себя теперь покинутой и уничтоженной, она собрала все свои силы, потому что в ней снова пробудилось желание властвовать, повелевать и наслаждаться. Но силы отказывались ей служить. Монахиня без чувств упала на свои подушки, и только в глазах ее светился отблеск прежней силы и могущества. Все было потеряно и забыто. Она была теперь беспомощная и слабая женщина, страдающая от мучительной болезни, и в часы этого ужасного сознания ей невольно приходила в голову мысль, какая участь ждет ее в загробной жизни. Сестра Патручинио дрожала. Ни один из нас не знает по опыту, что люди, проведшие всю свою жизнь в грехе и преступлениях, под старость делаются крайне набожными. Ими овладевает страх перед Всевышним Судьей, и они хватаются за надежду, что им все простится на том свете, если они будут усердно молиться и каяться. Такая перемена произошла и в сестре Патручинио, когда она, с наступлением вечера, невидимая никем, собрав все свои силы, встала с постели, чтобы дотащиться до аналоя. Она лежала на полу. В первый раз в жизни хотела она искренне молиться. Руки ее сложились, она чувствовала, что ей предстояло наказание, и поэтому со смирением в душе просила отпущения грехов. Ее когда-то столь холодное прекрасное лицо теперь было бледным, щеки впалые, гордый стан ее согнулся. Кающаяся преступница лежит на полу перед аналоем, протягивая к нему руки и шепча молитву. – Смилуйся, о Боже! – воскликнула она с глазами, обращенными к распятию. – Сжалься, спаситель, и не прокляни меня навеки, не оттолкни меня от себя, Сын Божий, с надеждою преклоняю я перед Тобой колени и молю о пощаде. В комнате вдруг раздался ужасный смех. Монахиня почувствовала, как холодная дрожь пробежала по всему ее телу. Ее глаза широко раскрылись, руки в бессилии опустились, и ей казалось, что час заслуженного наказания настает. – Нет для тебя пощады, ядовитая змея раздалась позади нее. – Ты пропала навеки! – Дрожащая монахиня обернулась и громко вскрикнула. Она отшатнулась, протягивая перед собой руки, как бы для защиты от страшного привидения. – В ад тебя, проклятие человечества! Твой последний час фурии настал! – Отцо! – простонала монахиня. – Да, это отцо, для которого, наконец, настала минута отомстить тебе и низвергнуть тебя в ад, где тебе место. Да, это отцо, который, наконец, нашел тебя, так долго томившийся в ожидании этого часа. – Как ты дрожишь, жалкая женщина! Точно так же дрожали и умоляли тебя и твои жертвы, в то время как ты улыбалась, стояла перед ними и без пощады извергала их в пропасть. – Я так же буду улыбаться, уничтожая тебя. И как мало ты знала жалости и пощады, столько тебе и будет прощения. Отцо, гордо выпрямившись, как грозный судья, стоял перед дрожавшей графиней Генуэзской. Его глаза, сверкавшие гневом, были устремлены на нее. Она, которая до сих пор привыкла только торжествовать и улыбаться при виде своих жертв, которая с ледяным спокойствием и гордостью на лице смотрела на их страдания, была теперь во власти цыгана, наслаждавшегося ее страхом. – Жалься, ужасный человек, – прошептала она дрожащим голосом, – не убей меня, прежде чем я раскаюсь. Твое раскаяние пришло слишком поздно, змея. Молись, твой последний час настал. Монахиня дотащилась до цыгана и протянула к нему руки, покрывало упало с ее плеч, а отцо испугался при виде ее рук и шеи, когда-то столь роскошных, а теперь исхудал их. Многочисленные раны, из которых текла кровь, покрывали обнажившиеся части ее тела. Широко раскрытыми глазами смотрел отцо на страдания монахини. Рука его, державшая блестящий кинжал, мгновенно опустилась. Чувство жалости овладело им при виде последствий подарка его отравленного ожерелья. – Так продолжай же жить в этих мучениях, забытая Богом. Ты теперь безвредна. Пусть же будет для тебя наказанием неба то, что ты лежишь здесь, беспомощное, покинутое, покрытое этими ужасными ранами. Пусть воспоминания о твоих грехах вечно окружают тебя и не дают тебе покоя, между тем, как твое тело будет чахнуть в ужасной болезни. Я удовлетворен, моя жажда мести утолена. Аццо, все время с презрением смотревший на лежавшую перед ним монахиню, отвернулся, спрятал нож в камзол и хотел удалиться. С постепенно возраставшей ненавистью слушала графиня генуэзская слова Аццо. Глаза ее блестели мрачным огнем. Она забыла, что была больна и бессильна. Это торжество цыгана, этот позор были слишком велики для ее преступной души. Она чувствовала еще в себе силы бороться против такого унижения, которое, как удар кинжала, поразило ее в сердце. Монахиня поднялась, дикое демоническое выражение исказило ее бледное лицо, между тем, как ее глаза следили за ненавистным цыганом, направлявшимся к выходу, руки ее дрожали в эту минуту более от негодования, чем от слабости. Сестра Патрочинио стала думать о мести. Она, несколько минут тому назад, в бессилии лежавшая на полу молельни, мучая болезнью, со дня на день истощавшая ее силы и тело, вдруг ожила, как бы не зная никаких страданий. Руки ее сжались в кулаки, блестящими глазами смотрела она на дверь, в которой только что скрылся цыган. Ужасное проклятие сорвалось с ее бледных губ, между тем, как от волнения кровь с еще большей силой стала течь из ее ран на пол комнаты. – Горе тебе, чудовище! – прошептала она. – Унижение графини Генуэзской не пройдет для тебя безнаказанно. Теперь вечер, улицы темны, не мешкай, он не должен уйти из твоих рук. Монахиня бросилась к двери, ведшей в другие ее покои, быстро отворила ее и, как фурия, предстала перед испуганными сестрами и послушницами. Графиня Генуэзская одним взором убедилась, что восемь монахов с улицы Фобурга, стоявших в слабо освещенной комнате, всегда готовых к ее услугам, были достаточно рослы и крепкого сложения. Самодовольная улыбка пробежала по ее губам, между тем, как она подходила к благочестивым братьям, которые почтительно поклонились ей. — Вас удивляет, что сестра Рафаэла дель Патручинио, час тому назад в ужасных страданиях, лежавшая в постели, вдруг твердую поступью подходит к вам? Дело в том, что в руки благочестивых братьев Санта-Мадре надо предать врага. Он только что вышел из моей молельни, пригрозив мне тем же кинжалом, которым убил Патера Жозе. — Это цыган? — вскрикнули монахи. — Да, это, без сомнения, отцо, который теперь выходит из дворца. Следуйте за ним. Схватите его и, зажав ему рот, потащите его по темным улицам в монастырь. Вознаграждение вам обеспечено. — Цыган, отцо! О, виновные, хотя бы они соединились с дьяволом, опять попадут в наши руки, чтобы не избегать справедливого наказания. Да поможет нам святой Мерино забрать во власть Санта-Мадре, забытого богом язычника, проклятого отцо, — вскрикнули монахи и выбежали из комнаты, чтобы исполнить приказание сестры Патручиньо, которая, полное ожидания и надежды, посмотрела им вслед. А отцо не мог еще, по их расчету, быть за воротами дворца. Они должны были его догнать, чтобы без шума схватить и потащить на улицу Фобурго. Дворец был пуст, караул уменьшен, да и солдаты никогда не осмеливались не пропускать монахов, зная, что королева на стороне паттеров. После ухода монаха, графиня Генуэзская, только что утолившая свою ненависть и жажду мести, с такой сверхчеловеческой силой, опять почувствовала сильную боль от ран и должна была держаться, чтобы не упасть. Силы ее оставили, послушницы и сестры подняли ее на руки и положили в постель. В это время Аццо, убедившийся, что монахиня была наказана более, нежели могла бы сделать внезапную смерть от его рук, дошел до перекрестка дворца. Он чувствовал глубокую радость, направляясь по полутемным коридором к выходу. Графиня Генуэзская, которую он ненавидел, утратила, наконец, свою пагубную власть и сделалась безвредной. Гордая, ужасная Ая, от прежней красоты которой не осталось и следа, мучимая страданиями, валялась у его ног. Мысль эта пролилась бальзамом на его дикую душу. Теперь, когда путешествие Энрике не составляло для него более тайны, он хотел поспешить в Кадикс, чтобы узнать, вернулась ли она, и в случае надобности предложить ей свою помощь. Последствия этого путешествия еще не были ему известны, так как именно в описываемые нами часы в мадридский кабинет пришло известие, что с валов Кадикса раздается пушечная пальба и что изгнанные генералы, во главе которых стоит Сарано, готовятся высадиться на берег. В то время как адъютанты, с которых была снята присяга, что они сообщат это странное известие только королеве, мчались в Эскуриал, чтобы принять необходимые меры к усмирению восстания, генерал Эскаланте, товарищ бывших гвардейцев королевы и сосланных генералов, занимался разными приготовлениями. Он велел раздать в казармах оружие и выбрал значительное число предводителей отдельных отрядов, что было совсем нетрудно, так как всеобщее недовольство народу перешло на конец и на большую часть войск. Предпочтение, которое отдавалось отдельным предводителям и войскам, было постоянной причиной восстаний, и поэтому генералу Эскаланте было легко перевести на свою сторону офицеров многих казарм, хотя день, назначенный для восстания, и имена зачинщиков составляли тайну. Все приготовления делались так ловко и скрытно, что солдаты, хотя и снабженные новым оружием, ничего не знали о предстоящем событии. Эскаланте был уверен во всех генералах, находившихся в дружественных отношениях с Серано и Примом, исключая шестерых, между коими был и генерал Новоличес, которому он не доверял и потому не сообщал своих планов. Новоличес был, кроме того, приверженцем королевы, считавшей его заловкого и храброго полководца. Несколько времени назад она подарила бедному генералу большое имение. Может быть, Новоличес чувствовал благодарность королеве или рассчитывал на то, что она еще более будет осыпать разными наградами, если увидит его глубокую преданность? Все вышеописанное нами – борожение – происходило в тот вечер, когда Аццо, возвращаясь от больной графини Генуэзской, ступил на двор дворца, чтобы выйти на улицу. Кругом все было тихо и безмолвно. Окна дворца были заперты, караул уменьшен, обстоятельства, которые благоприятствовали его предприятию, и тогда он, после многих тщетных попыток, наконец незамеченный, достиг соборного флигеля дворца. Крадучись и постоянно оглядываясь кругом, побрел цыган под тенью домов, но не успел он повернуть на площадь Де Палачо, как услышал быстрые шаги за собой. Он на минуту остановился, чтобы решить, в какую сторону лучше идти. Площадь Де Палачо была безлюдна. Фонарь, горевший посредине, распространял немного свет, и он не доходил до того места, где в раздумье стоял Аццо. Вдруг цыган услышал за собою шум, но в ту же минуту, как он готовился обернуться, его кто-то сильно ударил по голове каким-то тяжелым тупым предметом. Отццо схватился за голову, ноги его подкосились, удар толстым поленом, нанесенный одним из монахов, лишил его чувств и мог бы быть смертельным, если бы попал в висок. – Берите его, братья, скорее берите! Как нам унести этого негодяя, чтобы никто не заметил нас на улице? – прошептал один из монахов. – Заверните его в плащ. Мы понесем его или потащим за собою, что будет еще лучше, – отвечал другой, – тогда никто не увидит. Он не так скоро придет в себя. – Этот проклятый цыган уже никогда не увидит света Божьего. Но предположим, что он придет в чувство, тогда ты нанесешь ему другой удар. – Тише, братья, я придумал самое лучшее, – воскликнул третий монах. – Накиньте на цыгана мою рясу и возьмите его. В середину двое из вас подхватят его под руки и поведут, как будто он пьян. Если он станет кричать, то никто не обратит на него внимания и не поможет ему, и мы после нескольких насмешек, которых нам не миновать, легко доберемся до монастыря. – Ты прав, накиньте на него рясу. Если глупая толпа взбунтуется против нас, мы бросим своего пьяного брата, чтобы она испробовала на нем свои кулаки. Пусть она убивает его, тем лучше. Если же нам не встретятся никакие препятствия на пути, мы через час достигнем монастыря улицы Фобурго. – Так примемся же скорее за дело. Вы оба внимательно стерегите площадь, мы же будем оказывать язычнику великие почести, надевая на него наше благочестивое одеяние. Монахи стали накидывать на почти безжизненного цыгана рясу, и вместо его шляпы, которая была далеко отброшена назад, надвинули на его израненную голову капюшон. Тело Атсо было тяжелым, и потому работа шла нескоро. Затем двое из самых сильных монахов приподняли его, подхватили под руки и, в сопровождении других монахов, которые шли позади и впереди, пустились в путь вдоль стены дворца, чтобы, по возможности, избежать встречи с толпой и, таким образом, добраться до улиц, ведших на площадь Педро и к монастырю. Монахи думали, что несут мертвого, так как Атсо, несмотря на сильные толчки, не приходил в себя. Вдруг с его губ сорвался тяжелый вздох, как будто он проснулся после продолжительного глубокого сна. Его веки, на которых запеклись капли крови, стали медленно шевелиться, глаза открылись, и взоры цыгана напрасно старались рассмотреть, где он находится и что с ним происходит. Эта неизвестность продолжалась несколько минут. Монахи многозначительно переглянулись, когда увидели, что цыган приходит в себя. Они на минуту остановились в сомнении, идтили им дальше, так как на площади Педро, к которой они приближались, стояли толпы народа. Двигая ногами, проклятый язычник, крикнул один из монахов с давленным голосом. — Неужели ты думаешь, что мы тебя понесем? — Кто вы такие? — Что вы со мной делаете? — спросил Атсо слабым голосом. — Молчи, собака. — А не то мы бросим тебя на произвол судьбы. — Куда вы меня ведете? — Что случилось со мной? — Молчать. — Монашеская ряса? — крикнул Атсо, более громким голосом. — Вы же все монахи! Пустите меня! — Подвигайтесь скорее. Мы сейчас дойдем до угла. — Пустите меня! — Что вы хотите со мной сделать? — крикнул Атсо и попробовал, насколько позволяли силы, вырваться из рук монахов, зорко наблюдавших за прохожими и толпой народа на площади. — Пустите меня! — говорю я вам. — Я истекаю кровью! Эти крики долетели до толпы. И через несколько секунд вокруг монахов собралась целая куча любопытных, так грозно смотревших на них, что они невольно все побледнели. В то время как мучители Атсо старались протиснуться дальше, один из монахов приблизился к толпе. — Не давайте себя обманывать, дорогие! — проговорил он смиренным голосом. — Бедный брат, который зовет вас на помощь, выпил слишком много вина. — Но ведь он истек кровью! — послышался голос из толпы. — Не трогаться с места! — Эти негодяи опять затевают что-то недоброе! Посмотрите, как они тащат за собою раненого! — Вы ошибаетесь, дорогие! Брат наш упал на камни, выпив больше, чем может переварить его слабый желудок! Дикий, язвительный хохот был ответом на эти слова монах. — Лжец! — Лицемер! — раздались голоса. — Как будто мы не знаем, кто больше всех нас пьет! — Не смейтесь, дорогие! Бедный брат, который кричит о помощи, между тем, как мы хотим отнести его в келью, при падении разбился о камне и лишился чувств! — Спасите меня! — Я не монах! — крикнул в эту минуту Аццо и попробовал вырвать свою руку из руки проводника, заскрежетавшего зубами. — Не пускайте их! Убейте их! — послышалось из толпы, которая так враждебно относилась к монахам, что этих слов было достаточно, чтобы внезапно увидеть более ста рук, направленных против ненавистных. — Они лишили меня чувств, чтобы потащить в Санта-Мадре! — сказал Аццо. — Они ранили меня, чтобы лишить языка! — Негодяи, убийцы! Убейте их! Держите их! Чтоб никто из них не ушел отсюда! — кричала взволнованная толпа. — Аццо освободили, а забежавшими монахами послали погоню. Образовался большой наплыв народа. На площади Педро раздавались грозные крики «Долой монахов! Долой Санта-Мадрес! Смерть паттерам и иезуитам!» Приблизился отряд солдат. Вся сцена походила на восстание, как будто народ уже предчувствовал, что должно было совершиться через несколько дней. «Долой негодяев улицы Фабурго! Долой всех приверженцев Санта-Мадре! Хотя бы они носили короны!» Некоторые из монахов под прикрытием ночи счастливо отделались, но другие были через несколько мгновений настигнуты и повалены на землю. Ярость народа была ужасна. Монахи, чуть не убившие цыгана, чтобы забрать его в свою власть, были разорваны разъяренной толпой, а цыгану же немедленно была оказана помощь. Солдаты попробовали расчистить площадь, но их действия носили мирный характер. Они признавались, что и сами разделяют всеобщую ненависть к монахам и паттерам. Около полуночи толпа рассеялась. На месте, где накануне крики отца были услышаны народом, были найдены три монаха, окровавленные и обезображенные до того, что их нельзя было узнать. Остальные успели спастись бегством. Долго еще раздавались в тишине ночи, как грозные раскаты грома, яростные крики «Долой негодяев! Санта-Мадре!» Цыган Аццо был в продолжении всей ночь предметом общего заботливого ухода, так как в нем видели одну из тех жертв, которые, часто незамеченные народом, попадали в руки монахов улицы Фобурга. Несколько времени спустя Аццо, несмотря на свою рану, после кратковременного отдыха гостя отправился в Кадикс, в дом коменданта. Мы поспешим и посмотрим, что произошло там, в тот день, когда Мадрид принял совершенно необычный вид. Глава 31 Граф Джирдженти В ту же ночь, в которую королева получила в Оскуреале известие о предстоявшем или уже вспыхнувшем восстании, известие, сильно ее встревожившее, так как Сарано и Прим были предводителями, она получила из кабинета императрицы французов письмо, из которого было ясно, что Наполеон и его супруга намереваются сделать королеве Испании визит в Сан-Себастьяне. Изабелла глубоко вздохнула при чтении этого письма. Морщины исчезли с ее лба, и только на губах играла надменная улыбка. Императрица французов называла ее в этом письме своей государыней. Это возбудило в королеве не только чувство гордости, но и придало ей некоторую уверенность. Чего ей теперь бояться, имея такую сильную опору? Изабелла, попросив доно Морфоре, явиться через час в ее покое с одним из членов кабинета, быстро вышла из палатки в сопровождении своих придворных дам и отправилась во дворец. Она не обращала более внимания на веселье масок, в это позднее время начавшее мало-помалу утихать. — Мы должны сознаться, — говорила она, — что давно уже не имели такой тревожной ночи. Одно известие приходит за другим, один адъютант перегоняет другого, и мы должны благодарить всех святых за то, что последнее известие, которое мы получили, делает все остальные незначительными. Королева против обыкновения быстрыми шагами приближалась к дворцу. Доказательство, что она готовилась предпринять что-то очень важное. Войдя в свои покои, она сбросила с себя маскарадный костюм, и камеристки надели на нее палевое шелковое платье и кружевную мантилью. Затем, входя в свою так называемую рабочую комнату, Изабелла приказала ввести к себе генерал-интенданта и члена кабинета. — Дон Браво несколько часов тому назад вернулся в нашу столицу, чтобы исполнить наши приказания, но со времени удаления его мы получили такие важные известия, что немедленно должны просить вас о приведении восполнения наших решений, — сказала Изабелла. — Вы, дон Марфори, читали любезное письмо, которое мы получили из Парижа. Инфанта Мария, графиня Джирдженти, в настоящее время часто посещающая Тюэльрийский дворец, не безучастна в этом письме. Поэтому мы хотим исполнить желание графа, которое он недавно выразил нам. — Ваше Величество, вы думаете об удалении Дона Олуцаги из Парижа? — прервал Марфори. — Совершенно верно. Мы имеем в виду господина Мона, который, по всей вероятности, способен заменить Дона Олуцагу. — Он не только в состоянии заменить, но и заставить нас забыть его, — отвечал Марфори. — Я давно уже хотел обратить внимание, Вашего Величества, на то, что Дон Солюстян Олуцага постоянно находится в союзе с теми господами, в которых Ваше Величество узнало теперь опасных изменников. Поэтому теперь пора отозвать Дона Олуцагу и назначить на его место господина Мона. — Мы намерены приготовить кабинету соответствующее приказание, — отвечала Изабелла, скользя пером по бумаге. — Телеграф тотчас же передаст это распоряжение в Париж, и господин Мон отправится туда немедленно, чтобы ему, а не Дону Олуцаги, встретить нас в Сан-Себастьяне и Беоридце. — Нам было бы неприятно в теперешних обстоятельствах видеть около себя друга того изменника, которому, может быть, как заставляют нас предполагать некоторые известия, тайные корреспонденции, следует приписать военное восстание. Распоряжение о нем еще последует. Генерал Новоличес, которого мы возвели в маркизы, чтобы заставить принимать ближе к сердцу наше дело, должен немедленно отправиться к нему с отборными войсками нашей гвардии и там немилосердно наказать мятежников. — Взятые в плен изгнанные генералы должны быть немедленно расстреляны по приговору военного суда, кто бы они ни были. Маркиз Дуэро должен начальствовать над центром, имеющим расположиться около Мадрида, а граф Честе примет высшее начальство над войсками Каталонии, Арагонии и Валенсии. — Никакого снисхождения, господин член кабинета, никакого не давайте генералам, никакого помилования. При малейшем возмущении суд и смерть. Итак, мы надеемся, прибывшие через несколько дней в Сан-Себастьян, получить там известие, что странные замыслы и попытки изгнанников уничтожены навсегда. Вы, господин генерал-интендант, будете лично сопровождать нас и нашего супруга. — Когда, Ваше Величество, прикажете отправиться завтра, дон Марфори. 18-го числа императрица французов надеется посетить меня в Сан-Себастьяне со своим супругом, императором Наполеоном. Здесь, господин министр, приказание которое вы должны немедленно отправить в Мадрид, чтобы господин министр-президент сделал по ним необходимое распоряжение и никакой пощады, никакого помилования безумным мечтателем Кадикса. Изабелла все еще считала приготовлявшийся страшный переворот за ничтожные возмущения, какие бывали во все времена в Испании, и в этом случае приготовления, производимые ее собственными руками, что при ее жажде наслаждений и удобств было уже большую жертвою, были достаточны. Улацага, которому она не доверяла, был отозван и заменен Моном, но Валличес, пожалованный в маркизы, должен был отправиться в Андалузию для наказания возмутившихся полков и тайно как предатель умертвить возвращавшихся генералов. Генералы Сарано-Дульча-Милан-Прим — так говорилось в приказе коменданту Новалличесу — должны быть преданы военному суду и по произнесении приговора расстреляны без отлагательства. Об Энрике и ее спутнике Изабелла уже сообщила свое желание Гонсалесу Браво и надеялась через несколько дней иметь их в своей власти. В случае же, если бы возмущение грозило принять большие размеры, она рассчитывала в скором времени найти в императоре Наполеоне союзника, готового пожертвовать всем, чтобы только уничтожить на границе своей земли пример, могущий вызвать отголосок во Франции. Так рассчитывала Изабелла, готовясь к путешествию в Сан-Себастьян, лежавшей около границы, куда мы отправимся в следующей главе. Она не хотела посетить Мадрид в настоящее время, и потому был решен прямой переезд в отдаленную гавань. Король, как всегда, в этом не имел собственной воли, Патер Кларет не позабыл уложить свой молитвенник. Морфори позаботился о черной краске для своей бороды, и на другой день двор уже спешил к северу. Прежде чем мы возвращаемся в Мадрид, чтобы посмотреть, что случилось там во время путешествия королевы, мы должны рассказать вкратце, что граф Джирдженти и его прекрасная супруга не наслаждались тем супружеским счастьем, которого желали при заключении этого брака. Между эту и королевскую четою можно было заметить удивительные сходства не только в том, что касается личностей, но и их взаимных отношений. Граф Джирдженти, родственник Франциско де Осизи, был, подобно ему, невзрачен и ничтожен, инфанта Мария, подобно королеве, была прекрасна. Хотя Изабелла, как помнят читатели, сказала во время обручения в Филипповой зале в Мадриде, что этот союз совершается по желанию инфанте, а не с политической целью, но под этим заявлением скрывалась надежда составить графу Джирдженти неаполитанский трон через отречение экс-короля Франц. Эта цель и была побудительной причиной заставившую гордую и честолюбивую инфанту отдать руку графу Джирдженти, когда инфант Альфонс являлся ее соперником на испанский престол, и отвергнуть Рамиро, хотя она была слишком похожа на свою мать, чтобы позабыть навсегда прекрасный образ графа Теба. Молодая чета провела свой медовый месяц в приятных развлечениях, путешествуя по югу Испании, и вслед за тем решилась посетить Париж и Тюильри. Граф Джирдженти удостоверился в том, что Мария любила графа Теба, может быть, еще сильнее, чем прежде, и что она поехала в Париж в надежде встретить его там. Долгие разговоры о Рамиро, в которые она опускалась с доном Олоцагой, превратили подозрение графа в уверенность, что Мария, отдавая ему свою руку, любила его соперника. Сильная ревность запылала в груди графа. В то время как он приветливо улыбался при Парижском дворе, где он и его супруга были приняты чрезвычайно дружелюбно. Граф Джирдженти заметил скоро взором подозрительного наблюдателя, что не только дон Олоцага, но и его сын были любимы и влиятельны в Тюильри. Он также скоро узнал, что Рамиро должен был сопровождать герцогиню де ла Торре на Канарские острова, и тогда, вместе с мучительной ревностью, в сердце его стала расти надежда погубить соперника при первом случае. Поэтому он послал доверенных слуг, которые должны были тотчас же сообщить ему достоверное известие о возвращении и местопребывании графа Теба, чтобы ему, знавшему хорошо, какой гнев королевы постигнет не только герцогиню, но и ее проводника принять необходимые меры. Один из этих слуг в тот самый день, когда королева оставила Искуреал, а Новоличес, еще бывший комендантом Мадрида, покинул этот пост, чтобы отправиться с войском к югу, прислал графу Джирдженти по телеграфу такое важное известие, что ревнивый маленький граф, желавший какое бы то ни было ценою погубить графа Теба, решился тотчас же отправиться в Испанию. Его влекло туда, кроме того, желание приобрести на родине жены, по возможности не только приверженцев, чтобы ему при инфанте Марии удалось овладеть правлением вместо маленького принца Астурийского. Общая черта всех бурбонов – это расчет на слабость своих братьев и сестер и их стремление при первой возможности занять их места, не заботясь о том, что последние проклинают их. Они вытесняют друг друга, утешая себя, может быть, тем, что по опыту знают особое качество бурбонов – приготовлять себе заблаговременно, хотя бы за счет народа, необходимые гроши на черный день гроши, оказывающиеся впоследствии миллионами. Разлука с супругою, которую он оставил в Париже, была тем легче для графа, что он намеревался не быть праздным в этом восстании, но принять начальство над полком, как это делали многочисленные родственники королевы. Граф Джирдженти отправился в скором времени после того, как имел удовольствие видеть, что Олоцага отозван со своего поста и заменен Моном, который без замедления отправился в Париж с королевским двором в Биориц, а оттуда в Сан-Себастьян. Прощание Инфанты не было особенно трогательным, потому что она не чувствовала ни малейшей искры любви к своему супругу. Она любила одного графа Теба, которого так легкомысленно оттолкнула от себя. Хотя признание в этой мучительной любви, бывшей справедливым наказанием для нее ни разу не сорвалось с ее языка, но супруг ее все-таки знал о ней. В то время, когда блестящий придворный штат следовал за королевой в Сан-Себастьян, и когда в мрачной столице распространялись слухи о восстании, Новолитчес делал необходимое приготовление, чтобы, оставив комендантский пост, стать во главе быстро собранных войск. Он, как бы предчувствуя увеличение восстания и силы мятежников, собрал десятитысячный корпус и приказал ему растянуться вправо и влево от Оран-Хуэс. Он надеялся таким образом располагать силою, достаточную для усмирения мятежа и чувствовать благодарность королеве, заранее назначившей его на такой важный пост. В Мадриде внимательно следили за полками в казармах, не предчувствуя того, что генерал Эскаланте делал тайные приготовления к распространению таинственных слухов, приходивших из Кадикса. Никто не знал ничего достоверного, потому что, вследствие приближения последних часов власти хитрого Гонсалеса Браво, частные депеши были запрещены, и все известия попадали в руки кабинета министров, который сообщал только то, что считал для себя выгодным. Но Гонсалес Браво, подобно своим друзьям, уже заблаговременно обратил все свое имущество в звонкую монету и так хорошо позаботился о себе, что не только передал значительное состояние в руки своих друзей, почтенных отцов святого Викентия, но отправил еще большую часть за границу. Он с ревностью, достойной лучшего дела, запасался, как говорил он, к несчастью, необходимыми деньгами и через маркиза Соломанку перевел их во Францию. Теперь он мог спокойно предоставить дела их естественному течению, тем более что известия о возвращении изгнанников прекратились, и можно уже было думать, что дело погибло в самом начале. Но маркиз Новоличес не дал обмануть или задержать себя этим странным спокойствием, и раньше наступления ночи хотел прибыть в Оранхуэс, чтобы, соединив там войска, проникнуть далее к югу. В комендантском доме в Мадриде было сильное движение. Офицеры входили и выходили. Адъютанты выскакивали беспрестанно, ординарцы шныряли взад и вперед. В окнах верхнего этажа было светло, как днем. Маркиз Новоличес, высокий, сильный мужчина с воинственной осанкой, густой черной бородой и темными проницательными глазами, только что получил последнее известие из отдельных полков, после чего приступил к обсуждению с начальником главного штаба положения дел на юге. Вблизи него, перелистывая маленький атлас, который Новоличес хотел взять с собой, стоял Гонсалес, только что передавший все комендантские дела преемнику маркиза. Из приемной, где собрались офицеры всех войск для сопровождения генерала Новоличеса, вышел в залу адъютант последнего. Снаружи слышен был шум, доносившийся и из комнаты. Царила суматоха, неизбежная при всяком отъезде и еще более понятная в такое смутное время. — Что там еще? — вскричал Новоличес, увидя приближавшегося адъютанта. — Какой-то иностранец желает во что бы то ни стало немедленно переговорить с вами, господин маркиз. — Иностранец? — Я не люблю подобных таинственностей. — Особенно сегодня. Отошлите его прочь. Адъютант удалился, но через несколько минут, в продолжении которых Новоличес велел принести шляпу и перчатки, и уже совсем приготовился к отъезду, возвратился опять. Иностранец не уходит и клянется, что ему нужно сообщить маркизу важное известие. Он в беспокойстве и почти в отчаянии. — Пусть войдет. Гонсалес Браво собрался уйти, но Новоличес удержал его, прося быть свидетелем разговора, и удалил всех присутствовавших офицеров. Иностранец вошел. По его нетерпеливым движениям было заметно, что он очень торопился. На нем был длинный черный плащ, в который он завернулся, и только теперь он приподнял немного свою испанскую шляпу, низко надвинутую на лоб. Гонсалес Браво, стоя в стороне, бросил на вошедшего любопытный и подозрительный взгляд, потому что надеялся видеть в нем человека, изменившего мятежником, но вдруг на бледном лице министра выразился испуг. Как будто бы его поразило в незнакомце какое-то сходство. — Этого не может быть! — пробормотал он, в то время как незнакомец, убедившись, что был один с Новоличесом и Гонсалесом Браво, подошел ближе и сбросил свой плащ. — Граф Джирдженти, — вскричал удивленный маркиз, а министр-президент бросил атлас. — Он самый, господа! — отвечал с дружеским поклоном граф, стоявший теперь перед ними в генеральском мундире. — Вы удивляетесь моему костюму и таинственному появлению, но иначе нельзя. Выслушайте меня. — Я приехал сюда из Парижа, потому что поверенные лица сообщили мне известия, важные не для меня, но для ее величества королевы, и заставившие меня спешить сюда, не теряя ни минуты. — Их величество не предчувствовали вашего приезда, и при отправлении в Сан-Себастьян об этом не было ничего известно, — вмешался в разговор Гонсалес Браво. — Мое прибытие так же тайно, как и мой план, господа. Никто и не предчувствует, что я только что возвратился из Кордовы и Севильи. — Из Кордовы? — Так вы должны знать, без сомнения, более того, что депеши сообщают нам. — Я знаю все. Послушайте. Часть изгнанных генералов высадилась в Кадиксе. Город принадлежит мятежникам. Сарано собирает войска, чтобы укрепиться в Кордове. Южные города очень склонны пристать к нему, и я думаю, что через восемь дней он соберет такую силу, которая… — И так нет более сомнения, что Кадикс уже в руках инсургентов, — прервал новоличес граф. — Никакого. Мятеж увеличивается с каждым днем. — А маршал Прим? — О нем я не мог узнать ничего. Сарано кажется великим полководцем Юга, и я не могу скрыть от вас, что его принимают и приветствуют как героя. Лицо Гонсалеса браво омрачилось при этом известии. — Он будет побежден и наказан, — вскричал новоличес. — Если только удастся его победить, господин маркис, — сказал граф Джирдженти серьезным тоном. Но это не так легко, как думали до сих пор в мадридском лагере и эскуриале. Прикрываясь одеждой, которую я только что сбросил, мне удалось узнать более трудную сторону этого дела. Есть только одно средство, один путь, чтобы уничтожить возмущение. — И этот, — вскричали Гонсалес Браво и Новоличес, — овладеть маршалом Сарано. — Без сомнений, он должен быть сильным врагом ее величества, — сказал министр-президент, — и я не знаю, каким другим путем можно овладеть им, исключая поля сражения. — Я сгораю от нетерпения помериться с ним силою, — вскричал Новоличес. Для меня будет истинная честь драться с таким прославленным бойцом. — Извините меня, господин Маркиз, если я вам откровенно признаюсь, что в этом случае я уверен в вашем поражении. Новоличес смирил гневным взглядом маленького графа Джирдженти, оскорблявшего его, может быть, без намерения своей недоверчивой улыбкой. — Вы, кажется, сердитесь на мои слова, господин Маркиз. — И однако же я должен повторить их. Если дойдет до открытой битвы, силы Сарано одолеют ваши, не забудьте, что час назад я возвратился из Кордовы. — Тогда мы сумеем умереть за свое дело, господин граф, — отвечал Новоличес. Новоличес. — Прекрасно. — Великодушно. — Жаль только, что это принесет мало пользы отечеству, ее величеству и всем нам, потому что по вашему трупу бунтовщики пройдут далее. — Нет-нет, господин Маркиз, есть другое средство захватить маршала Сарано и подавить революцию. — Так не заставляйте же нас сомневаться в нем, господин граф, — сказал нетерпеливо Новоличес. — Средство, которое мы можем иметь в руках в ближайшую ночь, — позволительное, отличное, эффективное средство. — Вы знаете, что герцогиня де ле Торре в сопровождении одного новопожалованного графа, как его зовут, вы подразумеваете графа Теба, — подхватил Гонсалес с любопытством, — именно в сопровождении новопожалованного графа Теба герцогиня де ле Торре довершила освобождение изгнанных генералов и счастливо достигла твердой земли. — Мы это знаем, — вскричал Гонсалес, подойдя ближе. — Теперь герцогиня и ее проводник намерены оставить возмутившиеся войска и кадикс. Герцогиня, в сопровождении графа Теба и незначительного прикрытия, отправляется в свой замок, чтобы избегнуть зрелища народной войны и ее опасностей. В эту ночь она проезжает равнину Вега, а в следующую должна будет взять направление через городок Батиста, шесть миль южнее Аранхуэса. Да, было бы очень легко перехватить Кавалькаду, взять в плен герцогиню, ее проводника и держать как заложников. — Отличное предложение! — вскричал Гонсалес, думая в то же время о приказании королевы во что бы то ни стало отдать в ее руки ненавистную Энрику. — И очень важное для престола, — продолжал граф Джидженте, — в лице герцога де ле Торре мы будем иметь в руках опасного предводителя инсургентов, который согласится на все требования, чтобы спасти свою жену. Маркиз Новоличес стоял в раздумье. На лбу его появились морщины. — Вы медлите согласиться со мною, — вскричал граф, — потому что дело касается женщины. — Но вы забываете, господин Маркиз, что таким образом мы избегаем кровопролития, которое было бы ужасно и могло бы неблагоприятно кончиться для королевского дела. — Не медлите ни минуты, дорогой генерал, — сказал Гонсалес, подходя к Маркизу, — королева хочет во что бы то ни стало иметь в своих руках супругу маршала Сарану, отважившуюся освободить последнего вместе с графом Теба и склонить к мятежу. — Ну, так поедемте, господин граф. — Я надеюсь, что вы примете начальство над отрядом керасирского полка, чтобы занять завтра равнину и лес около Батисты. — Отлично, господин Маркиз. Нам удастся таким образом одержать победу без кровопролития. — Господин министр будет так добр известить их величество о моем отправлении в полк, без сомнения, господин граф. Я расскажу о той услуге, которую вы оказали своим открытием. Любой ценой мы должны взять в плен герцогиню Делла Торре. Вместе с изменником Теба, живые или мертвые, они должны попасть в наши руки. Гонсалес Браво простился с графом Джирдженти веселый и полный надежд на усмирение мятежа. Даже в случае неудачи он все-таки оказывал королеве услугу, которую она не забудет. Удача этого плана была тем более вероятна, что линия королевских войск, находившаяся на расстоянии двенадцати часов, могла в случае надобности растянуться на несколько миль в ширину. Граф Джирдженти и маркиз Новоличес поскакали верхом в сопровождении своих адъютантов и штаба к станции железной дороги, откуда с экстренным поездом должны были прибыть через несколько часов в Оранхуэс и сделать там необходимые распоряжения. План маленького честолюбивого графа был действительно не дурен, как мы увидим впоследствии, и он напрасно опасался попасть в плен, когда переодетый спешил из Кордовы. Передовые посты инсургентов выдвинулись так далеко, что обладели всем треугольником, лежавшим между Кадиксом, Севильей и Кордовою. Этот успех вместе с мыслью, что их предводитель, славный маршал Серано, одушевлял и возбуждал их. Взятие гавани и крепости Кадикс было делом нескольких дней после высадки изгнанных генералов. Между тем, как Серано с частью изгнанных генералов высаживался на берег, шумно приветствуемый жителями Кадикса Прим в сопровождении нескольких линейных кораблей, спешил в Каталонию, чтобы возбудить там умы и таким образом произвести восстание разом в нескольких пунктах. Коменданту Кадикса предложили сдать крепость во избежание бесполезного кровопролития, и после короткого размышления, во время которого солдаты братались с моряками, он увидел бесполезность сопротивления, хотя выстрелы и раздавались с укреплений, но ядра не долетали. Серано и Топета уже на следующий день овладели Кадиксом и всем берегом. Энрико и Долорос приветствовали друг друга со слезами радости, перемешанной со страхом ожидания, потому что наступали дни, долженствовавшие решить вопрос о жизни или смерти. Серано, подобно королеве, получил множество угрожающих известий, где говорилось о предстоявшем бомбардировании Кадикса кораблями, оставшимися верными королеве, и потому он решился выслать герцогиню из области военных действий в сопровождении Ромиро и небольшого отряда. Еще побудило его к этому решению известие, что Изабелла, месте которой он должен был опасаться, уехала в Сан-Себастьяны, что многие богатые дворяне юга вывозили свои семейства из театра предстоявшей войны. Франциско посоветовал своей Энрике, с трудом разлучавшейся с ним, ехать под чужим именем во избежание могущих случиться опасностей. — Ромиро сопровождает тебя. — Я спокоен, — говорил Серано, пожимая руку молодого офицера. — Ведь он нашел возможность возвратить нас на родную землю. И он, конечно, сумеет доставить тебя невредимой и в замок Дальмонте, удаленный от будущего театра военных действий. — Как только супруга ваша будет в безопасности, я поспешу назад, чтобы сражаться рядом с вами. Так, мой молодой друг, через несколько недель я надеюсь снова обнять тебя. Пресвятая Дева с нами и доставит нам победу. — Мне так страшно, мой Франциско, — говорила Энрико, прощаясь с мужем, — я могу только молиться за тебя. Молись, прекрасная, благородная душа, молись, твоя молитва будет услышана, мужайся. То, что тебе уже удалось, было труднее и опаснее того, что еще остается сделать. Энрико и Рамиро отправились в дорожной карете, запряженной четырьмя сильными андалузскими лошадьми, сопровождаемой шестью уланами. Последним было строго приказано оказывать неограниченное послушание графу Тебе и стараться избегать больших проселочных дорог. Рельсовые пути и телеграфные столбы на юге были повсюду испорчены в последнюю ночь. Серано провожал свою жену на несколько миль внутрь страны и, простясь с нею в последний раз, возвратился в Кадикс, чтобы соединиться с войсками, находившимися на дороге в Кордову, и образовать там военную силу, обещавшую увеличиваться с каждым часом. Франциско Серано и не предчувствовал, что в Мадриде уже было известно об отъезде его жены. Глава 32 Взятие в плен Войска генерала Новоличеса на следующий день по его прибытии в главный лагерь у Аранхуэса заняли линию в несколько миль. Резервы должны были присоединиться к ним в скором времени. Авангард, которому принадлежал кирасирский полк графа Джирдженти, выдвинулся вперед уже настолько, что передовые посты его находились уже около высот, которые предстояло перейти. Графу Джирдженти было сообщено от Новоличеса, что экипаж герцога де ла Торре должен достигнуть Батисты в следующую ночь, поэтому окрестности последней были заняты на всем протяжении. На дорогах были расставлены посты и часовые, обязанные тотчас, как покажутся путешественники, донести об этом в палатку командира. Таким образом, маленький ревнивый граф Джирдженти был уверен, что Рамиро и Энрико попадут в его руки. Ночь была темной, хотя луна взошла рано, но вскоре скрылась за тучами. До полуночи вдоль всей линии главной армии горели бивачные огни. Дрова превратились уже в угольки, с треском вспыхивавшие еще там и сям, означая место бывших костров. Солдаты, погруженные в глубокий сон, лежали, завернувшись в плащи и положив ручь под голову. Часовые с заряженными ружьями стояли или ходили взад и вперед, а позади спящих в котловине находились палатки главного штаба. Глубокая тишина царствовала кругом, только равномерные шаги часовых прерывали ночное молчание. Главная армия могла беспечно предаваться мирному сну, потому что на расстоянии мили от нее находился авангард под начальством графа Джирдженти. Здесь не было ни огней, ни другого знака присутствия отряда. Старались избежать всего, что могло бы открыть их. Передовые посты были расставлены полукругом до самых высот. Кирасиры, стоявшие у опушки леса, прилегавшего к батисте, привязали своих лошадей к деревьям и, привыкшие к своим господам животные, разлеглись на траве. Кирасиры спали, прислоняясь к своим коням, чтобы в случае внезапного сигнала в несколько секунд уже быть в седле. Полковник Себальос, племянник графа Честы, довольно грубый человек, лично удостоверился с полчаса назад, что люди большей частью находились на назначенных местах, а оказавшихся не на месте, наказал по военному уставу. Шоссе, лежавшее вдоль леса, вело к городку Батисте, которого не было видно из лагеря в ночной темноте. Зато отсюда можно было видеть трех передовых караульных, находившихся на расстоянии нескольких тысяч шагов и поставленных в стороне от шоссе под деревьями, окаймлявшими его. Они привязали позади себя лошадей, и, куря-трубки, растянулись около самой дороги, посматривая по направлению к городу. Из высокой травы высовывались три головы, обросшие бородою. Три солдатские головы, лучше которых не изобразил бы ни один живописец. Серьезные, почти мрачные, смуглые лица, темные, спокойные глаза и густые черные бороды. – Мне не дает покоя, что маршал Сарано стоит в Кордове, – пробормотал первый. – Мне тоже не годится идти против своих прежних начальников, – промолвил второй. – Одно из двух, или с ним, или против него, – сказал третий. – А жалования, а? Получили ли вы, вот уже четыре недели, хотя Писету? – Там иначе я вам говорю. Терпел ли ты нужду под начальством Сарано Диас? Получал ли ты неисправно жалования, Фернандо? – Нет, Кристину, я согласен с тобой, – отвечал последний с мрачным лицом. – И не напрасно говорили, что герцог Делла Торре часто платил из своего кошелька, чтобы не заставлять нас ждать. – И маршал Прим тоже против нас, – произнес Диас. – Весь полк с офицерами перешел к инсургентам, – хоть это и скрывают. – Ни один человек немедлил – Если так продолжится еще недели-две, то генерал Новоличес не увидит вокруг себя ни одного пикета. Он извлекает выгоду, а мы должны голодать. – Горожане и крестьяне тоже ничего не имеют. – Так что же от них требовать? – Так идти долго не может, – говорю я вам. – Подождите еще три дня, а там… – Там вы меня больше не увидите, – сказал Кристину. – Если мы сами не последуем за тобой, – ответили остальные. Большая дорога с темными каштановыми деревьями по обеим сторонам лежала окруженная ночным мраком перед тремя часовыми, ведшими в полголоса этот разговор, который, будучи услышан начальниками, стоил бы им жизни. Но недовольство так росло с каждым днем, что три киросира-полка графа Джирдженти безбоязненно выражали свое мнение. Вдали видны были очертания маленького городка Батисты, черные крыши и колокольни которого обрисовывались в небе, покрытым тучами. Глубокая тишина царствовала вокруг, ночной ветер шелестел верхушками деревьев, издалека со стороны болота раздавался неприятный крик водяной птицы. Было уже заполночь, когда Кристино вдруг вскочил, подняв высоко голову, вглядываясь и прислушиваясь, не обманывается ли он. Ему почудился далекий шум. Диас и Фернандо заметили его движение и стали тоже прислушиваться. – Пусть меня повесят, если это не удары кнута, – прошептал Кристино, вставая и выходя из тени деревьев на дорогу. Тут он бросился на землю и приложил к ней ухо. – Нельзя больше сомневаться. Диас, скачи к полковнику, покуда мы еще здесь. Мы должны исполнить его приказание. Это приближающийся экипаж. Вы слышали стук? – Совершенно явственно. Он слышится со стороны города. Экипаж катится по мостовой городских улиц. – Скорее, Диас. – Ты еще успеешь к полковнику Себалиосу объяви ему, что приближается экипаж. – Задержите его! – вскрикнул Диас, вскакивая на лошадь. Через несколько минут он исчез в темноте. Кристино и Фернандо готовились загородить дорогу, приближавшему экипажу. И так как, по всей вероятности, это не могло обойтись без насильственных мер, вынули пистолет из седел и расположились по обе стороны шоссе. – Будем стрелять только в крайнем случае, – сказал Кристино своему товарищу, понижая голос. – Мы еще не знаем, чего хотят достигнуть этим захватом в плен. – Если тут дело идет об изгнанном генерале, который хочет достигнуть Мадрида переодетый и под чужим именем, так мы ему не враги. – Слышишь стук копыт? – Карету сопровождают верховые. Еще нельзя различить, сколько их. – Действительно, со стороны дороги, находившейся между караульными и городом, до них долетал ясно, кроме шума приближающегося экипажа, равномерный стук лошадиных копыт. И, наконец, они увидели большую почтовую карету, сопровождаемую несколькими всадниками, число которых еще нельзя было определить. Кристино и Фернандо подождали, пока лошади, бежавшие крупной рысью, были от них шагах в двадцати, тогда они с обеих сторон бросились к карете с поднятыми руками и криком именем королевы «Остановитесь!» Управлявший лошадьми, по-видимому, думал иметь дело с разбойниками, поэтому, ударив по лошадям, он с угрозой поднял кнут над обоими солдатами, которых не разглядел в темноте. – Стой! Или мы застрелим твоих клячь! Кучер увидел пистолеты. В то же время проводники кареты, их было двое, подскакали к обоим солдатам, они имели в руках пистолеты и, казалось, подобно Кучеру предполагали нападение разбойников. Кристино с первого же взгляда увидел, что оба проводника были просто слуги. – Именем королевы приказываем вам остановиться. Вы подъехали к передовым постам королевского войска, а мы получили приказание задерживать всякий экипаж. – Если только это не плутни! – промолвил один из слуг, между тем как Кучер действительно остановил экипаж. – Синьор! – вскричал с угрозой Кристину, – не оскорбляйте старого испанского солдата. Посмотрите на этот знак отличия, мы не разбойники. – Так пропустите же нас! В карете находится депутат Валлин с супругою. Дверца кареты отворилась, и раздался суровый голос господина. – Что там такое? – От чего ты остановился, Иоаким? – Мы принуждены к этому, сударь. – Эти люди, одетые солдатами, утверждают, что должны задержать нас, потому что мы приблизились к королевскому войску, – отвечал Кучер. – Черт возьми! Что это значит? – вскричал мужчина, между тем как послышался женский шепот, – поезжай, отгони этих людей. Хорошо было бы, если бы всякие ночные птицы, купившие себе пестрое платье, вздумали останавливать путешественников на большой дороге. Кучер взмахнул кнутом. Двое слуг бросились на Кристино, а лошади рванулись с такой силой, что загораживавший им путь Фернандо едва не очутился под копытами, но он успел схватить их за узду своей железной рукой и с такой силой дернул назад, что животные не могли противиться. Между тем, как Кристино угрожал обоим слугам убить их на повал, если они на шаг приблизятся к нему, с той стороны шоссе, куда ускакал Диас, раздался стук копыт приближавшихся лошадей. Сидевшие в карете, казалось, были в нерешительности и советовались. – Не с места, говорю я вам, – вскричал рассерженный Кристино. – Вы небезнаказанно ругали нас ночными птицами и разбойниками. Только троньтесь, тогда вы услышите, как просвистит над вашими ушами пара пуль, которая лишит вас слуха и зрения. – Да образумьтесь же, ведь это нечего говорить. – Пусть в этом черном ящике сидит кто угодно. – Это же командир объяснит вам, в чем дело. Около шести или восьми всадников прискакали сюда, возглавляемые полковником Себальесом, которого Диас нашел в лагере авангарда. Себальес увидел, что двое слуг угрожают Кирасиру Кристино и закричал. – Прочь, негодяи! Или я велю стрелять в вас? – Кто тут у вас в карете? – Сейчас, говорите! – Вы медлите, вы смущены. Ого! Нет сомнения, что мы поймали славного зверя! Дверца кареты отворилась изнутри. Себальес тотчас подошел к ней. – Вопрягайте лошадей! – Или нет, Диас, держи заповодье, мы удостоверимся сначала, не заблуждаемся ли мы. – Что же такое? – Разве мы на военном положении, что испанский гражданин со своей супругой не могут беспрепятственно путешествовать? – Находимся мы между врагами, или вы офицер испанской армии? – раздался голос господина, высунувшегося из экипажа. – Прикусите свой язык, господин граф! – отвечал Себальес, нагло заглядывая внутрь кареты и удостоверить, что там сидели мужчина и дама, продолжал. – Вы забываете, что вы военно-пленные, и что в моей власти положить вас на месте? – Пресвятая Дева, – простонала Донна, – мы погибли, и еще после таких удач в делах, которые мы называем государственную измену, герцогиня. – Да, да, вы не предчувствовали, что путешествие ваше уже известно здесь, и что мы не дремали. – Господин граф, герцогиня? – повторил удивленный господин в экипаже. – Я не понимаю вас, полковник. – Как натурально вы разыгрываете удивленного, и как отлично вы умеете притворяться, господин граф Теба, но ваше запирательство не поможет вам. – А какое имя вы и графиня приняли на себя? – Я не знаю, что вы говорите и чего вы хотите от меня, сударь. Я депутат Валлин и еду в Мадрид с моей женой. – Депутат Валлин? – Ха! – Так-так, – иронически проговорил полковник Себальюс, – и я припоминаю, что действительно слышал это имя. Вы сделали недурной выбор. – Но оставим комедию, граф. Вы вместе с герцогиней, которую имеете удовольствие сопровождать уже несколько недель, мои пленники. Вперед к полковому отряду! Вы недолго будете сомневаться насчет своей участи, граф Джирдженти уже радуется объявить ее. – Но ведь это самого… Слова господина в карете были прерваны, потому что Себальюс захлопнул дверцу. – Вы остаетесь на своих постах, – приказал он обоим керасирам Кристино и Фернандо. – Диас будет править лошадьми. Слуги поедут посреди нас, и будут застрелены при малейшей попытке к бегству. – А вы, господа, – обратился он к сопровождавшим его, – будете так добры ехать по сторонам экипажа? – Таким образом сделать невозможным бегство наших пленников. – Я могу обещать вам вперед, что ее величество королева не оставит без награды дело, важность которого она хорошо чувствует. – Все было сделано, как сказал Себальюс. Карета была окружена конвоем. Слуги посередине, Диас на козлах, возле сильно перепуганного кучера, а сам Себальюс ехал то по ту, то по другую сторону экипажа. Поезд направился к полковому отряду, где в ту же ночь граф Джирдженти, присвоивший себе верховную власть по праву королевского зятя, должен был произнести приговор. Себальюс был убежден, что испанской королевской власти оказана громадная услуга взятия им в плен графа Теба и герцогини де ле Торре, и был вне себя от радости, имея в своей власти эти две опасные личности. С язвительной улыбкой слушал он по временам долетавшие до него слова разговора двух пленников и радовался при мысли о богатой награде за это удачное дело. Приблизившись к караулу лагеря, экипаж обогнул спящих солдат и направился к находившимся позади его палаткам. Была глубокая ночь, когда он достиг их и остановился. Адъютанты доложили полковнику Себальюсу, что граф Джирдженти вследствие какого-то известия час назад оставил лагерь в сопровождении многочисленной свиты. — Ну так мы освободим господина графа от работы, — вскричал Себальюс, соскакивая с лошади. — Принесите сюда огня. Бейте тревогу. Весь полк должен быть на ногах и видеть, что случается с изменниками ее величества королевы. Через несколько минут, покуда господина и даму не слишком любезно принуждали выйти из кареты, раздались сигнальный рожок и глухие звуки барабана, сзывавшие керасиров к оружию. В палатке командира был свет. Приготовлялось что-то необыкновенное. Себальюс приветствовал полковых офицеров и потом приказал вывести обоих пленников. Даме постоянно делалось дурно. Проводник ее был бледен и исполнен страха, когда увидел, что проклятия и просьбы тщетны. — Я спрашиваю вас, граф Теба, — обратился к нему Себальюс перед собравшимися офицерами. — Будете ли вы еще упорствовать, приписывая себе чужое имя? — Сжальтесь. — Чего вы хотите от меня? Клянусь вам, я депутат Валлин. — А эта дама, жена моя, клянусь вечным спасением. Не расточайте ложных клятв, господин граф. — Вы едете из Кордовы? — Именно. — Чтобы отправиться с моею женою в Мадрид, я не предчувствовал, что меня сочтут за графа, а жену мою за герцогиню. — Надеюсь, господа, — — обратился Себальюс к окружающим его офицерам, — надеюсь, господа, что вы верите так же мало, как и я словам графа Теба, и что вы скорее будете моего мнения, которое я выражу в коротких словах. — Попросите суда полкового священника. Несколько голосов уже готовы были подняться за то, чтобы подождать графа Джирдженти, знавшего пленников, но Себальюс был так тороплив и настоятелен в своих приказаниях, что никто не отважился ему противоречить. — Мы избавим от этого труда господина графа. — По возвращении его все будет кончено. Мне кажется неуместным соблюдать с опасными изменниками излишние формальности. — Разве с нами поступили бы лучше, господа, попадись мы в руки мятежников, никогда? — Поэтому поступим коротко по правилам военного суда. — Господин Капеллан, — обратился Себальюс к пришедшему священнику, — окажите последнее утешение графу Теба и герцогине де ла Торре. Действие этих слов на пленников было ужасно. Они услышали свой смертный приговор. — Это убийство! — Неслыханное убийство! — вскричал бледный, страшно взволнованный незнакомец. — Это противно народному праву и закону! Я депутат Валлин! Я хочу быть поставлен перед военным судом! Я не признаю самовластного приговора офицера! — Господин Капеллан, исполняйте вашу обязанность, — вскричал Себальюс, между тем как путешественница, долженствовавшая быть герцогиней де ла Торре, с отчаянным криком упала в обморок. Некоторые из офицеров отвернулись. Сцена была ужасная. Тщетно священник старался выудить у незнакомца признание, что он граф Теба. Тщетно напоминал он ему о небе и будущей жизни. Незнакомец горячился, противился стражам, хотевшим связать его. С яростью отчаяния боролся он против превосходящей силы, которую должен был скоро почувствовать. Вид убитой горем спутницы раздражал его еще более. Покуда утренний рассвет чуть брезжил на востоке, Себальюс приказал отряду вблизи стоявшего пехотного полка, на расстоянии около ста шагов от палатки, расстрелять сначала слуг, а потом несчастную чету. – Не надо излишнего сострадания, господа, – обратился он к офицерам, видимо, несогласным с ним, – не надо щадить таких врагов Ее Величества, как эти двое. Нас осмеют в неприятельском лагере, если мы отпустим их целыми и невредимыми. Никогда! – Но донна герцогиня, – осмелился напомнить один офицер, – вы думаете, что донне надо оказать снисхождение? – Мой друг, вы забываете, что эта самая донна возбуждала народную войну, которая будет свирепствовать через несколько дней. Если герцогиня действовала подобно мужчине, ее должно и судить наравне с ним. Я беру все на себя. Делайте, что я приказал. Донна была почти полумертвой, когда солдаты подняли ее с земли для принятия таинства. Путешественник, который то, сложивши с мольбой руки, то, приходя в выступление, не переставал называть себя депутатом Валленом, был, наконец, крепко связан. Несчастных жертв потащили капушки леса на место, назначенное для исполнения приговора. Начинавшийся день освещал страшную сцену убийства, которая разыгрывалась в лагере королевского войска и должна была подать знак ко всеобщей битве. Назначенный отряд пехоты выстроился в шеренгу. Себальос сам приготовился скомандовать исполнение своего страшного, фантастического приговора. Несчастных слуг путешественники привязали к деревьям и подвели солдат, чтобы они видели, как наказывают государственных преступников и всех подвластных им. С холодным спокойствием скомандовал Себальос свое поли, и бедные жертвы повисли с простреленную грудью на столбах, которые заменяли лесные деревья. Трупы отвязали, и незнакомый путешественник с его бесчувственной женою были привязаны к тем же обрызганным кровью деревьям. Сердца самих солдат возмущались против этого злодеяния, но грозный взгляд Себальоса, напоминавший им о повиновении, заставил замолчать их внутренний голос. Обе жертвы могли только стонать и молиться. Они были привязаны к деревьям. Солдаты, снова зарядив свои ружья и прицелившись, ждали команды полковника Себальоса, спокойный взгляд от которого, казалось, наслаждался страданием графа Теба и герцогини де ле Торре. В то мгновение, как раздался его приказ открыть огонь, со стороны палаток послышался глухой говор. Раздался выстрел. У деревьев прозвучал ужасный крик, и утреннее солнце осветило два трупа. — Отменить казнь! — послышалось уже явственнее со стороны палаток, и полковник Себальос, только что окончивший свое ужасное дело, увидел вдали несколько всадников и позади них экипаж. — Отменить казнь! — Граф Джирдженти взял в плен графа Теба и герцогиню де ле Торре. Они находятся там, в дорожной карете, — объявил адъютант графа Джирдженти. Было уже поздно. Депутат Валлин и его супруга сделались жертвами слепой жестокости Себальоса. Их безжизненные тела, прикрепленные веревками, висели на деревьях. Все рассказанное здесь, действительность, несчастный Валлин с женой, были первыми невинными жертвами коростолюбивых слуг трона. Полковник Себальос прославился как бесчувственный палач. Этот поступок не только остался безнаказанным, но его еще постарались скрыть. Трупы были скоро зарыты. Себальос поспешил к палаткам, куда только что прибыли под сильным прикрытием Энрико и Рамиро. В то время как карета Валлина была остановлена около Батисты, другие передовые караульные заметили экипаж герцогини де ле Торре, сопровождаемый Уланами, и вступили с ними в рукопашный бой. Скоро сигнал возвестил о битве ближайший караул, а последний графа Джирдженти. Маленький, сжигаемый ревностью граф тотчас же отправился в дорогу с сильным отрядом, чтобы самому довершить дело ареста графа и герцогини, которых он надеялся встретить. В то время как Себальос убивал невинных, превосходящие силы графа Джирдженти легко одолели шестерых Улан, данных Сэрано в проводники своей жене. Рамиро после отчаянной защиты увидел бесполезность сопротивления, так как сопровождавшие графа Кирасиры были в десятеро многочисленнее их. Несколько уланы королевских солдат лежали мертвыми, когда он объявил себя и герцогиню военно-пленными. Адъютант графа Джирдженти уверил его, что им с герцогиней будет оказано всевозможное снисхождение, но что всякая попытка к бегству ухудшит их положение. Энрико увидела себя в руках неприятелей. Она чувствовала, что слово не будет сдержано, и ей отомстят за все происшедшее в последнее время. Она понимала, что королева только того и ждала, как бы иметь ее в своих руках, и эта мысль заставляла ее содрогаться. Рамиро старался ее поддержать. Зная, что вся равнина обложена королевскими войсками, он надеялся избежать нападения, пробираясь боковой дорогой, но вдруг увидел себя в руках человека, отнявшего у него инфанту Марию. Если он и не чувствовал уже любви к кокетке, игравшей его чувствами, то впечатление, произведенное на него неожиданным обручением с Джирдженти, осталось неизгладимым в его памяти. Он не мог даже драться со своим противником, потому что подобное предложение пленника могло быть только осмеяно. Энрико и Рамиро были отведены в палатки, охраняемые караульными, для пресечения всякой попытки к бегству со стороны пленников. Упоенный радостью скакал Джирдженти со своим адъютантом в главную квартиру, чтобы сообщить генералу Новоличесу об удавшемся деле. Гонсалес Браво, как бы побуждаемый каким-то предчувствием, тоже приехал в лагерь из города и сердечно поздравил графа Джирдженти. — Это больше, чем выигранное сражение, граф, — вскричал он. — Позвольте мне тотчас же сообщить это важное известие Ее Величеству в Сан-Себастьян. — Мы поступили бы хорошо, если бы заключили пленников в безопасное место, — сказал граф Джирдженти, — как заложников. — Маркиз, — обратился он к Новоличесу, — я думаю, мы недолго уже будем получать дурные вести о переходе изменнических полков на сторону мятежников. Я уверен, что мы победили без кровопролития и усмирили инсургентов. — Я бы не желал этого, Маркиз. Я вам верю. Такой храбрый генерал, как вы, не любит подобной сдачи без битвы. Однако мы должны немедленно же послать офицера в Кордову к маршалу Серано и предложить ему вопрос, желает ли он идти вперед и найти труп своей жены или покориться и тогда снова увидеться с ней? — Насколько я знаю, герцога де ла Торре, — сказал серьезно Новоличес, — он заколет офицера, который принесет ему подобную весть. — Подобные послы неприкосновенны. — Должны быть. Однако же, господин министр, я не поручусь даже за себя, что подобный посол вышел бы целым из моей палатки. — А я не такой горячий, как вы, маркиз, — колко сказал Гонсалес Браво, знавший лучше Новоличеса, что ярость инсургентов увеличивалась с каждым днем. — Ее величество никогда не позабудет вам того, что вы пропустили случай победить без кровопролития. — Напротив, я могу поклясться в том, что вы будете королевой награждены, если вам удастся избавить Испанию от народной войны, исхода которой мы еще не можем предвидеть. — Я согласен с господином министром, — сказал граф Джирдженти. — Надо предложить начальнику инсургентов вопрос, что он предпочтет. И, насколько я слышал, герцог Делла Торре так любит свою жену, что он непременно покорится. Когда ему предложат на выбор или идти вперед по трупу своей жены, или безнаказанно снова с ней увидеться. — Я имею причины не доверять этой тайной вести ни одному из моих офицеров, — произнес Новоличес. — И в подобном случае Серано нечего будет сомневаться или выбирать. Только один из нас, господа, может взять на себя это поручение. — Господин министр, напишите тотчас же герцогу Делла Торре письмо, где вы объявляете ему, что я, маркис Новоличес, посещу его через три дня как парламентер для тайных переговоров. Я должен вам сознаться, что подобное решение для меня очень трудно, но я исполню его. — Пусть ее величество видит мою неограниченную преданность. — Отлично, маркис. Написав письмо предводителю мятежников Серано, я сам поспешу в Сан-Себастьян, чтобы рассказать королеве о вашем мужестве и вашей решимости. — Будьте уверены, что это новое доказательство великодушной преданности будет вашими лучшими лаврами, потому что величие духа украшает героя. — Не одним только мечом, маркис, можно достигнуть победы, которую вы теперь одержите еще прекраснее, потому что устраняет кровопролитие народной войны. Прежде чем отправиться в главную квартиру нашего героя и его друзей, мы должны рассказать читателям, что происходило с Изабеллой в течение этого времени. Глава 33 В Сан-Себастьяне Мы видели впечатление, произведенное письмом императрицы Евгении на ее государыню, как любила она называть испанскую королеву. Королева прибыла без замедления в Сан-Себастьян, город, лежащий вблизи Пиренеев и французской границы у самого моря. 18 сентября она ожидала посещения императора Наполеона с супругой, а 19-го сама хотела отдать им визит в Биорице. Изабелла надеялась, что это свидание уже само по себе послужит к усмирению восстания. В противном случае она хотела просить королевскую чету о помощи, в которой, вероятно, не будет отказана, потому что императору Наполеону не мог быть приятен такой пример для его легко увлекающегося народа и еще на самой границе его владений. Олуцага, которого Изабелла считала участником заговора возмутившихся генералов, был отозван из Парижа и находился на пути в Мадрид. Его преемник Мон также должен был немедленно сопровождать императорскую чету из Парижа в Биорице, чтобы присутствовать при свидании соседних государей. Точно так же и французский посланник в Мадриде, Мерсье де Лостант, сопровождал королеву в Сан-Себастьян, куда она привезла, кроме Дона Морфори и многочисленной свиты еще Патра Клоретта и своего мужа. Сестра Патручиньо после неудавшегося плана погубить отцу уехала в свой монастырь Варанхуэс, несмотря на то, что всякое движение причиняло боль ее ранам. Королева-мать со своим супругом и многочисленными детьми заблаговременно уехала в Сан-Адрес, около Гавра, так как воздух Мадрида показался ей душен. Она чувствовала, что династия Бурбонов, уже не изложенная в Неаполе, доживала свои последние дни в Испании, хотя и опасалась высказывать подобное мнение. Так как она с мужем была во многом виновата в предстоявшем падении, то, конечно, знала, как много поводов имели испанцы к горькому недовольству правительством. Поэтому, неприметно собрав свое золото, драгоценности, она позаботилась о безопасности своего семейства и своей собственной уехав в Сан-Андрес с герцогом Рианцаресом. Теперь она могла удобно наблюдать издали за ходом разрушительного процесса в Испании. Еще спокойнее, как будто не выезжая из Аранхоэса, проводил время король. Сидя в гондоле в маленькой бухте-гавани Сан-Себастьяна, он с неутомимым усердием ловил рыбу, в то время как его жена томилась страхом и ожиданием. По целым дням можно было видеть короля, сидящего с закинутой удочкой, как будто весь мир около него был раем, а он сам – Адамом до изгнания. Что ему было за дело до беспокойств и смут в государстве? Ведь он был только мужем своей жены и не желал бесполезно омрачать даже часа своей жизни. Если заблуждения Изабеллы имели еще оправдание, то, кроме вредного влияния иезуитов, оно состоит главным образом в том, что испанская властительница была связана с Франциско де Оссизи раньше, чем была в состоянии смело рассуждать. Во дворце Сан-Себастьяна, из окон которого открывался великолепный вид на море, Изабелла ожидала с нетерпением 18 сентября. Она надеялась, что свидание с императором Наполеоном исправит все. Во все это время из Мадрида приходили депеши от Гонсалеса Браво, старавшегося сначала смягчить настоящее положение дел, но потом делавшего все тревожные и тревожные пояснения и сообщения. Наконец, после перехода флота на сторону инсургентов, восстание могло легко распространиться по всему полуострову. Когда достойный министр известил королеву, что граф Джирдженти приехал в Мадрид вопреки ее повелению, Изабелла была разгневана до крайности. Сознание своей виновности обнаруживалось в ней тем, что она во всех родственниках видела соперников престола и боялась их. Это было причиной, побудившую ее изгнать герцога Монпансье, свою сестру Луизу, живших теперь в Лиссабоне. Это же заставило ее отослать в Париж графа Джирдженти и дочь Марию. Она боялась, что кто-нибудь из них воспользуется теперешним волнением, чтобы вытеснить ее, и, чувствуя себя слабою на троне, она удалила их из страны. По приказанию королевы, некоторые комнаты во дворце Сан-Себастьяна, назначенные для императорской четы, были отделаны с роскошью, потому что это свидание должно было быть так же блестяще, как и важно по своим последствиям. Стены комнат были обиты цветами и гербами императорской фамилии, галереей коврами, вышитыми золотом. В капелле большой оркестр разучивал музыку, блестящие иллюминации и фейерверк уже были готовы, придворные дамы были обязаны ежедневно придумывать новые туалеты для королевы. Все оказалось недостаточно роскошным и истинно королевским для воскомерной Изабеллы. Она хотела принять императора и его супругу с невиданным, да то ли, блеском. Заботы о выборе лучшего из бесчисленного множества платьев и драгоценных украшений, кажется, заглушили у нее заботы о восстании. Лучшим доказательством этому служило то, что Изабелла, наслаждаясь лакомыми блюдами в обществе Дона Морфоре, явно полнела с каждым днем. Через 24 часа после пленения Энрики и Рамира, Гонсалес Браво прибыл в Сан-Себастьян и доложил о себе королеве, слушавшей обедню Патера Клорет. Изабелла с нетерпением и любопытством приняла министра, имевшего без сомнения важные новости. — Вы победитель без кровопролития, Дон Браво. — Я вижу это на вашем лице, — сказала королева, низко раскланивавшемуся ей придворному льстецу. — Ваше Величество, я очень счастлив, что могу сообщить вам известия о победе. — Говорите же, мой дорогой Дон, я нуждаюсь в подобных известиях после того, как мне донесли о возвращении графа Джердженте к войску против нашего желания. Супруг инфанты Марии помог оказать большую услугу вашему величеству. Общими усилиями и небезопасности нам удалось взять в плен герцогиню де ла Торре и ее проводника графа Теба. — Герцогиня в плену? — вскричала Изабелла, и лицо ее преобразилось. — Это лучшее известие, какое вы только могли принести, господин министр. Герцогиня в плену. О, несравненное торжество! Предчувствует ли Серано это? — В то время как я спешил сюда с известием, Маркис Новоличес отправился в лагерь инсургентов, расположенный около Кордовы. — Маркис уж слишком смел. В таком случае можно на все отважиться, ваше величество. Вы правы, господин министр. — Мы обладаем таким принудительным средством, которым должно пользоваться. — Маркис предоставил маршалу Серано выбор. — Мы были уверены, что действуем по желанию вашего величества между продолжением восстания. — И в этом случае он жертвует своей супругой и покорностью. — Отлично, Маршал не будет долго раздумывать. В этом случае приказываю вам заключить герцогиню Де-Ле-Торре в самую надежную темницу Мадрида. — О, я спешу в мою резиденцию. Искательница приключений и ее проводник в плену. Сообщите военному министру о моем желании дать графу Джирдженте еще один гусарский полк. — Это отличие будет приятно супругу моей дочери. — Вас же и маркиза Новоличеса я сумею наградить по возвращении в Мадрид. Мое главное желание исполнилось. Синьора Энрико действительно попалась в наши руки. Никакой пощады, никакого снисхождения, господин министр. Приказываю заковать пленницу в цепи, хотя ее герб украшен герцогской короной. В цепи! Слышите ли в цепи? Это мысль для меня благодеяние. Розовые цепи примут теперь другую форму. Изабелла была в упоении от сознания своей власти. Она не чувствовала, что в то время, когда она отдавала приказы хитрому Гонсалесу Браво, гроза уже разразилась над ней. Она не предчувствовала, что скоро торжество уступит место отчаянию. — Объявите Мадрид и все большие города на военном положении, — вскричала Изабелла вслед своему министру, удалявшемуся от нее с низкими поклонами, чтобы снова возвращаться в волнующуюся столицу. — Я хочу напомнить герцогу де ла Торре и всем мятежникам, безнаказанно приветствующим его повсюду, что я еще не лишена власть. Итак, в глубочайшую темницу эту сеньору Энрику и ее проводника в цепи! Услужливый Гонсалес поспешил в Мадрид. Королева торжествовала. — Наконец, наконец, — восклицала она, — горе тебе, осмелившийся противиться мне, вырвавший у меня Франциско Серано! Твой час пробил. В моих руках двойная победа. И я хочу ею воспользоваться вполне. Ты погибла, Энрико. На этот раз я уже насыщу свою ненависть. Уже десять лет моя жажда мести преследует тебя. Тебе постоянно удавалось избегать моей власти. Ты всегда ускользала из моих рук. На этот раз мой долго копившийся гнев раздавит тебя и устранит навеки. На этот раз ты уже не будешь позорить меня своим смехом и не уйдешь невредимую из моих рук. — Да, Франциско Серано, ты должен увидеть и убедиться, что я не могла видеть другой женщины вблизи тебя. Я могу простить и позабыть все. Только не этот час, пережитый мною, когда прибыв в Дель-Монте, я нашла все так, как предсказывала мне монахиня. В этот час я презирала все. Тебя, себя, Энрику. Человеческое сердце может любить только раз, — произнес ты некогда слова, имевшие для меня такое страшное значение. — Все, что потом нам кажется любовью, — только обман чувств. Я тоже могла любить только один раз. Но ты исполнил свое давнишнее сердечное желание, потому что этой Энрике и принадлежала твоя первая любовь, потому что ей, а не мне, суждено было назвать тебя своим супругом. А ты знаешь меня. И не удивишься, если увидишь Энрику, уничтоженную моей рукою. Проклинай меня, осуждай. Даже твоя ненависть лучше равнодушие и презрение. Ты уже ненавидишь меня теперь за то, что я разлучаю тебя с Энрикою, но ты должен испытать еще большие мучения, потому что все, что тебе предстоит испытать Франциско Серано. Я уже испытала. Итак, немедленно, не раздумывая, я должна купить себе покой, а этот покой может доставить мне только сознание, что Энрико навсегда устранено. — Граф Теба, как государственный изменник, должен подставить свою грудь ружьем своих солдат. Это будет и для них испытания. — Супруга мятежника Серано должна склонить свою голову под топором седого вермудеца. Я клянусь всеми святыми, что будет так. И чтоб мне не пришлось раскаяться или склониться на чью-нибудь просьбу, я клянусь здесь, кладя руку на распятие. Рамиро де Олоцага, граф Теба, падет под пулями своих солдат, и Энрико сложит голову под секирую палача в Мадриде. И даже если Серано для спасения своей жены покорится мне, если он склонится предо мною, умоляя о помиловании, я не приму эту просьбу. Я оттолкну его этим от народа и войска, и потом, без сострадания, без милосердия, представлю палачу. Старый вермудец должен внести в свой список также и герцогиню. Так думала Изабелла, утопая в шелковых подушках после известия Браво. Королева не могла заснуть. Образы, не дававшие ей покоя, стояли перед нею. Эти образы преследовали ее. Чтобы защититься и скрыться от них, хотела научиться забыть их, но не смотря ни на Арану, ни на Прима и Примульту, ни на Морфоре, они постоянно вставали в душе королевы. Изабелла королева любила Франциско Серано и любила только его одного. Все последовавшие потом были только заблуждением чувств, которому недоставало божественного дыхания очищающего и возвышающего любовь. Королева чувствовала это, но не была сильна, чтобы удовольствоваться воспоминанием любви. Она пробовала отогнать от себя эти мучительные картины, отдаваясь бледному, пустому призраку первой любви, тому, что Франциско Серано называл обманом чувств. Перед рассветом Изабелла заснула, но беспокойные грезы не покидали ее. Она увидела себя в Мадриде. Она чувствовала сильное желание увидеть Энрику, как будто она ее любила, должна была любить. Она спешила к ней навстречу, заключила ее в свои объятия как сестру, она чувствовала, что уста их соединились и ощущала блаженство от этого свидания. Ей послышались слова жены Франциско. Я – твоя сестра. Я также рождена для трона. Но вдруг, объятой ужасом королеве, показалось, будто туловище Энрике отделилось, и только одна голова осталась в ее руках. Холод пробежал по ее членам. Она не смела смотреть на эту голову. Глаза ее медленно опустились, скользнули по голове, которую она все еще держала в руках, и только теперь выпустила. Голова покатилась шумом, а на том месте, куда она упала, стала выделяться из густого тумана картина – страшная картина, которая представилась ей некогда в комнате алхимика Зантильо, когда она, вместе с Маркизою и Франциско Серано, переступила ее таинственный порог. Из тумана выступила целая толпа солдат и всадников. В стороне от них она увидела воинственную, хорошо знакомую фигуру Франциско Серано. А там всадник на неукротимом коне. – Прим, – прошептала она. Руки обоих этих людей держались за пурпурную мантию, которую они вырывали у женской фигуры. В ней Изабелла узнала свое себя. Серано схватил ее корону и держал ее в своих руках, а она, ломая руки, покатилась в необозримую пропасть. Страшный крик вырвался у нее, и она проснулась. Ее придворные дамы в испуге спешили к ней. – Ничего, – прошептала королева, – это сон. На ее лбу были капли холодного пота, и голос дрожал. Против обыкновения королева приказала одеть себя раньше, чем солнце поднялось из-за моря. Она была взволнована. Быстрые движения, отрывистые слова, беспокойный взгляд свидетельствовали, что Изабелла испытывала что-то необыкновенное. – Что принесет день после такой ночи? – Ей предстояло недолго томиться неизвестностью. На взмыленных лошадях приехали в Сан-Себастьян посланные от коменданта Сантандеры, портового города, лежащего на берегу моря в десяти милях от Сан-Себастьяна. Они привезли бледной королеве известие, что в ночь четыре фрегата мятежников выиграли сражение с королевским флотом, и что последний, после короткого сопротивления и больших потерь, сдался со всем гарнизоном Сантандер. Изабелла, пылая гневом, приказала послать линейные войска из Бургаса и близлежащих городов к осажденной гавани, чтобы оттеснить мятежников и не допустить их вовнутрь страны. Но уже через несколько часов маркиз Саламанко привез из Мадрида известие, которого никто не узнал, но которое, по-видимому, так поразило королеву, что она с минуту казалась как бы уничтоженной. — Военный министр Конха, — заключил Саламанко свою речь, — посылает меня с просьбой к вашему величеству спешить в Мадрид, пока еще не все потеряно. Каждый час промедления увеличивает опасность. — Я ожидаю завтра посещения французских императорских особ, — отвечала королева, — поэтому немедленное возвращение в Мадрид невозможно. — Тогда министр Конха ни за что не ручается, а наш верный Гонсалес Браво, он равно как и министры Майальда и Бельда, просил меня передать вашему величеству просьбу об отставке. Гонсалес Браво еще вчера, бывший здесь с радостным известием, уже повернул с мадридской дороги, чтобы достичь французской границы. Он купил себе виллу в По. Между тем, как его супруга постаралась отправить все имущество за границу, мы оставлены всеми, только министр Конха находится еще в Мадриде. — Я назначаю его президентом Совета министров и маркизом Гаваны. — Я рассчитываю на его верность и даю ему полномочия, — произнесла огорченная королева. — Он будет благодарен вашему величеству за эту милость, но не может обещать ничего, если ваше величество не возвратится в Мадрид. — Скажите маркизу, что он может рассчитывать на герцогскую корону, если только еще три дня сохранит полную власть. — Все это не может. — Так и этого еще мало. — Простите, ваше величество, милость велика. — Так же, как и опасность. Министр Конха... — Ну, вы видите, что я томлюсь ожиданием. — Чего же еще требует маркиз? — Конха думает, что может посоветовать вашему величеству отречься в пользу его королевского высочества, принца Астурийского, — сказал маркиз Соломанко, — самый богатый грант испанского государства. — Как? — вскричала Изабелла, поднимаясь и вспыхнув от гнева. — Отречься? — Господин маркиз, возвратитесь в Мадрид и скажите пославшему вас, что через три дня я буду в замке и твердую рукою накажу виновных. Я вижу теперь, что не должна ни на кого рассчитывать. — Через три дня, ваше величество, уже не в состоянии будет проехать в Мадрид. Королева принуждена была опереться. Она не думала, что опасность, сообщенная ей маркизом, была так велика. Она была уничтожена. Но не все еще была потеряна. Оставалась надежда на императора Наполеона и на его помощь. — Чего же от меня требуют, — вскричала она, бледная и возбужденная до крайности. — Что я могу еще обещать, кроме нового министерства, с Конхою во главе? — Ваше возвращение, государыня, без свиты. — Что это значит? — Ваше возвращение, государыня, с королем, с супругом, но без дона Марфори, — отвечал маркиз с холодностью и спокойствием. Это уже было слишком для королевы. Это унижение превзошло границы ее ожидания и терпения. Она была готова поднять руку наговорившего с ней. До такой степени гнев овладел ею при этом требованием. — Никогда! — Никогда! — вскричала она дрожащим голосом. — Будь что будет, никогда я не возвращусь в Мадрид без дона Марфори! — При такой опасности, Ваше Величество, должно бы лучше предпочесть удаление нелюбимого придворного и не подвергать себя тяжелым испытаниям. Я женщина! — Я люблю этого человека! — вскричала королева, которая в минуту сильной страсти забыла всякую осторожность. — Я люблю этого человека и не пожертвую им. Так я удаляюсь, государыня. — Идите, идите! Я уже привыкла к мысли быть покинутой всеми, кому я доверяла и осыпала милостями. Возвращайтесь в Мадрид и объявите там мои слова. Еще увидим, до чего это дойдет. Но клянусь всеми святыми, что наказание будет кровавое. Ваше Величество, не пренебрегайте моими последними словами, которые выражают мнение всех грандов, оставшихся верными вам. — Через три дня! — Будет поздно! Маркиз Соломанка поклонился и вышел. Изабелле казалось, будто бы все вокруг нее превратилось в развалины. Трон рушился, и земля под ногами ее колебалась. — Через три дня уже будет поздно, — повторила она беззвучным голосом. — Браво! Убежал! — Конха! Моя последняя опора советует мне отречься в пользу инфанта Альфонсо. Горе мне! Все покидают меня! Я без опоры! В эту минуту воображению потрясенной королевы представилась картина революции 1854 года. Она и тогда была также беспомощна и оставлена всеми. И тогда также трон ее колебался, когда в минуту высшей опасности несколько офицеров гвардии оказали ей помощь и спасение. Это были Серано, Примто, Пете и Олацага, которые мужественно и самоотверженно, окруженные опасностями, со шпагою в руке, защитили и спасли ее. Она забыла предостережение этих роковых дней. Да, она поступила еще хуже. Она считала теперь этих четырех людей своими противниками. Они зажгли пламя мятежа, опустошительное, страшное пламя, угрожавшее поглотить ее. «Помогите», — простонала королева и с ужасом закрыла лицо руками. «Помогите! Спасите! Все погибло!» Портьера зашевелилась. «Не был ли то спаситель, явившийся к угнетенной и отчаявшейся королеве? Не было ли вблизи ее героя, подобного тем офицерам гвардии?» Изабелла взглянула. Дежурный адъютант стоял в дверях. «Что такое?» — спросила она тоном, испугавшим вошедшего. — Простите, государыня, — проговорил он тихо. — Господин Мерсье, посланник императорского парижского двора, приехал с важными известиями. — А! Императорский посланник! Изабелла вздохнула свободнее. — Хвала Пресвятой Деве! Он, вероятно, объявит нам час приезда государя. Введите сюда господина Мерсье де Лостандо! К королеве снова возвратилось прежнее мужество. От Наполеона и его расположенной к ней супруги она ожидала последней помощи. В них была вся надежда на спасение. Французский посол вошел. Это был бледный придворный, с непроницаемым выражением лица, которое, казалось, никогда не смеялось и не плакало, которое всегда было холодно и скрытно. Он почтительно поклонился. — Приветствую вас, — сказала королева со всей любезностью, на какую только была способна. — Вы приносите известия, которого я, сознаюсь, ожидаю нетерпеливо. — Известия неблагоприятны, Ваше Величество, — отвечал француз с равнодушным выражением. — Мой всемилостивейший государь сожалеет, что принужден отказаться от такого приятного плана, как поездка в Сан-Себастьян. — Император принужден отказаться, — повторила Изабелла. — Это невозможно. По крайней мере, императрица не замедлит. — Говорите же! — Их Величество очень сожалеет, — сказал посол, — что должны отложить предполагавшееся посещение до другого времени. — Неприятные вести с юга побудили Его Величество не беспокоить вас исполнением форм вежливости в такую минуту, которая может иметь важные последствия для благосостояния Вашего Величества. Изабелла чувствовала с уничтожающей ясностью, что и эта последняя надежда рушилась, что Наполеон в эту решительную минуту отказывался ей помочь. Боялся ли французский император превосходных сил мятежников, о действиях которых он имел вернейшие сведения? Или Евгения, до сих пор так много действовавшая в пользу королевы своего дорогого отечества, внезапно отступила назад? Взятие в плен герцогини де ла Торре и графа Теба вместе с другими сведениями было сообщено их величеством Доном Олоцагой одновременно с известием о его скором возвращении в Париж. Изабелла уже готова была отчаяться, когда Дон Морфори после ухода Мерсье ободрил ее своей обычной грубой манерой. – Не будем мешкать с возвращением в Мадрид, – сказал он, – попробуйте силой достигнуть того, что кажется невозможным правителем Мадрида. Стреляйте, убивайте. – А прежде всего не забывайте, что имеете в своих руках герцогиню де ла Торре. – Хорошо, – произнесла королева, в которой гнев и ненависть росли вместе с опасностью, – прикажите приготовить для нас экстренный поезд. – Через два часа мы отправляемся в Мадрид. – Горе обладателям Кадикса! – Горе герцогини де ла Торре! – Я жажду кровавого возмездия! – Вы сопровождаете нас, Дон Морфори! Глава тридцать четвертая. Мятежники продвигаются вперед. Маркис Новоличес собрался в Кордову после того, как Рамиру и Энрико под надлежащим и надежным прикрытием были переведены в Мадрид и заключены там в тюрьму. Инсургенты, предводительствуемые Серано, имели далеко простиравшийся укрепленный лагерь на Гвадалквивире вблизи Кордовы. Организация мятежных войск произошла с удивительной скоростью, не потому только, что предводители были сведущие и опытные военные люди, но также потому, что маршалы Серано и Прим пользовались большим уважением в войсках, а Топете – на флоте. Кадикс, этот неприступный пункт, вместе со всем югом, скоро перешел к восставшим генералам. Прим отправился в Каталонию для высадки, Топете остался в Кадиксе раздувать мятеж. Франциско Серано принял начальство над войском мятежников вместе со своими друзьями и опытными воинами Кабалеро, Дородоса, Никиердо и Рея. Воззвание, выпущенное заговорщиками Альгамбры из Кадикса, произвело сильное действие. Содержание его было следующее. Мы отвергаем название мятежники, данные нам нашими врагами. Мятежники, те, которые, как бы они высоко ни стояли, нарушают законы. Верные же слуги Отечества, те, которые, наперекор всевозможным препятствиям, возвращают ему потерянное уважение. Испанцы, спешите к оружию. Это единственное средство избежать кровопролития, и не забывайте, что в случаях, когда народы управляются сами собою, история запечатлевает неизгладимыми буквами их мужества. Будьте, как всегда, храбры и великодушны. Единственная надежда наших врагов – принудить нас к крайностям. Не дадим же этой надежде осуществиться и докажем, что мы всегда будем достойны свободы, которая так позорно украдена у нас. – Спешите к оружию с достоинством и верою! Да здравствует Испания! Герцог де ле Торре, Жоан Прим, Доминго Дульче, Рамон Нувилас, Примо Ривера, Антонио Кабалеро де Родос, Жоан Топете. Целые полки, целые города, гарнизоны, даже целые провинции объявляли себя приверженцами этих спасителей Испании. Почти ежедневно к войскам Серано, укреплявшимся около Кордовы, приставали отряды, по большей части старых опытных солдат королевского войска, уже сражавшихся против корлистов под начальством этих вождей и хотевших теперь идти не против них, а за них. Между вождями инсургентов было решено по возможности без стычек и кровопролития проникнуть в Мадрид, овладеть им и выгнать из страны королеву с ее ненавистным, льстивым и развратным двором. Тогдашний военный министр Жозе Конхо, назначенный королевою в минуту отчаяния президентом Совета и маркизом Гаваны, был в тайной связи с Серано и Примом, все еще надеясь сохранить трон принцу Астурийскому, невинному ребенку виновной матери. Конхо видел, что переходящие на сторону восставших войска становились ежедневно многочисленнее, поэтому он ни минуты не сомневался в победе своих друзей и мог беспрепятственно служить своей цели. Очень может быть, что инсургенты, еще не обогревшие мечей в крови своих братьев, и согласились бы на избрание инфанта Альфонсо под регенством Эспартеро или другого, потому что, главным образом, они хотели только уничтожить господствовавшую безнравственность и невыносимый гнет, но судьба решила иначе. Маркиз отправился в неприятельский лагерь верхом в сопровождении доверенного адъютанта. Так как Гонсалес Браво объявил о нем маршалу Серана как о парламентере, он надеялся беспрепятственно достигнуть передовых постов инсургентов. Он знал Серана уже много лет и был уверен, что, обладая благородным характером, он не способен на убийство, подобно известному полковнику его войск. Оба всадника проехали равнины и спустились с крутых возвышенностей, почти совершенно голых, изрытых бесчисленными потоками, из лощин которых подымались кое-где низкорослые пальмы и одинокие пинии. На лежащих вдали горах виднелись развалины древних построек времен арабов с башнями и зубчатыми стенами. Тропинки, по которым приходилось следовать нашим путешественникам, на этих склонах узкие и опасные. Наконец, Новоличес и его спутник достигли Гвадалквивира и скоро увидали вдали блестящие купола Кордовы. На передовом посту инсургентов под начальством Кабалеро де Родеса их задержали, хотя обошлись с ними очень вежливо, узнав их имена. Для сопровождения их назначили двух офицеров и, завязав глаза, провели в главный лагерь. В палатке Серано с них сняли повязки. Новоличес стоял перед герцогом де ла Торре, прекрасная рыцарская фигура которого произвела на него глубокое впечатление. Величественная гордость и холодная решимость видны были на его серьезном лице. Но, несмотря на эту холодную гордость, сердце этого героя было полно глубоких и благородных чувств, которые невольно обнаружились в дружеском приветствии генералу Королевы, готовившемуся идти против него. Он дружески протянул ему руку и поклонился. — Мы не чужды друг другу, господин Маркиз, — сказал Серано звучным, приятным голосом. — Часто мы сражались рядом, часто обнимали друг друга после выигранного сражения, и, я думаю, ни один из нас не скажет другому, что он плохой солдат. — Это было славное время, господин Герцг. Оно мелькает для нас в прошлом, как светлое воспоминание. — Помните, у моста Доля Торре тот был денек? Мы оба были молодые, увлекающиеся люди. — А помните, когда вы велели расстрелять полковника Кабалеро? — О, я должен сознаться, что вы всегда оказались мне образцом мужества и справедливости, — говорил Новоличес, увлеченный воспоминаниями. — Благодарю за эти слова. Я чувствую, что они исходят из сердца. И теперь человек, тысячу раз подвергавшийся вместе с вами опасности, который любит и ценит вас, этот человек должен без всякой причины вдруг сделаться вашим врагом. — Мой дорогой маркиз, вы не на своем месте. Присоединитесь к нам, чтобы без кровопролития достигнуть цели. Новоличес попросил своего адъютанта оставить их одних, и, подойдя к Серано, сказал, — Я далек от мысли спорить о цели, к которой вы стремитесь. Но я, герцог, ни за что не нарушу клятвы, связывающие меня с троном Испании. Я умру в битве за него, если победа невозможна, и уверен, что вы уважаете это признание. Я также стремлюсь избежать кровопролития. Вы можете видеть это уже из моего посещения вашего неприятельского для меня лагеря. — Так вы твердо решились идти навстречу восстанию? — Твердо решились служить делу, приведшему Испанию на край гибели? — Маркиис. — Спросите вашу совесть. — Прежде чем ответите, я напоминаю вам о счастье нашего Отечества, которое выше всего и которое одно может и должно решать. — Я уже решил, герцог Дела Торре, и был бы бесчестным, если бы оставил свой пост и свои обязанности. Не пробуйте колебать меня, мое решение твердо. Я остаюсь на стороне королевы. — Ну, так позвольте узнать, что привело вас сюда, — сказал Сарана, уже холоднее и спокойнее. — Мы одни, герцог. Никто не услышит того, что я вам сообщу. Через несколько дней войска наши станут друг против друга, если мне не удастся этим известиям заставить вас отказаться. — Отказаться, маршал? — Отказаться? Франциско Сарана никогда не отказывается стоять за правду никогда, слышите ли, никогда. Но это еще вопрос. — Не откажетесь ли вы от этого трехкратного отречения? Когда я вам сообщу, вы можете сообщить что угодно, — прервал его герцог. — Я не возьму своего слова назад. И если бы даже Изабелла Бурбонская лежала здесь у моих ног, если бы даже каждый шаг вперед делал меня о самом несчастном, маркиз, я бы все-таки не остановился, потому что принадлежу не себе, а Испании и ее правому делу. — Прекрасные высокие мысли, герцог, но я уверен, что через несколько минут вы скажете другое. Это будет очень любопытная перемена. — Итак, к делу, я должен оговориться, что все происшедшее не мое, потому что моя рука не подымается на женщину. — На женщину? — Говорите. — Ваша жена, герцог, в руках королевы. — Моя жена. — В руках моего врага, — вскричал Серано, отступая назад, мгновенно объятый ужасом. — Это невозможно. — Вы обмануты ложным известием. Моя жена несколько дней тому назад оставила Кордову в сопровождении графа Тева. Граф также взят в плен. — И с моими шестью храбрыми уланами они встретили превосходные силы. Это ложь. Меня, видимо, хотят обмануть. Я сам, по высочайшему повелению, должен был отправить в Мадрид герцогиню де ла Торре и графа Теба, взятых в плен супругом инфанты Марии. — Моя жена в плену! — вскричал Серано. — Чтобы ее пощадить, я отослал ее из места битвы, чтобы сохранить ее от всех опасностей. Я послал ее таким образом в руки палача во власть Изабеллы Бурбонской, которая погубит ее. — Горе мне, она погибла. — Нет еще герцог. — С головы вашей жены не упадет ни один волос, если вы откажетесь от своего намерения и покоритесь королеве. — Будьте уверены в ее прощении. — Серано поднялся. Он дико взглянул на Маркиза. Его сжатые кулаки поднимались. Видно было, что он едва сдерживает гнев. — Вы ли, Маркиз Новоличес, — вскричал он дрожащим голосом, — вы ли говорите мне с таким дьявольским спокойствием, что ни один волос не упадет с головы моей жены, если я сделаюсь бесчестным изменником, — вы ли говорите мне о милости и прощении? — О, дайте мне сперва позабыть, что мы когда-то… — Вы в сильном волнении, и я уважаю причину его, однако я считаю своею обязанностью повторить вам, что вы еще можете поправить все и спасти свою жену. — А в противном случае я хотел бы… — Если вы предпочтете битву, герцог, тогда Маркиз Новоличес медлил выговорить то, что было уже решено и без сомнения утверждено королевой. — Ну, тогда… — Тогда вы найдете дорогу в Мадрид только по трупу своей жены, — Сыранов скрикнул. Этот голодный, гордый человек был глубоко потрясен. — Это невозможно, — прошептал он с горечью, — так бесчеловечные не могут быть даже враги мои. — Не сомневайтесь ни минуты в истине моих слов, герцог. Вы раскаетесь в этом мнении. Если вы пойдете вперед, то убьете жену. — Дайте мне письмо, где вы покоряетесь королеве, и я обещаю вам, что герцогиня возвратится невредимую в ваше объятие. Уступите, герцог. — Я найду дорогу только по ее трупу, — повторил Сырано с блуждающим взором. Вдруг в его уме блеснула мысль, вызванная угрозой Новоличеса. Если бы он сделал то же самое и отомстил за себя. Правда, это было бы против народного права, который считает парламентера неприкосновенным, но ведь взятие в плен его жены было тоже вопиющим делом. Маркиз Новоличес, последняя опора королевы, находился в его руках. Он заставил его выбирать между изменою и убийством жены. При таком выборе всякое великодушие умолкает. Лицо Сырано покрылось смертельной бледностью, взгляд его остановился, он походил на человека, намеревающегося поставить жизнь на карту. Его рука медленно потянулась к колокольчику, стоявшему на столе. Он хотел уничтожить всех, кто похитил у него Энрику, его любимую, дорогую жену, которая должна была умереть за него. Но рука, уже взявшаяся за колокольчик, мгновенно опустилась. Сырано превозмог себя в эту минуту страшного отчаяния, он не хотел запятнать кровью свое прекрасное дело. Он сделал Новоличесу быстрый знак «выйти», как будто хотел сказать «спешите, спасайтесь». Герцог Деллаторре отвернулся. Перед глазами его расстилался туман. — Какой же ответ вы даете, герцог? — Уходите. — Скорее, только скорее! Мой ответ... — Герцогиня в Мадриде, — говорите вы, — с графом Теба. — Если через три дня вы не получите моего ответа, знайте, что я иду на Мадрид. — Подумайте о моих словах. Не заглушайте голоса своего сердца. Королева исполнит свою угрозу. Маркис Новоличес медлил уходить. Он видел, как маршал Сырано, этот гордый, благородный человек отвернулся. Горе пересилило его. Герцог Деллаторре, не я виновник той душевной борьбы, которую вы испытываете. Не я придумал вопрос, который предложил вам. Я считаю за честь драться с вами и постараюсь быть достойным противником, но не дайте мне удалиться с мыслью, что вы презрительно отворачиваетесь от меня. Смотрите, я протягиваю вам руку. Герцог, мы, может быть, никогда не увидимся. Может быть, в последний раз я стою так перед вами. Простимся же навсегда. Сырано обернулся к своему другу. Он увидел слезы, навернувшиеся на глаза его прежнего товарища по оружию, и, как божественное предостережение, прозвучали для него эти слова «простимся же», мы, может быть, никогда не увидимся. Франциско Сырано обернулся, и человек, принесший ему такую ужасную весть, которого за минуту перед тем он хотел убить, очутился на его груди. — Через несколько дней мы, может быть, будем злейшими врагами, Маркиз, — сказал Сырано. — В этот же час мы только товарищи. Теперь будь что будет, через три дня все решится. Но Валличес с трудом вырвался из объятий герцога. Он еще раз пожал его руку и вышел. Эта встреча и прощание подействовали на него благотворно. Когда Сырано остался один, лицо его омрачилось. Вопрос, кого он должен спасти, жену или отечество, снова поднялся в его душе. — Они отлично угадали, — говорил он. — Они знали, что этот выбор доведет меня до отчаяния. — Энрика спасена, если я покорюсь. — О, какой позор предлагать мне это! — Энрика умрет, если я останусь верным Отечеству и сдержу свою клятву. — Ужасная борьба! — Моя жена, моя Энрика, в руках королевы, которая только и ждет минуты, чтобы одним знаком палачу уничтожить ненавистную ей женщину. Если я не остановлюсь, Энрика погибла, наверное. — Энрика, моя дорогая Энрика, которая не побоялась смерти, чтобы спасти меня, которая перенесла все лишения, все муки, чтобы принадлежать мне, которая только и жила для меня, молилась за меня, и я буду ее убийцей, и каждый мой шаг приближает ее к смерти. Франциско закрыл лицо руками. То, что он испытывал, было ужасно. — Я вижу, как она томится и с ангельским терпением переносит все. Я вижу, как она, не колеблясь, верит в меня. И вдруг ей объявляют, что я решился оставить ее на произвол палачей. Они осмеивают ее любовь к Франциско Серано, который с мечом идет вперед. Она покоряется судьбе. Она может перенести все. Твердыми шагами всходит она на эшафот. Как мученица склоняет она свою голову. Королева смеется. Она торжествует, что разбила сердце своего смертельного врага. Она смеется и дает знак. Секира, сверкнув в воздухе, опускается на белую шею моей жены, раздается крик. Голова катится с кровавых подмостков. Горе мне, сжалься, сжалься, Дева Мария, моя жена, моя жена... Франциско упал на кровать, стоявшую в палатке. Он был подавлен мыслью, что сделается убийцей своей Энрике. Он поднялся. Спутанные волосы падали ему на лоб, глаза были влажные и неподвижные, лицо бледное и выражало ужас. Я должен спасти свою жену, я увижу ее невредимую, если отброшу свой меч. Прочь звание вождя, прочь мечты и надежды. Я человек. И никто не вправе требовать от меня того, что превышает человеческие силы. Другие могут действовать, продолжать сражаться. Я покидаю лагерь. Чего вы хотите от меня? Я должен спасти свою жену, которая подвергнется смерти, если я останусь с вами. Испания погибает, кричите вы. Испания погибнет, если Изабелла Бурбонская со своими продажными приверженцами станет долей управлять. Но моя жена, Энрико, без размышления, сделавшая для меня все, подвергавшая свою жизнь опасность, прочь сомнение. Я должен спасти ее, будь что будет. Ночь уже спустилась над лагерем и палаткою полководца. Он не замечал ничего. Никто не беспокоил полководца, на которого не только его войско, но и вся Испания смотрела с доверием и надеждою. От него зависело все. Он был блестящую кометую, появившуюся на темном небе Испании, метеором, появившимся для избавления ее от ненавистного господства, давившего страну. Для этого герцога де ла Торре, лежавшего теперь на своей постели с широко раскрытыми глазами и обливающимся кровью сердцем, выдержавшего такую страшную борьбу, вся Испания смотрела страстными взорами надежды. И этот герцог де ла Торре имел жену, которую он должен был спасти и мог спасти, только отбросив свой меч и отказавшись от всех с трудом приобретенных завоеваний. Если он вдруг покинет поле битвы и покорится королеве, тогда дело освобождения погибло, тогда Прим, Топете и Олоцага бессильны. Это знала королева. На это рассчитывали ее хитрые советники, когда предложили ему выбор между женою и отечеством. Всю ночь вождь инсургентов не смыкал глаз. Отрывочные слова вырывались из уст его, будто привидение представлялось ему в темноте томящееся и погибающее отечество. Ему казалось, что он отвернулся от него и увидел граждан в разорванных нищенских одеждах и на опустошенных полях крестьян, у которых королевские слуги отнимали последний скот, увидел брошенные рудники, опустошенные города, увидел, как наемники тащили свои жертвы на кровавые подмостки, как лучшие граждане просили милостыню, а работники домогались куска черствого хлеба для детей. Он увидел женщин, блуждавших с грудными младенцами и слышал их крики о помощи, он был поражен ужасом, и вдруг перед ним разостлалась страшная пустыня, по которой проходила смерть, размахивая косою и доканчивая свое дело, и эта ужасная пустыня была его отечество, его опустошенная земля, Испания. Проклятие Божье носилось над мертвой степью, и вдруг ему послышался голос, подобный раскатом грома, — Ты, ты один несешь всю вину. Ты мог отвратить это. Жене твоей и тебе принадлежала вечность, если бы ты спас отечество, но ты предпочел этот всемирный потоп, ты надеялся спасти свою жену Энрику, но и она также погибла навеки. Сырано поднялся. Холодный пот катился с его лба. То, что он видел, было слишком ужасно. — Пусть будет так, — сказал он тихим, беззвучным голосом. Мы принесем себя в жертву для спасения Испании. Мы не увидимся более Энрико, мы умрем оба. Но там, над этими звездами, которые так приветливо смотрят на землю, мы найдем утешение. — Прости мне то, что я делаю. О, я знаю, что ты, моя героиня, великодушная королева, не имеющая себе равной, киваешь и улыбаешься мне, как будто хочешь сказать, это также и мое желание, умрем для спасения нашей прекрасной Родины. Я слышу твое последнее «прости», слышу, как твой дрожащий голос еще раз напоминает мне о святой любви, которая все превозмогла, которая бескорыстно жертвует собою для спасения других. — Ты кажешься мне, Мадонную, святою, возносящуюся в облаках к Богу. О, возьми меня с собою, Энрико, возьми меня с собою к престолу Бога. Рядом с тобою всякая неправда моей жизни будет прощена. — Но ты делаешь мне знак остаться, и возносишься все выше, выше, выше к звездам. И между тем, как твой милый, ласковый взгляд говорит мне, что я должен исполнить еще одно дело на земле, твои сияющие блаженством глаза обещают мне, что потом ты примешь меня и одаришь всем богатством своей любви. — Прощай, Энрико, прощай, моя дорогая жена, час приближается, но наша разлука будет короткой. — К тебе, к тебе поспешу я, как только окончу свое последнее дело. Франциско Серано, закрыв лицо руками, рыдая, упал на кровать. Так выдержал испанский маршал самую трудную борьбу в своей исполненный тревог жизни. Он не заметил, как с наступлением рассвета портьера его палатки приподнялась, и на пороге показался плотный и широкоплечий человек, который, сняв свою адмиральскую шляпу, остановился на минуту с изумлением, осматривая внутренность палатки. Это был Жоан Топетте, верный друг и брат герцога де ла Торре. Он удивлялся тому, что Серано, которого он привык находить уже вставшем на рассвете, еще спал. Карты и бумаги лежали на столе, походные стулья шляпы, стояли в беспорядке. — Что такое произошло? Топетте подошел к кровати. Серано не слыхал и лежал, уткнув лицо в подушке. — Так не спят, — прошептал контр-адмирал, начинавший беспокоиться. — Что-то произошло, Франциско? Герцог де ла Торре не слышал. — Франциско! — вскричал Топетте еще громче. — Ради бога! Что произошло? Серано обернулся, узнал своего друга, поднялся и поздоровался с ним с расстроенным видом. — Ты плохо выглядишь, Франциско! На лице твоем видны следы страшного волнения. Расскажи мне, что ты слышал? — Ничего, друг мой, кроме того, что моя жена должна быть первой жертвой нашего восстания. — Донна Энрико, твоя жена в руках королевы. — Черт возьми, — вскричал Топетте, скрижища зубами, — этого, конечно, нельзя перенести спокойно. Но ведь они ничего не сделают женщине. Ты говоришь, как простодушный кадет. — Я думаю, друг мой, мы лучше знаем королеву и ее советников. Чтобы въехать в Мадрид, я должен перейти через труп моей жены. Так гласит известие, произнесенное Новоличесом. Топетте замолчал, он не знал, что отвечать на эти мрачно произнесенные слова. — Я уже решился, — продолжался Рано, после тяжелого молчания. — Я принесу Энрику и себя в жертву нашему святому делу. — Эти великодушные слова достойны тебя, Франциско. Дело, которому будет принесена подобная жертва, должно удастся, должно сделаться великим и заслужить одобрение всей нации. — Ты — герой, ты — герой, оказывающий бессмертную услугу своему отечеству. — Если бы только после этой жертвы мы достигли своей цели, потому что, когда я подумаю, что она может быть тщетна, то прихожу в отчаяние. Королева в Сан-Себастьян. Конхо назначен министром-президентом, а Плут Гонсалес, которому я еще надеялся отомстить, убежал, захватив свои богатства. — Поэтому не отчаивайся. Конхо не потерпит, чтобы герцогини де ла Торре причинили малейший вред, — сказал Топете, кладя руку на плечо Серано и смотря ему в лицо. — Ты знаешь, ты знаешь, что Изабелла Бурбонская ненавидит Энрику. Она никогда не пропустит такого удобного случая уничтожить ее. Вероятно, приказ уже был отдан, если Новоличес предоставил мне выбор между смертью и покорностью. — И что же ты ответил? — Если Новоличес не получит через три дня моего отречения от восстания, он должен знать, что я иду в Мадрид. — Я уверен, что когда твои войска узнают о бесчеловечной угрозе наших врагов, это подаст повод к беспощадному кровопролитию, — отвечал Топет. — Победа будет дорого стоить, друг мой. — Но не мы вызвали это кровопролитие. — Пусть ответственность падет на виновных, которые могут оправдываться перед Богом и людьми. — Я уже приготовился к трудной битве и чувствую себя сильным. — Прощай. В палатку вошли генералы и адъютанты за получением приказаний. Они остановились в почтительном расстоянии от двух прощавшихся друзей. Эта трогательная картина достаточно говорила опытным генералам. Они знали, что должно было теперь последовать, и радостно приветствовали это решение. Топет, честный, легко увлекающийся контр-адмирал, скрыл невольную слезу. Отчаянное решение старого любимого друга глубоко тронуло его. Он чувствовал, что, когда будет пролита кровь Энрике, Серано тоже будет искать смерти и сознавал, что в подобном случае он поступил бы так же. — Велите трубить к выступлению, — сказал Серано твердым голосом, обращаясь к начальникам. — Авангард выступает против неприятеля. Через восемь дней я надеюсь быть с вами в Мадриде. Глава тридцать пятая. Смертный приговор Не предчувствуя нового несчастья, постигшего Энрику, отцо, убежавший от монахов Санта-Мадре при помощи восставшего народа, бродил по бедойскому лесу. Оставляя Мадрид, он слышал, что изгнанные генералы Серано во главе, высадились в кадиксе, и что сестра Патручинио, несмотря на свои раны, возвращалась в Оранхуэс в закрытом экипаже и в сопровождении врача. Он ощутил радостное чувство при мысли, что Энрико соединится с Франциско, и шаги его невольно направились к замку Дальмонте, как будто он хотел доставить себе удовольствие быть свидетелем этого свидания. Цыган Атцо имел при себе скрипку, унесенную им из своего убежища, чтобы звуками ее отгонять мрачные мысли, встававшие порою в его душе. Сидя под зеленым шатром лесных деревьев, он думал об Энрике, потому что при всякой мысли о чем-нибудь прекрасном, перед ним вставал ее образ, и безродный, лишенный радости цыган переносился в прошедшее, когда он еще имел возможность жертвовать для нее собою. Он делал это честно и бескорыстно, потому что все вознаграждение состояло в словах Энрике в пожатии ее руки. Но ее сердечные слова были бальзамом для его души. Он не требовал от нее ничего более, как бывало прежде, с дикой страстью и желанием. Энрика сделала его лучше и благороднее. Ее влияние сильно подействовало на него. Дикий цыган под влиянием ее делался совсем другим. Она была для него чистым, святым образом, перед которым падают ниц и целуют край одежды. Она стояла так высоко и была до того прекрасна, что, если бы он даже хотел обнять ее, рука его в состоянии была бы дотронуться только до ее покрывала, до складок платья. Что-то святое окружало в его глазах эту женщину и делало ее неприкосновенную. Когда цыган Аццо увидел вдали старый замок Дельмонте, казавшийся почтенным старцем посреди зелени деревьев и кустов, он прислонился к дереву стоявшему рядом и, посмотрев в ту сторону, провел смычком по струнам. Полились чудные звуки, то дикие и пламенные, как порывы страсти, то нежные и мягкие, как жалобы. Ветер шелестел верхушками деревьев, как бы аккомпанируя песни безродного цыгана. Проникнет ли она только в этот высокий замок? Энрике там уже не было. Когда Аццо поздно вечером приблизился к полям, он встретил пастуха, гнавшего домой свое стадо. От него узнал он, что владелица Дельмонте уехала, по всей вероятности, в Кадикс. — В Кадикс, — повторил Аццо, — да, вы правы, она должна была уехать туда. И когда пастух, дружески раскланившись с ним, пошел далее, Аццо прошептал «В Кадикс». Она спешила увидеть своего Франциско. Страстное желание влекло ее туда. — Это будет прекрасное свидание. — Я должен также увидеть Кадикс, — прибавил он. Город, в котором находилась Энрико с Франциско, манил его теперь к себе, и в ту же ночь он отправился пешком в этот далекий путь. Может быть, он еще встретит их в дороге? А ему так хотелось видеть их обоих, порадоваться, глядя, как улыбается счастливая Энрико. Но Энрико уже находился в заключении под сильной стражей во внутренних покоях Мадридского замка, окна которых были снабжены железными решетками. Графа Теба поместили в другом флигеле, так что нечего было и думать о связи между ними. Рамир отщетно старался сначала уговорить приставленного к нему офицера стать за дело освобождения, а потом подкупить старого угрюмого тюремщика и склонить их помочь ему бежать. Энрико спокойно и терпеливо переносил этот плен, как и многие испытания, уже встречавшиеся в ее жизни. Энрико была так твердо убеждена в победе восставших генералов и в своем освобождении, что с радостью приносила эту незначительную жертву делу свободы. Избежав счастливо опасностей на Тенерифе и во время морского переезда, она была воодушевлена надеждой, что Сирану и его друзья преодолеют все с помощью Божией. Ее могущественный и злейший враг королева была далеко от Мадрида, и раньше, чем она возвратится, Сирана уже будет вблизи нее, так думала Энрико, сидя в большой высокой комнате, служившей ей тюрьмою. Эта комната походила на контору. Она была меблирована просто, почти бедно. Старые стулья с высокими спинками, длинный стол покрытый зеленой скатертью, несколько пустых шкафов для бумаг, как портреты умерших государей составляли все ее убранство. Пыль, лежавшая на всех предметах и стоявшая целыми столбами, когда солнечные лучи проникали в комнату, свидетельствовала о том, что эта комната давно была нежилою. Другая комната, служившая спальнею герцогини де ла Торре, лежала позади этой и сообщалась с нею стеклянной дверью. В ней не было окон, и, по-видимому, она была предназначена для хранения дорогих вещей. Горничная, служившая герцогине де ла Торре, вероятно, была предупреждена, что королеве будет приятно, если супруги мятежника будут оказывать меньше почестей и услуг, или, может быть, офицер, наблюдавший за пленницей, отдал соответствующие приказания. Только Энрике пришлось терпеть много неудобств. Она получала раз в день свежий хлеб и воду, и раз в день горячее кушанье. Но герцогиня де ла Торре не была так изнежена, чтобы слишком чувствовать это умышленное пренебрежение, как надеялись ее враги. Она перенесла уже так много испытаний, что не обращала внимания на такие мелочи, и цель ее противников осталась недостигнутой. Натуры, подобные героине нашего романа, не замечают внешних удобств жизни и не огорчаются подобными лишениями. Все ее помыслы и надежды были обращены к тому времени, когда дело, для которого она всем жертвовала, принесет богатые плоды, когда ее Франциско со своими друзьями наконец явится провозвестником новой зари в своем отечестве. Она надеялась тогда с гордостью приветствовать победителя, броситься освобожденную в его объятия, с радостным сознанием того, что не оставалась бездейственной в великом деле освобождения. Под влиянием таких мыслей она поднималась со своего места и стояла посреди своей темницы, как смелая прекрасная мученица за святое дело. Ее прекрасное лицо принимало восторженные выражения, а глаза, о которых Сырано говорил, что само небо отражается в них, когда они на вас смотрят, горели чистым и кротким огнем, как будто прощение ее врагам было написано в них. Двое караульных стояли под окнами, а в передний день ночи дежурил офицер, чтобы никто не мог проникнуть к герцогине. Ее содержали как самую опасную преступницу. То же самое было и с графом Теба, который тщетно искал средства к спасению. Он считал своею священную обязанностью спасти Энрику, так как хорошо понимал, что ее наказание неизбежно. Он знал, что королевские судьи в этих случаях очень усердны и услужливы. Но, несмотря на все усилия, он не находил никакого выхода, никакого средства спасения. У него вблизи не было ни одного верного друга, на которого он мог бы опереться. Письма, которые он посылал из своего заточения Олуцаги, не доходили до последнего, а их приносили коменданту, который, в свою очередь, отсылал их к королеве. Первый ее вопрос был о герцогине де ла Торре. Она, с видимым удовольствием, узнала, что последняя находилась в надежном заключении. – Я незамедлю произнести приговор над нею, – сказала королева с леденящей холдностью. Я исполню обещания, данные герцогу, что дорога в Мадрид лежит через труп его жены. Да, я действительно исполню это, чтобы показать мятежникам, до чего они меня доводят. Труп герцогини будет вытащен на большую дорогу, по которой должен пройти Дон Серано, если он действительно захочет идти далее. Это моя воля. – Я все еще питаю надежду, Ваше Величество, – отвечал Жозе Конко, назначенный министром-президентом. – Я питаю надежду, что герцог де ла Торре пощадит свою супругу и откажется от битвы. Насколько мне также известно, восставшие генералы откажутся от своего плана, если, Ваше Величество, решитесь передать трон Инфанту Альфонсу и даровать амнистию. – Прочь эти позорные предложения. Мы еще не побеждены, господин Маркиз, хотя часть наших друзей и покинула нас. Я опираюсь с полным доверием на мои верные войска. Никакой амнистии. Я накажу мятежников. – Известия из лагеря, полученные сегодня, не подают больших надежд на успех битвы, Ваше Величество, – сказал Конхо, хотевший во что бы то ни стало избежать кровопролития и достигнуть соглашения обеих сторон. Изабелла гневно посмотрела на министра-президента, занявшего теперь место Гонсалеса Браво. – Не подают больших надежд? – горячо вскричала она. – Так почему же не пришлют еще войск генералу Новоличесу? – Потому что они умрут с голода в равнинах. Окрестные деревни и города совершенно опустошены, а подвоз труден и идет медленно, так что двадцать тысяч солдат генерала Новоличеса уже три дня получают только половину рациона. Это вызывает неудовольствие. – Ну, так время неизвестности должно быть сокращено. Оно даже совсем окончится через три дня, как сказал маршал Сарану. – Двадцать тысяч солдат, – повторила королева, – а как велики силы мятежников, – наполовину. – Так нам нечего беспокоиться, Маркиз. – Меня удивляет, что все окружающие, исключая Дона Марфоре, находятся в таком страхе. – Право это очень неутешительное сознание. Маршал Сарану с тысячей человек обратил когда-то в бегство четырехтысячное войско корлистов, ваше величество. – Это было когда-то, но Воличес храбр и опытен не меньше герцога Дона Торре. Тогда противником герцога был Камрера, бывший целый год ужасом страны. – Высчитывая все заслуги герцога, господин Маркиз, вы заставляете меня считать вас его тайным союзником, – Конха побледнел. – Он был им на самом деле, хотя и с добрым намерением избежать народной войны. – Я по-королевски наградила Сарану за его заслуги, господин Маркиз, – продолжала Изабелла с холодной гордостью. – Теперь же хочу наказать, как это пристало королеве. Не пробуйте защищать мятежников, ваши слова будут бесполезны. Я хочу укрепиться на троне строгостью, и первое лицо, которое почувствует это, будет пленная герцогиня. Я приказываю обвинять ее в государственной измене. Не медлите исполнить мою волю. Я еще королева Испании и надеюсь остаться ею на всю жизнь. Конха поклонился и вышел, чтобы наскоро созвать военный суд и представить ему жалобу на пленную герцогиню. Он ежеминутно ожидал из лагеря инсургентов, в котором находился его собственный брат, известия о покорности и предложении условий. Между тем, как разгневанная королева не допускала к себе никого, исключая Дона Марфори, военный суд собрался уже на следующий день. Энрико и Рамиро не были приведены на это судилище, правда, им назначили адвоката, но подобные официальные защитники не бывают особенно усердны. Как будто на зло разгневанной королеве из Каталонии пришло известие, что Жоан Прим высадился там, и все города со своими гарнизонами, один за другим, сдавались ему. В самом Мадриде волнение ежечасно увеличивалось, так что королева объявила все государство на военном положении. Она еще думала сдержать мятеж чрезмерной строгостью, и во всем полагалась на Навалличеса. 28 сентября военный совет Бла Гранье вынес приговор по делу герцогини де ла Торре и графа Теба. Это была смерть под секирую палача. Но оба они были поручены милосердию королевы, от которой зависело окончательное решение их участи. В тот же день Конха получил депешу из лагеря, заставившую его содрогнуться. В ней заключалось немного слов, но они были страшные, многозначительные. Там говорилось, что мятежники приближаются. Конха немедленно должен был отвезти эту депешу королеве в лагранье, и он уже не был в состоянии помешать предстоявшей битве, и испеша к Изабелле говорил себе с ужасом, что пушки, вероятно, уже гремят новее. Народная война действительно вспыхнула. Когда королева приняла роковую депешу из рук Конхи и прочитала ее, она в изнеможении опустилась на стул. Она не ожидала такого решения от Серано, она предполагала, что он откажется от своих планов ради Энрики. Ее расчет был неверен. Серано приближался. – Клянусь вечным спасением, – вскричала она дрожащим голосом, – он раскается в этом. Он узнает нас. Мы так же сдержим слово, завтра же голова герцогини Далла Торре падет под секирую палача. – Вот приговор, господин президент, – прочитайте его обоим пленникам и позаботьтесь, чтобы они не остались без покаяния. – Ваше Величество, – сказал Конхо взволнованным голосом, – милость – лучшее преимущество короны. Еще остается надежда, что помилование удержит инсургентов от крайностей. – Ни слова более, господин Маркиз, – мятежники пренебрегают моей угрозой, – они идут вперед. – Делайте же, что вам приказано – труп герцогини. Вы нам отвечаете за это жизнью, должен быть вытащен на большую дорогу, по которой пройдет предводитель мятежника в Сарану. Он должен почувствовать нашу руку, он должен увидеть, что мы держим свои обещания. Конхо хотел возразить, но, видя, что слова его будут бесполезны, промолчал. – Казнь должна совершиться завтра вечером на открытом месте. Мы надеемся прибыть в Мадрид к тому времени и лично удостовериться, что палач точно исполняет наши приказания. – Так испанская королева наказывает изменников. – Спешите, господин Маркиз, ни слова более. Мы уже устали миловать. Конхо ушел с тяжестью в сердце. Он должен был сделать завестником смерти для жены своего друга и для графа Теба. Поздно вечером он прибыл в Мадрид. На улицах видны были только военные патрули, и лишь на Пуэрто-даль-Соль стояли там и сям граждане, ведя тихие разговоры. Солдаты разгоняли их. Только монахи Санта-Мадре смело разгуливали, по-видимому, ничего не опасаясь. Великие инквизиторы уже приготовили список тех лиц, которые тотчас же после победы королевских войск должны быть первыми жертвами реакции. Это были свободомыслящие, враждебные и ненавистные им люди, которых они надеялись уничтожить. А найти к тому повод для отцов Святого Викентия было, как мы знаем, нетрудно. После того, как Эскаланте ловко распространил известие между сторонниками инсургентов, находившимися в Мадриде, что Прим и Сарано, эти любимые полководцы, успешно продвигаются вперед, солдаты стали еще недовольнее своим положением, и в казармах раздавались по временам восклицания «Да здравствует Сарано, да здравствует Прим». Офицеры, слыша эти восклицания, окончательно склонялись на сторону освобождения и тайно уже приготовили оружие для войск на случай открытой битвы. Все с крайним напряжением ожидали первого известия с юга, которое должно было служить знаком восстания. В кофейнях можно было часто видеть граждан за одним столом с солдатами, ведущих жаркие разговоры, смелости которых, конечно, немало содействовало выпитое вино. Подобное общение служило просвещению солдат, так как в этих разговорах участвовали студенты, журналисты и художники всякого рода, то можно судить, до каких крайностей тут иногда доходили. Слух о смертном приговоре герцогине де ла Торро, распространившейся с быстротою, также не способствовал успокоению возбужденных умов. Рассказ об освобождении изгнанных генералов Энрикою и ее спутникам переходил из уст в уста, а так как это дело носило чистый испанский характер и соответствовало настроению минуты, то герцогиня де ла Торре имела на своей стороне весь народ и в короткое время приобрела такую популярность, что ее имя произносилось везде с удивлением и любовью. Об Изабелле при этом никто не говорил. Только ее и иезуитских приближенных проклинали везде, и угрозы, громко расточаемые против Санта-Мадре, свидетельствовали о том, как верно народ умеет разгадывать своих злейших врагов. Громкое неудовольствие народа высказывалось также против Дона-Марфори. Призрение к этому любимцу королевы выражалось в том, что портреты его рисовали на стенах, подписывали под ними его имя и были уверены, что каждый проходящий при взгляде на это изображение даст волю своему гневу. Рядом с этим слышалось имя королевы, произносившееся с тем же презрением. С тех пор, как узнали, что на предложение возвратиться без Дона-Марфори, она отвечала «Я женщина, я люблю этого человека». Эти слова повторяли громко, давая волю своим чувствам, хотя в то же время остерегались шпионов коменданта, полицейских и монахов, искавших возможности привести в исполнение. правила военного положения. Все, с уверенностью победителей, ждали решительного дня. Спокойствие и порядок в Мадриде были удивительны. Поистине можно было сказать про мадридцев, что они приготовлялись к народному торжеству, самому высшему, какое только может праздновать угнетенный народ. Этот торжественный покой перед угрожавшую разразиться бурью. Этот порядок могущий служить примером для других народов в подобные минуты и обманывали королеву с ее слугами, заставляя их думать, что дело вовсе не так плохо. Только двое людей видели глубже сущность вещей, чем близорукая королева и ее Дон-Морфори. Двое людей предчувствовали вероятный исход дела и, забрав свои богатства, друзей и приверженцев, убежали. Это были королева-мать и Гонсалес Браво. Вместе со своими приверженцами они воспользовались обстоятельствами, чтобы ловить рыбу в мутной воде. И, позаботившись не только о себе, но и о своих будущих потомках, переправились через границу. Мария Христина уже приготовила в Сан-Андрессе покои для своей дочери, а Гонсалес Браво, купивший себе заблаговременно виллу в По, недалеко от французской границы, ожидал скоро принять в нее свою бывшую повелительницу. Он легко утешился в потере портфеля, потому что туго набил золотом свои карманы. Чего же ему было еще искать? Он чувствовал благодарность к иезуитам, сделавшим для него столько, в то время как он, сложив руки, благоговейно склонялся перед каждым патором. Обращая взоры к испанской границе, он саркастически улыбался и говорил, что сегодня еще не видать моей высокой повелительницы, но чего нет сегодня, может случиться завтра. Вероятно, Донна Изабелла не станет сердиться, что он, без ее дозволения, исполнил свое желание жить свободным человеком, поэтому он делал необходимые приготовления для ее приема. Изабелла была далека от мысли оставить свою страну. Хотя в этот решительный час император Наполеон, видимо, что он хотел избежать вмешательства в распорю, угрожавшую произойти в Испании, и Изабелла была таким образом лишена надежды на его помощь, она все еще не переставала верить в своих приверженцев и свою власть, и надеяться на войско и на Валличеса. Если Маркиз победит, она намеревалась наказать всех мятежников, причинивших ей столько страха и забот, она клялась сделать эшафот кровавым источником, и, подстрекаемая Доном Марфоре, была в состоянии исполнить эту угрозу. Герцогиня и граф должны были открыть этот ряд жертв. Несмотря на эту жажду крови и весь свой гнев, испанская властительница не смела показаться в Мадриде, как будто какой-то внутренний голос удерживал ее. Она оставалась в Лагранье с Доном Марфоре, своим мужем, Паттером Клоретом и двором. Все вещи были уложены, и поезд железной дороги был постоянно наготове, чтобы в неблагоприятном случае увезти ее с двором к северу. Беспокойство королевы, отражавшееся и на ее придворных, исключая Дона Марфоре, обнаруживалось в строгих приказах и вспышках гнева Изабеллы. Но тотчас же после них благочестивая женщина отправлялась в присутствие и усердно молилась с Паттером Клоретом или Фульдженчо, воспитателем ее единственного сына, слабого духом и телом. Следует упомянуть при этом, что оба почтенных Паттера пользовались каждым случаем, чтобы побуждать королеву к насилиям против народа и состояли в тайных сношениях с Санта-Мадре, где по-прежнему собирались заседания для советов об изыскании средств гибели инсургентов, угрожавших иезуитской власти. Со своих кафедр служители Санта-Мадре, братья святого Викентия, не стыдились призывать народ к прежнему мраку, позорить как преступников людей, стоявших за свободу, и угрожать проклятием тем, кто подаст хоть каплю воды друзьям народа. Фанатизм, не стесняющийся в выборе средств для достижения раз намеченной цели, бессилен, однако, увлечь толпу. Так было и теперь. Народ оставался глух к иступленным воплям Паттеров, и лишь немногие верили в силу и справедливость проклятий, раздававшихся по адресу врагов церкви. Народ знал, чего можно ожидать от Санта-Мадре. Он отсылал проклятия обратно на головы лицемеров, произносивших их скоростолюбивую целью. Санта-Мадре радовались, узнав о приказании королевы казнить Энрику и Рамиру. Тот вечер, когда монахи сделалися жертвою народной ненависти на площади Педро, должен быть отомщен потому, что святой трибунал знал об отношениях отца с Энрикою. Цыганы не оставили и теперь без наблюдения. Приказ сестры Рафаэла дель Патручиньо не должен был остаться без последствий, хотя исполнение его и не удалось в тот вечер. Великие инквизиторы приказали осторожно наблюдать за Санта-Мадре и схватить его при первой возможности вне столицы. Если бы это удалось, то, не приводя его в Санта-Мадре, надо было сделать его немым и безвредным навеки. Во избежание опасности, труп его должно было потащить на улицу Фобурго и бросить в яму осужденных, находящуюся вблизи место пыток, где в прежние годы жертвы сжигались живыми, где страдал Фраско и вынес мучение отцу. В этом месте, называвшемся Квемадеро де ла Круз, несколько месяцев спустя народный представитель говорил в Мадридской палате. Верите ли вы еще, что власть духовенства не преследовала людей? Выйдите на Квемадеро де ла Круз и посмотрите на это место казни, наполненное остатками костров, покрытых пеплом, обгорелыми костями и черепами, прикрытыми песком. Несколько дней тому назад игравшие дети вытащили из них три предмета – обломок ржавого металла, человеческое ребро и локон волос. – Хотите знать, преследовала ли людей власть духовенства? – спросите у этого локона, каким холодным потом он был смочен, когда владелец его увидел костер. – спросите, как он поднялся на голове несчастного, когда пытка была уже близка, спросите у ребра, как стучало о него сердце дрожащего человека, а если тот кусок железа был заклепкой, то спросите его, как он ржавел в истекавшем кровью рте жертвы, и посмотрите, не было ли более сострадания у железа, чем у палачей, закреплявших его. Эти слова заслужили шумное одобрение, служившее лучшим свидетельством того, что Испания с нетерпением ожидала уничтожения господствовавшего мрака. Президент Совета Конха Маркиз Далагаваны, возвратясь в Мадрид, вечером двадцать восьмого сентября, отправился в свои покои. Приказ королевы о лишении жизни герцогини Делла Торре и графа Теба вечером следующего дня находился в его руках. Он не мог ничего изменить в нем. Против воли он разослал приказание судьям быть свидетелями казни, назначенной на восемь часов вечера на площади Педро. Потом он отправил приказание старому вермудыцу быть готовым к этому часу. После этого Конха направился во Флигель, где содержался приговоренный Рамиро, с тем, чтобы объявить ему решение королевы. Рамиро мужественно встретил это ужасное известие. Прочитав королевский приговор, Рамиро, побледневший и с блестящим взором, произнес, что Маркиз, ни о каком снисхождении для себя не прошу. Но напомню вам, что ужасно видеть страдания женщины, которая дорога вам как сестра, за которую вы охотно пожертвовали бы жизнью. – Я уважаю ваши чувства, граф, – отвечал Конха, – даже разделяю их. – Если вы имеете какое-либо желание или тайное поручение, прошу вас сообщить мне его. Я сумею уважить вашу последнюю волю. – Только одну просьбу имею я к вам, Маркиз, – отвечал Рамиро после короткого размышления. – Прикажите мадридскому палачу действовать быстро и с уверенностью. Острый топор, верный удар – вот последнее желание графини и мои. – Они будут исполнены, граф Теба. А эти письма… Будьте добры отправить их завтра в час сказни, одно адресовано французской императрице, другое дону Селестиану Олоцаге. Оба доставят в Париж брат последнего, дон Селестино Олоцага, находящийся в Мадриде. Передайте ему мой сердечный привет. Прощайте, Маркиз. Да спасет и благословит Бог Испанию. – Я боюсь, что много благородной крови прольется в нашем Отечестве. Все мои старания устранить эти несчастья были тщетны. Святая Дева да будет к нам милосердна. Конхо ушел. Он был взволнован, а ему предстояло еще более тяжелое свидание. В то время как в комнату Ромиро вошел священник, Конхо твердыми шагами прошел по коридору и велел дежурному офицеру доложить о себе герцогине. Энрико не предчувствовало известия, которое принес ей вошедший Маркиз. Она приняла его с выражением надежды на лице. Как прекрасная, кроткая, милостивая королева стояла она перед старым другом своего мужа. Он молча, почтительно поклонился ей, между тем, как сердце его сжималось при мысли, что он должен сообщить этой благородной женщине приговор из Ла Гранье. – Будьте желанным гостем в моем заключении, Маркиз, – сказала Энрико своим звучным, мягким голосом. – Вы принесли мне известие от герцога де Ла Торре? – Без сомнения, герцогиня. – Вы медлите? – Ваше лицо мрачно. – О, говорите, говорите все, Маркиз, мой муж побежден? – Нет, герцогиня. – Так он взят в плен? – Конхо отрицательно покачал головой. – Я должен передать вам другое, худшее известие. Несмотря на мои попытки помирить враждебные стороны, несмотря на отчаянную угрозу, что в случае его наступательного движения я не спасу вас от королевского гнева, Маршал Сарано отдал своим войскам приказ выступать. – Я узнаю в этом моего Франциско, – вскричала Энрико с воодушевлением. – Он не мог, не должен был поступить иначе, Маркиз. Другого приказания он бы не отдал. – Это приказание было смертным приговором для графа Теба и для вас, герцогиня. – Смертным приговором? – повторила Энрико бреднее. – Это, по-видимому, казалось ей невероятным. Конхо, дрожащую рукою, протянул супруге Сарано королевский приговор. Он дал ей самой взглянуть на него. – Герцог Делаторре знает об этом. – Ему было сообщено все, чтобы удержать его и побудить к возвращению. – Герцог знает, что его дорога в Мадрид лежит через ваш труп, – быстро проговорил Конхо беззвучным голосом, как будто хотел скорее высказать все заключавшееся в страшном известии. Энрико побледнело и дрожало. Она слегка покачнулась и прижала к лицу свои маленькие прекрасные руки. Это неожиданное, страшное известие подавило ее. – От руки палача? – прошептала она с ужасом. – Не тяжелый ли сон мучает меня? Франциско знает об этом приговоре. Я его… – Никогда не увижу, мужайтесь, герцогиня. – Маршал Серано разделит с вами жестокую смерть. Смерть за свое отечество. Я это предчувствую. Энрико провела руками по лбу и глазам, как будто прогоняла выступавшие слезы. Ее черты осветились высшей мыслью, глаза загорелись благородным огнем. – Да, Маркейс, вы правы. Мой Франциско говорит мне, что умрем вместе за наше отечество. Мой Франциско не видит другого спасения. Он знает свою жену. Супруга маршала Серано радостно умирает за высокое дело. Только неожиданность и неодолимый для нас, людей, страх смерти могли поразить меня в первую минуту этого известия. Это впечатление прошло. Вместо него передо мной встает высшее назначение. Я вижу плоды этой жертвы, вырастающие для испанской земли. Я вижу блестящий образ свободы, восстающий из мрака настоящего дня, и радостно умираю за него. Там, в небесной высоте, нам обещана возможность свидания. Не печаль, а страх наполняет меня теперь, Маркиз. Все во мне пылает. Супруга страстного борца за свободу Франциско Серано воодушевлена одинаковым с ним чувством и без содрогания твердыми шагами совершит свой последний путь. — Вы истинная супруга герцога де ла Торре, — сказал Конха, взволнованный словами Энрике. — Позвольте мне, как милость, поцеловать вашу руку. Престарелый Маркиз опустился на колено, как перед королевой, и, выказывая таким образом высшее доказательство своего почтения, прижал свои губы к ее руке. Энрика едва почувствовала это. Ее душа так полна была высокими мыслями, что она невольно приняла от колено преклоненного Маркиза эту дань уважения. — Только одно меня смущает, — сказала она, наконец, слегка дрожащим голосом, — я не увижу перед смертью моего супруга. Я не умру вместе с ним. Вы едва можете понять это желание, Маркиз, вы не были женаты. Если бы вы знали, чего желает и ищет любовь. — Я почти ощущаю это, видя и слыша вас, и в первый раз в моей жизни понимаю, чего мне не достает, — сказал растроганный Конх. — Та истинная, посланная от Бога любовь, которая не прекращается и со смертью, которая продолжается и за гробом, была назначена мне. Я испытала ее. Мы были соединены. Само небо открывалось перед нами. То, чем мы наслаждались, было слишком хорошо для земной жизни. Встретить смерть в объятиях Франциско было бы только продолжением этого блаженства. Оно не было суждено мне. — Я сомневаюсь, что увижу герцога де ла Торре, — сказал Конха. Но если это еще суждено мне, я скажу ему, что он обладал прекраснейшим, благороднейшим из сердец. И я, не испытавший зависти, завидовал этому сокровищу. Гибель подобных сердец ознаменовывается целыми потоками крови. И я страшусь за будущее. Будем надеяться, что оно будет прекрасно, и что наше Отечество после тяжелых дней заживет новую лучшую жизнью. Прощайте, Маркиз, помолитесь за моего дорогого мужа и мою душу. — Какой контраст, — промелькнуло у Конха в эту минуту в мыслях между этой смиренную, святою душою, безропотно принимающую позорную казнь, и эту надменную, гордую и злую женщину, твердой рукой подписавшую смертный приговор ни в чем не повинным жертвам ее недостойной мести. Конха поторопился уйти, чтобы скрыть свое волнение. Энрика поклонилась ему. Потом, когда он оставил комнату, бросилась перед распятием, которое Патер Роза принес ей в последнюю ночь. Он хотел напутствовать ее своими советами, но Энрика отказалась. Она молилась одна. Она чувствовала, что путь к Небесному Отцу широко открывался перед нею. Ночью слуги Вермудаца воздвигали свои черные подмостки на площади Педро. Толпа боязливо сторонилась, проходя мимо этой ужасной постройки. Проклятия раздавались громко, и не слышалось любопытных вопросов, кто будет казнен. Народ в Мадриде знал, для кого назначались эти страшные приготовления. Он опускал глаза, как будто не желая видеть позора, как будто стыдясь этого ужасного злодеяния. Сочувствие народа было на стороне герцогини де ла Торре. Наступил вечер рокового 29 сентября 1868 года. Королевские алебарщики прошли с барабанным боем по необыкновенно тихим улицам города к площади Педро, и там встали по обеим сторонам эшафота, образовав ряд шпалер, вероятно, для оттеснения народа. Эта мера предосторожности была, по-видимому, бесполезна, потому что площадь оставалась пустой. Только при вторично раздавшемся барабанном бою, мужчины и женщины начали тесниться вокруг. Отряд, вероятно, самых надежных алебарщиков, открывал шествие, направлявшееся от замка к площади Педро. Позади него шли трое судей, потом следовала герцогиня де ла Торре в длинном черном платье, опять трое судей и граф Теба, переменивший свой испанский мундир на черный камзол и плащ. Далее видны были два лысых патера, несколько монахов и шагах в десяти за ними седой вермудец. Олибарщики замыкали шествие. По всем улицам теснился народ. Девушки бросались на колени, женщины приподнимали своих детей и с испанской гордостью показывали им на Донну в черном, шедшую твердым шагом. Мужчины бросали лавровые венки, что пана и Рамиро прошли по ним, старики обнажали головы и складывали руки в молитве. Шествие, направлявшееся к площади Педро, было скорее триумфом, а не дорогою на Эшафот. С торжественным спокойствием и в большом порядке толпа разместилась вокруг Эшафота, ни одни глаза не остались сухими при виде приближавшейся процессии. В окнах окрестных домов развивались траурные знамена. Дамы и мужчины тесными толпами, стоявшие на балконах и кровлях, были в черных платьях и шляпах, везде развивались черные покрывала. Солнце уже закатывалось, когда шествие достигло Эшафот. Помощники вермудыца стояли на нижних ступенях его, только один из них, находившийся наверху, сдернул в эту минуту сплахи черное покрывало, скрывавшее ее до сих пор от глаз. Алибардщики в блестящих мундирах построились у подножия Эшафота, на который сперва взошли судьи. В народе пронесся сначала глухой ропот, потом все громче и громче стали раздаваться крики «Королева! Изабелла Бурбонская где? В Мадрид ее! Она должна быть свидетельницей!» Такой грозный ропот пронесся в толпе, когда в народе не заметили ни одного члена двора. Боязнь или страх заставили королеву не явиться в Мадрид на казнь. Не присоединилась ли к ее жестокости еще трусость, чтобы совершенно отдать ее на жертву народного презрения? Когда герцогиня де ла Торре в черном бархатном платье взошла по ступени Машафота, раздались громкие рыдания женщин и крики мужчин. Смотрите, она умирает за герцога и за нас. Она не дрожит и не робеет. Слава мученице! Слава герцогине де ла Торре! Энрика твердым шагом взошла по ступеням, на вершине которых должен был пробить ее последний час. Она была бледна. Может быть, черное покрывало, окутывавшее ее шею, делало ее еще бледнее, но ее прямая гордая осанка не выдавала в ней страха смерти. Ее лицо с благородными чертами было прекрасно, и мысль, что эта полная жизнь женщина должна принять смерть от руки палача за своего мужа и отечество, тронула бы самое черствое сердце. Действительно, все глаза были наполнены слезами, но в то же время это высокое зрелище последних минут жизни как-то благотворно действовало на собравшийся народ. Граф Теба также безробости взошел по ступеням, а вслед за ним священники и монахи заняли свои места вокруг плащи. Вермудац со своими помощниками последний занял свое хорошо знакомое место, он снял свой плащ, между тем как один из судей выступил вперед и прочел смертный приговор графу Теба и герцогине де ла Торре. Это были те же давно известные слова, слышанные нами при казни генералов Леона и Борзо. Гробовое молчание последовало за этим чтением. Все глаза были обращены на Энрику, которая после многочисленных испытаний и страданий шла навстречу страшному мгновению, она не избежала мщения ревнивой и могущественной королевы и должна была умереть. Даже и после смерти, по воле ненасытной Изабеллы, ее трупу предстояла ужасная участь быть выброшенным на дорогу, по которой пойдет Сарану. — Палач, — сказал чтец королевского приказа, обращаясь к Вермудетцу, уже взявшему свой красный футляр, — исполняйте свою обязанность. Вермудетц взял пергамент, наверху которого стояли слова от имени королевы, а внизу ее подпись и печать. Потом открыл свой красный футляр, показалась блестящая секира. Старый палач с седой бородой на неподвижном лице попробовал лезвие и опустил ее на пол. Раздались громкие рыдания, достигшие слуха Энрике. Она повернулась к толпе и сделала знак рукою, как бы прощаясь, как бы прося не увеличивать тяжести ее последнего часа. — Донна Энрико Сарано, герцогиня Дала Торре, — сказал Вермудетц громким голосом, — молитесь. Рамиро стоял около ступеней. Заметно было, как он старался преодолеть дрожь в своих членах. Но то было не от страха перед смертью, не для своего спасения. Он был способен в эту минуту расчистить руками дорогу к освобождению. Нет, он хотел спасти только Энрику, мать Марии, благородную супругу Франциско Сарано. Что, если он призовет на помощь этот увлекающийся, недовольный народ, который, видимо, ожидал только минуты, чтобы без кровопролития избавиться от нечестивцев, подавлявших его? Что, если он вдруг подаст знак ко всеобщему освобождению от невыносимого иго и благородной герцогини Де-ла-Торре от Эшафота? Руки его дрожали, дыхание замирало. Энрика встала на колени. Она не допустила подходившего священника, прошептав, что хочет молиться одна. Она подняла руки к освященному вечерней зарей небу и обратила туда свое прекрасное лицо, и из уст ее слышались благочестивые слова молитвы. Она долго стояла, колено преклоненную, народ тоже молился. Потом она спокойно поднялась. – Снимите покрывало с головы и шеи и положите их на плаху, – сказал Вермудец, не хотевший допускать своих слуг прикасаться к живой. Мертвая принадлежала им, потому что они уже получили приказ вытащить изувеченный труп на большую дорогу. Рамиру отвернулся. Он трепетал. Женщины и дети закрывали свои лица с громким криком ужаса. – Еще несколько минут, и герцогиня Де-ла-Торре станет жертвою палача. Патор и Санта-Мадре выслушали с удовольствием последние слова палача. – Теперь ненавистная супруга Сарано и он сам будут уничтожены. В то мгновение, когда Энрика, все еще стоявшая прямо и раздаваясь к королеве, снимала черную вуаль. Вдали раздался странный шум и звуки трупа рожков. Народ умолк. Часть его бросилась на улицы, откуда приближался шум. – Встаньте на колени, – сказал Вермудец, заметивший знак судьи немедлить более. – Стой, стой! – раздались вдруг голоса. – Не казните! Прочь секиру! Энрика, уже хотевшая опуститься на колени перед палачом, обернулась. Трубные звуки приближались. Толпа ежеминутно прибывала. – Победа! Победа! – В следующую минуту, на том месте площади Педро, где к ней примыкают главные улицы, показались всадники на взмыренных лошадях. – Страшная перемена произошла на обширной площади полной народа. Радостные крики, ликования, угрозы судьям и монахам составляли странное смешение звуков. – Прочь эшафот! – Долой Изабеллу! – Слава герцогине де ла Торре! – раздавалась повсюду. Прежде чем описать заключение этой божественно прекрасной сцены, тем более прекрасной, что спасение Энрике произошло в минуту самой высшей опасности, мы должны вернуться назад и посмотреть, что произошло в это время на юге. Глава тридцать шестая. Победа при Аль-Колее После знака поданного Сарану к продолжению восстания, Маркис Новоличес, находившийся во главе андалузских королевских войск, должен был снова собрать сведения о местонахождении главных сил инсургентов. 28 сентября у подножия Сьерры-Морены он получил известие, что они расположились около Аль-Колеи. Маркис верил известиям, что Сарано не приготовлен к отражению нападения и что он даже не предчувствует близости королевских войск. Он приказал своим полкам двигаться к Аль-Колее, от которой он был отделен возвышенностью. Герцог де ла Торре расположился от Кордова вплоть до городка Аль-Колее, когда ему донесли из форпостов, что несколько неприятельских всадников показались на месте, отделявшимся от его войска только мостом при Аль-Колее. Он верил тотчас же генералу Кабалеру де Родосу с егерями занять этот мост и подвезти туда три артиллерийские батареи. Но Валличес приказал своему авангарду под начальством генерала Ласси, командовавшего егерями Барбастро и Барселоны, напасть на авангард инсургентов и двигаться к Кордове. Когда известие об этом движении достигло лагеря мятежников, дивизия генерала Искиердо оставила лагерь в Кордове, за ним последовал генерал Рей и, наконец, герцог де Ла Торре со штабом. В таком положении находились оба войска, когда в три часа по полудня раздались первые выстрелы. Страшный знак к битве был подан. Главные войска с обеих сторон шли форсированным маршем за своими авангардами. Скоро раздался гром орудий Новоличеса, расположенных против моста Аль-Колей. Огонь был очень силен, пальба разносилась далеко вокруг. Инсургенты, по-видимому, не ожидали такого быстрого и смелого нападения артиллерии, и Новоличес был уверен, что прикрытие моста не могло устоять. Орудия Кабалеро едва отвечали и после трехчасовой пальбы прекратили огонь. Это заставило королевских генералов предполагать, что у противников не доставало снарядов. Новоличес, не обладавший хладнокровием и предпочитавший решительный смертельный бой, медленному уничтожению друг друга, бросился со своим штабом и несколькими полками на мост, чтобы расчистить себе путь. В тот же момент войска Серано открыли такой сильный огонь по наступающим, скученном, на небольшом пространстве земли, что потери их должны быть многочисленны. Во время этой битвы герцог Делла Торо находился со своими адъютантами на близлежащем холме и руководил оттуда ходом битвы. Офицеры Кабалеро принесли известие, что через час битва должна решиться, что полки королевы редеют и не могут долго продержаться на мосту. Серано хотел уже вследствие этого известия для сокращения резни приказать принять участие в битве, как вдруг, наведневшейся вдали возвышенности, показалась человеческая фигура, бежавшая изо всех сил к холму, на котором находился Серано. Один из его адъютантов заметил подходившего. Скоро могли рассмотреть, что это не был солдат, но, вероятно, он имел важное известие. Размахивая руками, он указывал на долину, лежавшую вблизи бригады Саласаро. Серано не отдал приказания, а ждал, чтобы запыхавшийся человек, которого он счел за расположенного к инсургентам крестьянина, подошел ближе. В это время битва на мосту продолжалась, земля стонала от грома орудий, пороховой дым застилал всю окрестность моста. — Да это цыган! — вскричал, наконец, один из адъютантов, бросившись навстречу бегущему. — Не надо доверять подобному молодцу! — Где маршал? — Я должен говорить с маршалом Серано, — едва мог произнести цыган. — Скажи мне твое известие, только маршалу, клянусь вам, скорее, пустите его ко мне, — вскричал герцог, подходя ближе. — Что это? — Я, кажется, знаю тебя, цыган. — Я отцу. — Вы, конечно, знаете меня, — сказал пришелец, едва переводя дух и опускаясь на колени. — Генерал Лассий, идет через долину, чтобы напасть на ваш фланг. — Клянусь святой Мадонною. — Это известие как нельзя более кстати, отцо. — Бригада Солосаро должна тотчас же идти навстречу войскам генерала Лассий, — вскричал Серано, протягивая руку цыгану между тем, как офицеры поскакали передать приказание герцога угрожаемой стороне. — Это истинная помощь в беде. Но как ты пришел сюда, отцо? — Я был на пути в Кадикс, когда он с тех скал, не быв никем замечен, стал наблюдать за вами и неприятелем. Один крестьянин рассказал мне, что будет битва, и я вздумал быть вашим шпионом, чтобы помочь вам. — Моя жена говорила правду, называя вас верным другом в беде. — Благодарю, отцо. Дайте этому цыгану оружие, может быть, судьба повернет его еще раз быть нам полезным. Отцо обрадовался этому приказанию Сырано, равно как и сердечному пожатию руки. Получив оружие, он вошел в ряды солдат, охотно принявших нового товарища, после того, как они услышали, какую услугу он оказал маршалу. — Так как битва началась и на холмах, то Сырано послал бригаду Аламинуса и полк Кантабрика против левого крыла главного отряда Новоличеса, храбро державшегося до сих пор. Огонь был убийственным. Наконец, королевские войска поддались и оставили уже взятый ими подход к мосту. Батареи Сырано рассеяли кавалерийские полки Джирдженти и четыре неприятельские батальона, поддерживаемые двумя батареями. Мало-помалу огонь распространился по всей линии. Пороховой дым был так густ, что нельзя было различить ни людей, ни лошадей. С обеих сторон сражались с геройской храбростью, и победа переходила из рук в руки. Наконец, королевская армия поколебалась. Шесть егерских род с офицерами и знамя были взяты. Бригаде инсургентов под начальством Саласаро удалось в то же время отрезать неприятельский отряд Ласси, намеревавшийся напасть на фланг мятежников. Кавалеро де Родос направил свою батарею против Ласси и взял его в плен. Серано уже видел перед собою победу. С великодушием, свойственным его благородному характеру, он позвал к себе генерала Ласси, обнял его и предоставил свободный выбор, присоединиться к его армии или нет. Ласси объявил, что он будет верен своему знамени и потому что он остается военно-пленным вместе со своими солдатами. Тогда Серано, твердо уверенный, что его армия победит, с рыцарским великодушием объявил Ласси свободным. В ту же минуту прискакавшие адъютанты объявили ему, что вблизи моста произошла страшная свалка вследствие того, что некоторые королевские полки, желая обмануть солдат Серано, бросились снова на подход к мосту с криками «Да здравствует свобода!» Это известие показалось Серано, решившемуся пожертвовать своей жизнью за освобождение Отечества, достаточно важным, чтобы самому явиться действующим лицом и дать пример своим утомленным войскам. – Итак, господа, – обратился он к своей свить, – настало время и нам помогать. – Пойдем. – Следуйте за мною. – Надо победить еще на подходе к мосту. Там мы попробуем наши мечи. Громкими криками встретили генералы и адъютанты слова полководца и поскакали рядом с ним с холма под градом ядер. Опустошение в рядах войск было страшным. Везде раздавались стоны раненых и умирающих. – Вперед! – крикнул Серано своим утомленным воинам. – Победа или смерть! Раздавались восклицания. Слова полководца подействовали на солдат. Они почувствовали новую силу и бросились на теснившие их полки на Валличеса. Пули свистели, и шум на мосту и перед ним был неумолкаем. Серано и генерал Искиердо стояли под градом пуль. Лошади под обоями были убиты. Вид невредимо стоящего впереди герцога воодушевлял солдат еще более, чем его слова. Он стоял рядом со своими солдатами и дрался как герой. Генерал Новоличес заметил, что от этого пункта зависел исход битвы и что она должна решиться именно на этом мосту. Поэтому он тоже бросился вперед во главе полков, пришедших на помощь прежним войскам, и таким образом оба прежние товарища в битвах стояли друг против друга. Ни один не хотел отступить. Оба хотели умереть или победить, как клялись раньше. В эту минуту у обоих возникло воспоминание о недавнем разговоре в палатке с Серано. Но Новоличес сорвал с головы свою шляпу и махал ею герцогу Серано. Тот отвечал на приветствие своего врага. Странно было видеть эти дружеские приветствия двух неприятельских полководцев посреди града ядер и пуль. Отряд киросиров Джирдженти яростно бросился со своими саблями на егерей, сражавшихся с отчаянной храбростью около Серано. Винтовки их заряжались с удивительной скоростью, и огонь был непрерывен. Страшная схватка произошла перед мостом у Аль-Колей, которого герцог Делла Торре ни за что не хотел уступить. Дорога между врагами была устлана умирающими, по которым беспощадно проходили стоявшие позади. Звуки орудий, смешиваясь с грохтом артиллерии Кабалеро, составляли ужасный аккомпанемент. Егеря видели маршала Серано, сражавшегося в переднем ряду. Испанский герой оправдывал свою славу, являясь образцом мужества. Он сражался как человек, ищущий смерть. Никто не знал ужасной тайны, повлекшей его под самый град пуль и сабельных ударов. Никто не предчувствовал, что Франциско Серано искал смерти за свое отечество, чтобы не проходить по трупу своей жены. Но известно, что тот, кто ищет смерти, никогда не находит ее. Вождь инсургентов убивал одного неприятеля за другим. Егеря падали вокруг него, пораженные пулями и саблями, а он все еще стоял, сражаясь и ободряя своих людей. Мужайтесь, воины Аль-Колей, победа или смерть? Вдруг осколок бомбы попал в маркиза Новоличеса. Серано, стоявший шагах в двадцати от него, увидел, как раздробило ему шею и подбородок, как он упал и умер. Серано позавидовал этой геройской смерти и закричал вслед трупу, уносимому с поля сражения. Прощай, товарищ, ты сдержал свое слово и идешь вперед. Твой старый сподвижник последует за тобой. Страшная резня произошла на месте, где только что пал маркиз Новоличес. Его солдаты хотели отомстить за смерть вождя, между тем, как инсургенты продвигались вперед с новой уверенностью в победе. На обоих флангах королевских войск уже раздавался сигнал к отступлению, и только центр бился еще отчаянно на мосту. Но вскоре оба генерала, заменившие Новоличеса, пали один за другим. Генерал Сарториус, раненный в ногу осколком бомбы, упал с лошади, а генерал Гарсио де Варедес был смертельно контужен. Войска королевы начали отступать. Сарано был вовлечен в жаркую схватку с двумя неприятельскими офицерами. Он не хотел продать дешево свою жизнь. Хотя теперь, когда судьба битвы и восстания была решена и победа упрочена, он бы умер спокойно. После этой битвы уже не будет второй. После этой победы ворота Мадрида открыты инсургентом. Такая успокоительная мысль делала смерть легкую для герцога де ла Торре. Искусную рукою вонзил он шпагу в грудь одному из стеснивших его офицеров, но в то же самое мгновение к сражавшимся приблизился Керасир с высоко поднятой саблею. Второй офицер слишком занимал вождя мятежников, чтобы тот мог заметить приближавшуюся опасность. Он отражал яростные удары врага и старался приблизиться к нему, между тем, как пороховой дым расстилавшийся кругом мешал ему рассмотреть поднятую над ним саблю Керасира. Егерь, хотел прийти к нему на помощь, был убит ядром. Смерть висела над Франциско Сэрано, сабля уже рассекала воздух над его головой. Это было в тот самый час, когда Энрико в Мадриде узнал свой смертный приговор. Еще одна минута, и герцог де ла Торре, победитель при Аль-Колей, был бы убит. Кругом отступали королевские войска. Егеря Сэрано были так заняты противником, что никто из них не заметил опасности, грозившей полководцу. Вдруг между ним и Керасиром, замахнувшимся саблею, появился странный воин. Он не носил мундира, как мятежник, но сражался в их рядах. Голова его была непокрыта, черные волосы в беспорядке падали на лоб, покрытый потом. Блестящие глаза были обращены на врага Сэрано, на нем была надета широкая рубашка, а на шее висел амулет. Широкие, короткие, черные, бархатные панталоны, доходившие до колен, оставляли обнаженной остальную часть ноги. Это был Атцо. Судорожно сжимая левую руку, он ухватил правый ствол своего ружья и, с удивительным проворством и ловкостью, взмахнув прикладом, ударил им на перерез опускавшийся на Сэрано сабли. Удар этот дал сабле другое направление, но, опускаясь, она все-таки скользнула по голове герцога, победившего в эту минуту своего второго врага. Герцог упал. С диким криком ярости Атцо еще раз взмахнул ружьем и в то же время схватил свободную левую рукою узду лошади, и ни один егерь не пришел на помощь сражавшемуся цыгану. Кирасир, правая рука которого опустилась от удара Атцо, выхватил из седельной сумки пистолет и, в то самое мгновение, когда цыган направлял удар приклада в его голову, прицелился и нажал на курок. Раздался выстрел. Вслед за ним крик, смешавшийся с радостными криками, раздававшимися кругом. Рука Атцо выронила ружье. Он схватился за грудь, откуда хлынула струя крови. Раненый зашатался и упал возле Сэрано, которого хотел спасти, жертвуя собой, спасти для Энрики, этой светлой звезды его жизни. Предсмертный крик Атцо достиг слуха некоторых из его товарищей. Они увидели неприятельского кирасира, и три винтовки разом нацелились на него. Выстрелы слились в один, и кирасир упал с лошади, сраженный тремя пулями. Раздались крики ликования. Рога отрубили победу, королевские войска отступали в страшном беспорядке. Вечерняя темнота уже расстилалась над бесчисленными ранеными, стонавшими на мосту Аль-Колей и около него, и над неподвижно лежавшими убитыми, между которыми находились Атцо и Сэрану. Коса смерти довольно поработала на поле битвы, представлявшем страшное зрелище, когда, по прекращении сражения, адъютанты нашли безжизненного герцога Де-Ла-Торре. Быстро созванные врачи объявили испуганным офицерам, что герцог только оглушен и что его рана не опасна. Неописуемую радость произвели эти слова, оправдавшиеся скорее, чем можно было ожидать. Сэрану открыл глаза и совершенно пришел в себя, когда Кабалеро де Родос подал ему освежительное питье, а доктор перевязал Сэрану. «Где Атцо? Где мой спаситель? Где цыган?» – были его первые слова. Никто не знал этого, но немного спустя Сэрану увидел его в нескольких шагах от себя, лежащим между мертвыми. – Атцо! – Мой избавитель, Атцо! – Ты не хочешь принять моей благодарности? – вскричал взволнованный Сэрану. Смертельно раненый цыган открыл еще раз глаза, в которых уже ясно отражалась смерть. Врачи объявили, что его минуты сочтены. Герцог Де-Ла-Торре подошел и встал перед умирающим на колени, и с глаз его катились слезы. Этот цыган, язычник, обладал таким благородным сердцем, какое редко можно найти. Атцо, отдавший свою жизнь за супруга Энрике, был достоин того, чтобы Сэрану назвал его братом. Атцо сделал знак Сэрану, чтобы тот наклонился к нему, ему хотел что-то сказать. – Благородная душа, горе мне, что я убиваю тебя, – сказал дрожащим голосом Сэрано и наклонился к умирающему, едва произносившему слова. – Прощайте, – прошептал он, – прощайте, и скажите вашей супруге, что я с радостью умираю за ваше счастье. Жизнь бедного цыгана была небесцельна. Он должен был остановиться. Кровь струилась из раны и рта по бледным губам. – Будьте счастливы! – с трудом продолжал он после паузы. – Вам нечего более страшиться. Брат ваш, Жозе, умер. – Умер? – вскричал Сэрано, до сих пор еще мучившийся мыслью об этом ужасном человеке. – Умер от моей руки. Молитесь за меня. Я не мог иначе спасти Энрику. Герцог поднял глаза к небу и поблагодарил его за избавление. – Еще одно, – пролепетал умирающим голосом отца, – скорее, а то будет поздно. Наклонитесь. – Недалеко от Мадрида, под скалой Ора, вы найдете золото и драгоценные камни. Они принадлежат мне. Выройте их и возьмите, как мое приношение Испании. Употребите их, как хотите. Я завещаю все вашему великому делу. Прощайте. Поклонитесь, Энрике. Струя крови, брызнувшая изо рта цыгана, прервала его слова. Последнее дыхание его принадлежало Энрике, этой прекрасной, недостижимой звезде его жизни, образ которой не покидал его ни на минуту. Еще вздох вырвался из его груди. Последняя борьба со смертью, и затем благородный, бескорыстный человек испустил последнее дыхание. Сырано почтил горячую слезою смерть верного друга и велел отнести его в свою палатку. Между тем, генералы Искиердо и Кабаляра де Родес отправились на рекогносцировку поля битвы, имевшего более мили в окружности. Королевская армия была так блистательно обращена в бегство, что они только изредка наталкивались на роты Новоличеса, подбиравшие своих раненых, чтобы отнести их в близлежащий Каприо. Инсургенты предложили им помощь, если они хотят отправить раненых в Кордову. Вся ночь прошла в заботах о раненых, потому что потери с обеих сторон были многочисленны. Победа инсургентов при Аль-Колей была блестящая и полная, так как остатки побежденного войска рассеялись во все стороны, и дорога в Мадрид была открыта мятежно в Каприо. И когда Серано обратился в палатку, чтобы отдать приказание двигаться к столице, страшная угроза, исполнение которой было уже близко, снова обрушилась своей тяжестью на его сердце. Он избежал смерти, чтобы пережить самую трудную минуту своей жизни. Он спасся, чтобы найти труп Энрики. Герцог Делаторре был серьезен и молчалив посреди всеобщей радости. Эта победа разбила его сердце. Несмотря на это, он приказал пикету уланов отправляться скорее в Мадрид, объявить там победу и ждать дальнейших приказаний. Сам он со штабом и частью войска хотел следовать за ними. Эти тауланы и прискакали на взмыленных лошадях в Мадрид вечером 29 сентября, в ту минуту, когда герцогиня Делаторре и граф Теба готовились быть последними жертвами недостойного правительства. Они-то и были приняты мадридцами с восторженными криками. С Ашафота офицера объявили конец тирании и победу Сарано. Этого было достаточно, чтобы окончательно взволновать умы, кипевшие ненавистью и яростью. Герцогиня Делаторре и граф Теба были с торжеством, сопровождаемая от Ашафота ко дворцу Сарано на Пуэрто Дель Соль. Неумолкаемая Виват раздавалась перед балконом, на котором стояла герцогиня, кланяясь во все стороны. Весь этот мгновенный переворот обошелся без кровопролития. Всю ночь солдаты братались с гражданами. Маркиз Гаваны предоставил свободу войскам, и судьба Испании была решена. Ночью Энрико спешила уже в сопровождении Рамиро навстречу победителям при Аль-Коллею. Она хотела первая увенчать их лаврами. Вблизи Аранхуэса, на дороге, оглашаемой народными приветствиями, Сарано встретил не труп своей Энрике, а ее самое, его дорогую прекрасную жену. Это свидание перед войсками, еще черными от дыма, было прекрасно и трогательно. Тут только впервые герцог Дела Торре почувствовал всю сладость своей победы. Тут только он улыбнулся озаренным счастьем. Он крепко прижал жену к своей груди. Солдаты выражали свое сочувствие приветственными криками. Потом он крепко обнял графа Теба и, чтобы сделать всех участниками своей радости, велел раздать войскам золотые монеты из собственной шкатулки. Со счастливым взором слушала Энрика рассказ о битве и победе. С гордостью и любовью смотрела она на своего супруга, прекрасное мужественное лицо которого было в эту минуту озарено выражением счастья. Когда Энрика узнала от Франциско, что отца умер ради него, глаза ее наполнились слезами сожаления и благодарности. – Благородная душа, – сказала она Сырано, – он принес себя в жертву для нашего счастья. Он должен, хотя бы после смерти, найти родину у нас в Дельмонде. Сырано исполнил желание Энрики. Он сам чувствовал потребность дать умершему место между людьми, дорогими его сердцем. Из Оранхуэса герцог Дораторре послал приму известие, чтобы он шел победоносно в Мадрид и что при Аль-Колей 28 сентября судьба Испании была решена. История увековечит этот день торжества свободы, написав его золотыми буквами на своих славных страницах. Глава 37. Бегство королевы На другой день после освобождения Энрики, смертельно раненый маркиз Новоличес и некоторые из разбитых генералов вступили в Мадрид. Народ, не могший долей сдерживать своего гнева, и еще довольствовавшийся ночью криками долой бурбонов «Да здравствует народное самодержавие! Да здравствует свобода веры!», и прочие иезуитов, стал теперь выражать свое чувство к ненавистному правительству еще яростнее. Гербы бурбонов были сорваны с домов и разбиты, бюсты королевы разбросаны по улицам, и без пролития капли крови учреждена хунта, объявившая о падении династии, о всеобщем праве голоса и созвании конституционных кортесов. При всем этом в Мадриде царствовал величайший порядок, как будто бы ничего не случилось, народ радостно обратился с войском, и ни одна капля крови не была пролита. Конху и Росо де Аллано повсюду приветствовали войска инсургентов, а когда пришло известие, что королевские войска других провинций с радостью переходит к Приму, и что он, без битв, тоже приближается к столице, раздались тысячи голосов Виват-победители при Аль-Колей Виват-Сарано, Виват-Прим. Все замки были объявлены народной собственностью, и скоро над ними стали развиваться красные и черные знамена с надписью «Народное самодержавие». Да здравствует свобода, долой иезуитов, эти крики делались все грознее с наступлением вечера. Ни один монах не показывался на улицах, улица Фобурга как бы вымерла. Они хотели переждать эти опасные дни, чтобы опять, все равно при каком правительстве, восстановить свое прежнее господство. Но народ Мадрида решил иначе. Служители Инквизиции слишком теснили и обманывали его. Час расплаты наступил. У всякого накипело на сердце против Санта-Мадры. Да, у всякого, потому что раньше или позже всякому приходилось иметь хотя бы одну жертву в Санта-Мадре. Был ли это дед, получивший смерть на костре Квемадера де Ла Круз, или мать, завлеченная в монастырский сад подкупленными монахами в угоду королю Фердинанду, или брат, томившийся под сводами подземелья Санта-Мадре. Все это пробудилось теперь в возбужденных умах и живо предстало, требуя отмщения. День мести наступил. Им надо было воспользоваться, так как власть находилась теперь в руках народа, ждавшего этого часа уже десятки, сотни лет. Народ знал, где искать своих злейших врагов. Этот ненавистный дворец, памятник стольких кровавых драм, должен был исчезнуть с лица земли. Толпы народа стремились с наступлением вечера на улицу Фабурга. Одна мысль наполняла всех, одна надежда готовилась осуществиться, погибель Санта-Мадре. Народ, удовольствовавшись тем, что объявил дворцы королевы и ее убежавших родственников своей собственностью, желал поступить совершенно иначе с дворцом Санта-Мадре. Он смотрел на него, как на змеиное гнездо, которое нужно было разрушить для безопасности. Долой инквизицию, долой иезуитов! Санта-Мадре, удовольствовавшись со всех сторон прочь с земли этот дворец! Стены, так долго противостоявшие угрозам народа, не уступавшие даже лому, были охвачены пламенем, которому народ со всех сторон доставлял обильную пищу. Скоро красные языки его, показавшиеся на деревьях проклятого монастырского сада, поглотившего столько вздохов несчастных жертв, возвестили, что ненавистная сила, исходившая из этого дворца и господствовавшая целые столетия, была наконец уничтожена. Народ ликовал при этом зрелище. Ему приятно было видеть, как эти стены неволи разрушались перед его глазами. Он смотрел на это пламя, пока не удостоверился, что Санта-Мадре с монастырем сгорели дотла. Великие инквизиторы, паттеры и монахи, словом, все обитатели этого ужасного места, вероятно, предчувствуя, что произойдет нечто подобное, убежали еще перед наступлением ночи и предоставили пламени пожирать только стены и кельи. Но возмущенный народ удовлетворился и тем, что исполнил свое давнишнее желание. На другой день только дымящиеся груды развалин указывали место, которое целые столетия служило предметом народных проклятий. Даже и эти развалины были разнесены толпою. Подземелья были также разрушены, чтобы ничто не напоминало более о прошедших злодеяниях этого дворца, имя которого даже страшились произносить. Оставив ненадежный монастырь улицы Фобурго, великие инквизиторы и паттеры поспешили в церковь святого Антиоха, чтобы оттуда, в свою очередь, бежать, подобно королеве и Гонсалесу Браво. Но выбранная и утвержденная народом хунта, предчувствуя это, задержала почтенных отцов с награбленными сокровищами и, отобрав их, отпустила на все четыре стороны, но коронные бриллианты, представлявшие такую значительную ценность. Исчезли. Изабелла или ее придворные позаботились заблаговременно упаковать все это в ящики и отправить в Сан-Себастьян, откуда их уже легко было переправить за границу. Эти люди не побрезговали ничем, и даже достойного экс-министра президента Ее Величества Гонсалеса Браво обвиняли в похищении дорогих картин, тайно им увезенных. Не мудрено, что в стране, где разврат распространился так далеко, где сановники и советники королевы были сообщниками в преступлениях, наступило, наконец, время освобождения. Можно еще удивляться терпению этого южного народа, терпевшего так долго. Когда королеве принесли известие в Лаогранье, что Навалличес побежден при Аль-Колей и авангард Сарано прибыл в Мадрид, она, немедленно, дрожа от страха, поспешила оттуда со своим двором, так как экстренный поезд уже несколько дней стоял наготове. Сопровождаемая Марфори, Кларетом и своим супругом, наблюдавшим за детьми, она отправилась к французской границе, сопровождаемая проклятиями народа. В Сан-Себастьяне она несколько успокоилась. 1 октября королевский поезд, проехав границу, достиг маленького французского городка Ла-Негрес, где испанская королева надеялась встретить императора Наполеона, как еще на дороге известил ее Мерсье де Ластант. Изабелла была в сильном волнении, когда поезд приближался к станции. Она едва могла сдержать слезы. Это не были слезы раскаяния, но доказательство ее бессильного гнева, ее ярости против унижения, которому она подверглась. Горечь этой минуты увеличилась еще более, когда мимо королевского поезда промчался пассажирский поезд, из вагонов которого раздавались насмешки и восклицания «Да здравствует Испания, долой королеву!» В вагоне, где сидела Изабелла, сопровождаемая принцем де Ассизи, Доном Марфоре и принцем Астурийским, виднелась фиолетовая ряса Патера Клоретта. Сестра Патручинио сопровождала королеву в следующем вагоне. Изабелла была встречена на галерее императором, императрицей и наследным принцем. Испанская властительница залилась слезами, обнимая Евгению, старавшуюся ободрить свергнутую государыню. Эта сцена, разыгравшаяся на галерее станции железной дороги, была очень тяжела. Император оказался в очень дурном расположении духа. Он даже не протянул руки супругу королевы. С холодным поклоном обернулся он к последней и протянул ей руку. Мой дорогой друг, – произнес он, принужденный сказать что-нибудь, – дайте этому процессу закончиться самому собою. Наши народы еще недостаточно зрелые, чтобы могли управлять собою сами. Потом он поклонился астурийскому принцу и не удостоил морфоре даже взглядом. Наполеон с императрицей и король с королевой прошли через галерею в залу станции, а сановники обеих держав остались у дверей, тоскливо вглядываясь в физиономии находившихся там людей. Это свидание, которого Наполеон не мог избежать, длилось двадцать минут. Расставание было коротко, молчаливо и печально. Император был холоден и спокоен, императрица с трудом удерживала слезы, вызванные в ней воспоминанием о лучших минутах ее молодости, проведенных при дворе Изабеллы. Королева пробовала смеяться, так как это свидание все же подавало надежду. Маленький и болезненный принц бегал взад и вперед, пока, наконец, худощавый патер Фульдженчо не остановил его, строго прошептав ему выговор. Королева снова отправилась в вагон, за нею последовали король, принц Астурийский, которого император решился поцеловать. Это не обязывало ни к чему, а все-таки свидетельствовало о его сочувствии. Когда Изабелла, уже стоявшая с графом Честа в вагоне, увидела этот поцелуй, она вскричала «Я не поцеловала императрицу» и сделала движение, чтобы выйти. Но императрица сама поспешила навстречу и подставила королеве свою щеку для поцелуя. Таким же быстрым движением она отступила назад, так что королева, хотевшая запечатлеть поцелуй на губах Евгения, встретила только пустой воздух. Император стоял на платформе станции с обнаженной головой, императрица по правую сторону, а императорский принц, удивленный и взволнованный представившимся ему зрелищем, стоял возле них. В королевском вагоне стояли король и свита, на переднем плане – королева, около нее – дон Марфори и удрученный горем граф Честы. Королевские вагоны заперли. Несколько минут прошло в глубоком молчании. Все казались печальными и смущенными, как бы при погребении. Да это и было погребение двухсотлетней монархии, испускавшей последнее дыхание у ног Французской империи в Беоридце. Наполеон, всегда владевший собою настолько, чтобы не дать заметить происходившего в нем, был, однако же, в глубине души потрясен и испуган эту погребальную процессию бурбонов. Он не скрывал от себя, что этот удавшийся пример освобождения мог легко возбудить опасные стремления в его народе. Но Евгения, его супруга, до сих пор с заметной склонностью, почти с любовью, высказывавшаяся в пользу испанского трона, Евгения, на которую Изабелла так твердо рассчитывала, почему она не побудила своего супруга спасти испанскую корону и сохранить ей трон? Почему она удовольствовалась слезами и поцелуями, вместо того, чтобы побудить императора к энергичному вмешательству? Разве потому, что Евгения и ее супруг боялись, защищая Изабеллу, поднять всю Испанию против французских войск? Нет, тут была другая причина, которую мы увидим в конце нашего рассказа. Император, через Мерсье де Ластанда, предложил Изабелле для жительства замок По, эту колыбель бургонов. Он старался по возможности сделать для государы нелишенной престола менее трудными первые тяжелые дни и доставить ей какое-нибудь утешение. Он велел приготовить для Изабеллы прекрасный замок и окружить ее всевозможной роскошью. Гонсалес Браво встретил свою государыню со всевозможными почестями. По его же распоряжению жители города Рей украсили свои дома гирляндами. Несмотря на все это, встреча имела скорее характер насмешки, чем торжества. Виваты присутствовавших испанцев были редкие, хотя, по официальным известиям, в Беорице и Париже королева была встречена восторженными приветствиями. Замок По, окруженный парком и домами городка, имеет такое чудное местоположение, что его неприветливый серый цвет и угрюмая архитектура не портят общего приятного впечатления. Из окон замка растилается прекрасный вид на зеленеющие поля и цветники. Комнаты его, хотя невелики, но роскошно отделаны. Вообще, внутренность замка производит приятное впечатление. Жаль только, что все скульптурные украшения лестниц окрашены в неприятный серый цвет и нарушают общую гармонию этого прелестного жилища. Основания этого замка относят к XIV столетию. По крайней мере, доказано, что пять башен его были построены в 1363 году графом Фуа. Одна из них, называемая тюремную башню, построена из кирпичей и имеет значительную величину. В 1553 году в замке По родился Генрих IV, висячая колыбель которого в форме раковины еще и теперь сохранилась в одной из комнат. Здесь Людовик XIII объявил уничтожение независимости маленького княжества Беарн, а в новейшие времена, в 1848 году, в нем жил эмир Абд-эль-Кадер. Хотя Изабелли не особенно нравилась в замке По, однако она решилась, следуя высшим указаниям из Рима, пробыть здесь первое время. Так как часть ее свиты не нашла помещение в замке, то должна была нанять квартиры в городке. Инфант Дон Себастьян, дядя Изабеллы, занял на зимний сезон виллу Лабурдет, а экс-королева переменила апартаменты, которые прежде занимала, на комнаты, назначенные для императора. Двор зажил прежнюю жизнью, хотя роскошные праздники не давались уже так публично, как прежде. Изабелла выезжала на прогулки, Франциско де Оссизи гулял с детьми пешком, а Амарфори старался придумывать развлечения для своей повелительницы. Коростолюбивые, обедневшие гранды являлись все чаще и чаще приносить клятвы верности своей изгнанной королеве, чтобы, приобретя ее милость, снова жить за ее счет, как было в Мадриде. Королева иногда по целым часам оставалась запершись в своих комнатах или, в сопровождении маркиза де Бевиль, ходила взад и вперед по уединенным крытым аллеям парк. В такие часы Амарфори не смел беспокоить королеву, а Кларет, внимательно посматривая на эти аллеи, искал в то же время колясочку сестры Патручинио, которая, не будучи в состоянии ходить, всегда каталась по парку при помощи слуги. Графиня Генуэзская сделалась худощавою, постоянно мучимую недугами женщиною. Вследствие мщения Атсо совершенно изнурили ее тело. Раны ее части были еще открыты и указывали, если не на скорую смерть, то на мучительные страдания. Она часто и охотно разговаривала с Кларетом о различных местах из Библии и духовных песнях, как будто действительно хотела сделаться благочестивую женщиною и замолить грехи прошедшего. Маркиза де Бевиль часто замечала в эти часы слезы на глазах королевы. Она покинула королеву некоторое время тому назад и хотела навсегда остаться в своем имении во Франции, но Изабелла неотступными просьбами снова принудила ее возвратиться ко двору. И так как теперь последняя находилась в несчастье, то Паула не могла решиться оставить ее, хотя и говорила себе, что Изабелла сама виновата во всем. В один чудный осенний день после обедни, ежедневно совершавшийся Паттером Кларетом в часовне замка, королева в сопровождении Маркизы сошла в парк. Она казалась взволнованной. Когда они достигли крытой аллеи, она схватила руки своей поверенной, и Маркиза заметила, как дрожала ее рука. Войдя под самую тень деревьев, куда уже едва проникали солнечные лучи, Изабелла дала волю своим долго сдержанным чувствам. Паула прошептала она. – До чего я дошла? Ты знаешь все. Ты одна знаешь прошедшее. Помнишь ли те давние дни, когда мое сердце стремилось к тому молодому прекрасному офицеру, который сражался за меня, жертвовал своей жизнью? О, Паула, все было бы иначе, если бы я была женой Франциско Серано, но я оттолкнула, представлявшееся мне счастье, отдавая руку моему теперешнему супругу. Я отвернулась от этих гвардейцев, защищавших мою жизнь, в церкви святого Антиоха, спасших мне трон, когда все-все меня оставили. Они клялись в вечной верности и преданности, если я не оттолкну их, не отвернусь от них, Паула. Я оттолкнула их от себя. Сначала из гордости, потом желая доказать, что я не нуждаюсь в них более, а потом из страха перед ними, из страха, потому что окружила себя другими людьми, желая показать им, что они заменены. Это была ложная гордость Паула. Я чувствую это, хотя до сих пор старалась подавить в себе эту мысль. Эти гвардейцы были храбрые и смелые защитники. Они достаточно доказали мне это, но чтобы они подняли на меня оружие, чтобы они решились сражаться против меня, клянусь всеми святыми, я не считала этого возможным, и это-то потрясло меня глубже всех последних событий. На твоем лице я читаю. Что хочешь ты отвечать мне? Молчи, я все чувствую. – Часто я навлекала на себя ваш гнев, осмеливаясь обращать ваше внимание на лиц, занявших место тех гвардейцев. О, государыня! – сказала Паула и опустилась на колене перед Изабеллою. – Теперь есть еще время, если не воротить, то хотя бы поправить прошедшее. Исполните требования этих людей. Откажитесь в пользу инфанта Альфонсо. – Какие же условия предлагают мне? Удаление морфории Патера Клоретта. – И ты тоже, Паула. Но это требование неисполнимо. Если бы я и решилась отпустить почтенного Клоретта, то морфорий никогда. – Ваше величество, разве ты не понимаешь, что я обвиню сама себя и оправдаю все делаемые мне упреки, удаляя этого человека? Ни слова. Это невозможно. Я лучше буду переносить изгнание, чем сделаю ложный шаг. Я еще не отказалась от надежды возвратить трон. Маркиза поднялась. Она с горечью чувствовала, что эта последняя попытка поправить дело была напрасно. Изабелла принадлежала к числу тех слабых характеров, которые всегда находят извинения своим слабостям и причины не отказываться от них. Она скорее решалась потерять трон и уважение целого света, чем разлучиться с этим недостойным любимцем. Такие характеры созданы не для трона. Они способны на все пороки. В их слабостях коренится все зло. Глава 38. Въезд в Мадрид Утро 7 октября 1868 года приветливо осветило солнечными лучами испанскую столицу, походившую на цветущий сад. На этот раз без всяких приглашений со стороны власти, как бывало во времена Изабеллы в торжественных случаях, жители города всю ночь деятельно старались придать ему праздничный вид. Окрестные леса были опустошены. Везде вились гирлянды из свежих листьев, целые вазы лавровых ветвей доставляли материал для венков, которые плелись руками знатнейших и богатейших дам. Весь Мадрид приготовлялся к встрече спасителей страны. Прим и победитель при Аль-Колее должны были въехать в него. На станции железной дороги была воздвигнута триумфальная арка, по сторонам которой находились высокие подмостки. Площади были украшены пестрыми столбами, знаменами, гирляндами и испанскими надписями. Земля усыпана цветами и ветвями, все улицы до самых маленьких переулков были украшены цветами, и в то время как на плаццо Майор и на Пуэрто-дель-Соль развивались с балконов дорогие ковры и выштые флаги, беднейшие жители протягивали гирлянды от дома к дому и украшали венками окна и двери. С наступлением дня улицы уже наполнились празднично одетыми мужчинами и женщинами. Каждый хотел видеть победителей при Аль-Колее, мужей свободы. Каждый хотел занять место на пути процессии, будь это место хоть на вершине каштанового дерева. Веселая толпа увеличивалась с каждым часом. Улыбающиеся, просветленные надежду и лица были видны повсюду, и при этом господствовал величайший порядок и примерное единство между сословиями. С нетерпением ожидали сигнала, долженствовавшего возвестить вступление Прима и Серано с их войсками. Наконец, желанный час настал. Раздались звуки труп и выстрелы. Победители возвращались в украшенную столицу, радостно приветствовавшую их. При Массерано две величественные фигуры, прямо сидящие на своих конях, открывали шествие. Радость сияла на их загорелых лицах, когда они увидели себя принятыми с таким восторгом. За ними следовали солдаты, мужественно помогавшие великому делу. Они были буквально осыпаны венками, когда проходили мимо украшенных балконов. Каждый старался доказать патриотизм, воодушевлявший его. Количество людей, участвовавших в этом празднике почестей и наполнявших балконы, окна, кровли и улицы, доходило до двухсот тысяч. И эти люди составляли в эту высокую минуту как бы одно сердце и одну душу. Со всех них как бы сняли вдруг мрачный покров, и они увидели своих избавителей. Студенты, работники, купцы, даже разносчики газет выступили навстречу со знаменами и музыкою. Также и французы, англичане, итальянцы и немцы со своими национальными знаменами. Торжественный колокольный звон сливался повсюду с радостными криками толпы, восхищенной этим шествием. Когда Сарану и Прим достигли триумфальной арки на улице Аль-Кальда, сотни голубей, украшенных лентами национальных цветов, взвелись в воздухе над их головами, лавровые венки, букеты цветов, приветственные стихотворения посыпали с балконов на освободителей. На Пуэрто-дель-Соль обоих героев ожидали на балконе Энрико, Марианна, поспешившие сюда из Парижа, и члены хунты. Они приветствовали их радостными поздравлениями. Под звуки музыки, песен и восклицаний, наполнявших улицы в продолжении целого дня, освободители и их друзья праздновали во дворце Сарано радостное свидание. После горькой долгой разлуки, после стольких тяжелых часов, Прим и Сарано снова соединились со своими супругами и увидели вокруг себя друзей и товарищей в битвах по оружию. — Мы уцелли, — сказал Сарано, сидя за столом с Примом и своими друзьями, — дай Бог, чтобы окончание этого прекрасного дела освобождение вполне удалось. Когда бокалы поднялись для тостов, и Прим подошел к Сарано, то оба старых товарища, верных друга, увлеченные торжественностью этой минуты, очутились в объятиях друг друга. Это была трогательная минута. Ничьи глаза не остались сухими, Энрика и Марианна целовались, как сестры. Настроение всех присутствовавших, бывшее так долго торжественным, перешло в дружеское, веселое. Вино искрилось в бокалах, слышались вдохновенные речи. При звуках музыки, игравшей в продолжение обеда, пили не только за здоровье и обоих присутствовавших героев, но и обоих отсутствовавших, помогавших делу свободы с не меньшим самопожертвованием Топета и Олоцагу, и выражали надежду скоро приветствовать их в Мадриде. С наступлением вечера весь город, от хижины до дворца, осветился огнями. Огненные фонтаны били на площадях. На Прадо народу раздавали вино. Блестящее освещение еще более увеличило восторг. Фейерверк с пушечными выстрелами и военной музыкой напомнили об Аль-Колее, и народ с громкими криками повалил целыми толпами ко дворцу Сарано, который, стоя на балконе рука об руку с Примом, пил за благоденствие народа и благодарил его за прием. – Да здравствует Прим! Да здравствует Сарано! – неумолчно раздавалось до самой глубокой ночи. Дворцы знатнейших граждан соперничали в роскоши украшений и освящения, как, например, дворец герцога Мединочелли, герцога Сесто, недавно женившегося на вдове Морни и многие другие. Праздник должен был продолжаться три дня. В продолжение этого времени улица Аль-Кальдо, где стоял дом Прима, и Пуэрто-дель-Соль с дворцом Сарано были наполнены такой массой народа, что езда по ним была невозможна. На другой день на Прадо произведен был смотр войскам Маршалом Сарано, Примом и генералами. Под звуки музыки полки прошли по украшенным улицам и заняли назначенные позиции. Герцогиня Де-Ла-Торре и графиня Рейс, шумно приветствуемые толпою, смотрели на это военное торжество из палатки. Число зрителей было так велико, что обширная площадь едва могла вместить их. Сарано и Прим верхом, в богатых генеральских мундирах, окруженные блестящей свитою, осматривали проходившие мимо ряды войск. Для каждого из них они имели слово приветствие и похвалы. Гренадерский полк, в старинной форме, с треугольными шляпами, красными во всю грудь отворотами, особенно привлекал к себе внимание. Он состоял из старых испытанных воинов, лица которых сохраняли следы бурной и многотрудной жизни. Лица эти были мрачными, изборожденными шрамами и невольно напоминали о худших временах страны. Современный контраст с ними представляли егери, небольшие легкие и ловкие люди, старомодные ружья которых с шампалами и курками невольно бросались в глаза. Затем следовала артиллерия в образцовом порядке, хотя пушки запряжены были мулами. Изредка виднелись две лошади, запряженные вместе с мулами, и тут же можно было заметить, что последним отдавали преимущество. Парад продолжался несколько часов и окончился громкими криками одобрения народа. Высшие офицеры собрались обедать в специально устроенную большую палатку к Сарану и Приму, а вечером Мадрид снова осветился огнями. Казалось, торжеству не будет конца. На третий день большой бой быков в Колизее заключил ряд народных празднеств. Настало время перейти к более серьезным делам управления. Хунты и народ избрались Сарану и Примуто, Пете и Олуцагу вождями и представителями нации. Им же было поручено избрание людей, долженствовавших привести нацию к спокойствию и счастью. Итак, четыре гвардейца, судьбу которых мы проследили в этом повествовании, стояли во главе нации. Эти четыре человека, некогда спасшие трон ныне изгнанной королевы, одинаково любимые в народе и в войске, и богато одаренные талантами, не предчувствовали, что судьба Испании будет в их руках, что из пылких молодых людей они сделаются опытными вождями. Олуцага все еще находился при дворе Наполеона в Беоридце, и мы увидим, как необходимо было там его присутствие, то Пете же по прошествии нескольких дней прибыл из Кадикса в Мадрид. Контрадмирал просил не делать ему никаких оваций при въезде. Несмотря на то, он был встречен на станции железной дороги не только всеми моряками, находившимися в Мадриде, и своими друзьями, но также несколькими ротами под начальством Эскаланте. Сарану и Прим обняли своего старого верного друга. Бригадир Малькампо, комендант фрегата Сарагосса, заключил его в свои объятия. Контрадмирал с супругой прибыли в свой дворец. Иприм показался на балконе Малькампо, находившийся на балконе, был приветствием толпою, которая едва могла успокоиться при виде такой дружбы между своими вождями. Сарано не только получил первое место в управлении, но также и первый голос. Это назначение было выражением народной любви к нему. Прим, получивший управление военными делами, осуществил мечту своей юности. Топете, особенно любимой моряками, получил в свое ведение флот, а Олоцага и Лоренцана – иностранные дела. Министром просвещения и торговли предусмотрительный Сарану назначил дона Руиса Сорилью, напоминавшего Дантона, только без его жестокости. Этот Сарилья был уже давно известен Сарану как человек благородный, проницательный и умный. Сагаста, друг Олоцаги, получил управление внутренними делами. Рамиро Оррос был назначен министром юстиции, а Фегероло – министром финансов. Первый порядок был восстановлен. С благородными помыслами твердую рукою взял Сарану кормила государственного корабля, так долго бесцельно и гибельно направляемого, чтобы привести его к безопасной гавани. Правда, это не обошлось без препятствий. Бесчисленные волны еще угрожали опасностью вырвать руль у него и его друзей. Но эти люди так привыкли к трудным переездам и тяжелым битвам, что они отступили перед этой бурью. Мы увидим, как мужественно они преодолели все и достигли прекрасной цели сделать Испанию счастливой. Глава 39 Наполеон и Олоцага Мы уже знаем, что дипломат Дон Солюстиан незадолго до вспышки этого быстрого и богатого последствиями мятежа был заменен Моном по настоянию Джирдженти. Несмотря на это, Олоцага остался в близких отношениях со двором в Биорице, и старания Мона войти в милость у Наполеона были безуспешны, хотя император и был внимателен к новому испанскому посланнику. Сверх того, Олоцага был в постоянных отношениях не только с Мадридом, где находился его брат Селестино, но и с друзьями Примом и Серано, так что подозрения Изабеллы, узнавшей из тайной корреспонденции руку Олоцаги, были справедливы. Дипломат находился в постоянных отношениях и с инсургентами. Мон употреблял все усилия, чтобы побудить императорскую чету к предполагаемой поездке, Олоцага, в свою очередь, старался помешать этой встрече. Мы видели, чье влияние было сильнее. Немногих слов было довольно, чтобы побудить двор, находившийся уже в пути, возвратиться назад. И эти слова не заключали в себе известия, что заговор принимает огромные размеры. Или что в Сан-Дандере уже произошла битва. Дипеша заключала только следующие слова. Граф Теба взят в плен. Королевские чиновники в Мадриде угрожают ему смертью. Когда Олоцага отослал эту дипешу, только что полученную им от брата Биориц, он был в сильном волнении. Он боялся, что королева не замедлит казнить герцогиню де ла Торре и графа, и эта мысль мучила союзника инсургентов. Но что же мог и должен был он сделать, чтобы спасти своего сына? У него была только одна надежда – на императорскую чету, всегда оказывавшую ему особенное расположение. Север Испании находился еще в руках королевы, так что, если бы он решился, даже переодетый, отправиться в Мадрид, то, не спася своего сына, он только подвергал себя опасности. Дон Салюстиан, по наружности холодный дипломат, был глубоко потрясен этим известием. Он утешался мыслью, что Франциско Серано, способный спокойно рассуждать верный друг и любящий муж, выберет лучшее. Он знал, что герцогиня дала Торре, в руках которого находилось движение всего юга, примет решение, которое, наверно, найдет одобрение в его сердце. В тот самый день, когда Селестино прислал ему известие, что восставшие генералы идут вперед, графиня Рейс прибыла в Париж. Олотсага отправился к ней и узнал, что Прим уже овладел берегами, что он высадился и что дела инсургентов с каждым часом шли лучше. Марианна старалась утешить друга своего мужа, который уже отказался от надежды когда-нибудь увидеть Рамиру, потому что движение вперед мятежников было знаком казни. Тем сильнее была его радость, когда он узнал через несколько дней о победе при Аль-Колее и спасении герцогини Ирамиру. Обыкновенно непроницаемое лицо Олотсаги выражало счастье. Он готов был теперь сопровождать графиню Рейс за границу и потом спешить в Биориц. Бегство Браво и потом королевы скорость делалось известно. Олотсага радовался, потому что видел уже спасение Испании. Марианна спешила к границе, а Изабелла и императорская чета имели то печальное свидание, которое походило на погребальную процессию бурбонов, а когда королева достигла Рея, графиня Рейс Рейс въехала в Мадрид, чтобы присутствовать при торжественном приеме победителей. Сам маркиз Гаваны предпочел оставить Испанию, где народ мог высказать ему свое неодобрение и недовольство. Но он был слишком честен, чтобы, подобно Гонсалесу Браво, бежать, захватив свое и чужое золото. Этот друг освободителя Испании не увез с собою полных мешков золота и потому мог возвратиться со спокойной совестью, когда Ассерано позвал его обратно. Если его попытки к соглашению, казавшиеся ему высшей целью, не удались, он все-таки был честным слугой у государства, и народ оценил это. Едва Наполеон и Евгения возвращались из Ла-Негресса в Биориц, Волоцага явился туда прежним улыбающимся придворным. Его работа для дела свободы теперь только начиналась. Надо было уничтожить влияние других придворных, которые, как ему было известно, принимали из известных побуждений в сторону изгнанной королевы и употребляли все усилия, чтобы принудить Наполеона к вооруженному вмешательству в дела Испании. Олоцага сознавал, что если это действительно случится, если император откликнется на увещевание этих господ и пошлет свое войско на испанскую границу, то разгорится ужасная война, гибельная для его отечества. Он знал, что войска победивших генералов скорее погибнут до последнего человека, чем сдадутся. А это случится непременно в битве с превосходящими силами Наполеона. И так у Олоцаги предстояло трудное дело, которому он, во что бы то ни стало, хотел дать счастливый исход, чтобы спасти Испанию и своих друзей. Время не благоприятствовало ему. Наполеон был сильно расстроен не только вследствие испанской катастрофы, но и по другим причинам. Если он и не оставался нечувствительным к быстрому свержению строна испанской королевы, то дела с Пруссией были таковы, что сильно беспокоили его и оставались все-таки на первом плане. К этому присоединился еще смертный случай, опечаливший его более чем можно было ожидать. Граф Валевский, сын Наполеона первого и прекрасной Польки, путешествуя со своим семейством, внезапно скончался. Наполеон, питавший большую склонность к сыну своего дяди, был глубоко огорчен его смертью. Он, заперся в своем кабинете в Биорице, чтобы беспрепятственно размышлять и работать, был очень скуп на аудиенции и молчалив со всеми окружающими. Императрица, после нескольких дней, проведенных в слезах, наконец утешилась, хотя сильно была озабочена судьбой Испании, своего дорогого отечества. Но Оло Цага чувствовал такую уверенность в себе, что, несмотря на неблагоприятную обстановку при дворе, не откладывал доли своих планов. В день получения известия о блестящем приеме Серано и Прима он отправился в императорский летний замок. Когда его изящный экипаж остановился перед входом, караульные стали под ружье и приветствовали его, как позже, когда он был еще посланником. Оло Цага невольно улыбнулся при этих знаках почестей, идя по мозаичному полу передней, откуда лестница вела в приемные покои, находившиеся наверху. Лакей, знавший Испанского посланника как щедрого человека, приветствовали его низкими поклонами, построившись в ряд до самой лестницы, обитой коврами. Замок Биариц отделан скорее удобно и мило, чем роскошно. Только коронный зал и два примыкающие к нему салона убраны с царской пышностью, а остальные же комнаты обнаружили вкус лишь тех, кто обитал там. Оло Цага доложил о себе коммергерам и адъютантам императора, и изъявил желание иметь аудиенцию. Когда же он вышел в приемную, эти господа встретили его с немного смущенными лицами, по которым было видно, что никто не знал, наверное, как принять дона Оло Цагу, из чего последний заключил, что воля императора была неизвестна. Впрочем, все рассыпались в придворных любезностях, которые обыкновенно служат тому, чтобы скрывать настоящие мысли. Наконец, Лакея объявили самым вежливым образом, что, к несчастью, в этот день невозможно просить аудиенции у императора, так как он занимается и не желает, чтобы его беспокоили под каким бы то ни было предлогом. Солюстян сделал вид, как будто этот неблагоприятный ответ немало не тронул его, улыбнулся без всякого смущения, разговаривая с придворными, и, наконец, простился с ними, но не для того, чтобы безуспешно воротиться назад, а чтобы доложить о себе императрицы. Здесь он был счастлив. Супруга Наполеона приняла испанца в своем салоне. Евгения была в сером шелковом платье со шлейфом. Сверх него была надета кружевная мантилья, которую она предпочитала всем другим накидкам по воспоминанию о своей родине. Ее прекрасные рыжеватые белокурые волосы окаймляли ее миловидное лицо, которым можно было восхищаться особенно тонкими его чертами. Глаза ее поднялись на Олоцагу, одетого в черный фраг. – Я осмеливаюсь спросить вас о милости, – сказал Олоцага на чистом французском языке. – Вы знаете, дон Олоцага, – ответила она, – я всегда готова протянуть вам руку помощи. Ваша милость дает мне надежду в этот трудный час. События в Испании, совершившиеся почти в одну ночь, делают настоятельно необходимым, чтобы его величество император дал мне аудиенцию. – О, к чему везде эти несчастные и тяжелые перемены? Судьба нашего Отечества заставила меня пережить трудные часы. Прошедшего уже нельзя изменить. Теперь надо во что бы то ни стало упрочить за Испанией те приобретения, которые доставили ей восставшие генералы, жертвуя своей жизнью. Происшедшие события вызваны королевой Изабеллой и должны были случиться. – Королева вызывает во мне глубокое сострадание, поверьте, дон Олоцага. Мне крайне неприятно напоминать вам, что только две дороги ведут к нашей цели. Или с королевой против освободителей, в числе которых я имею честь считать и себя, или с ними против королевы. Никогда никогда я не буду отречься от чувств, которые питаю к моей несчастной сестре. Мы часто должны отрекаться от голоса нашего сердца. Мы принуждены делать то, что противоречит нашим чувствам, но ведь можно сохранять самые глубокие чувства к тем, от кого, по-видимому, отказываешься. – Ваша правда, дон Олоцага. Я попробую действовать так в этом случае. Вы должны получить аудиенцию у моего императора сейчас же. Проходите туда, пожалуйста, через мои покоя. Буду надеяться, что ваше влияние будет благоприятствовать той миссии, которую преследуем я и мои друзья. А граф Теба считается также в числе противников королевы, как я слышала, как и всякий испанец, всякий желающий блага своему прекрасному, угнетенному народу. Вы хотите так же обязать меня этими словами, солюстян? Но борьба не так легка. Но как могу я не согласиться с вами, мой благородно мыслящий друг, когда вы говорите, что цель вашей и ваших союзников направлена ко благу Испании? Может быть, мне удастся еще найти такой лозунг, который присоединит ко мне партии и примирит всех? Да поможет вам Пресвятая Дева. Может быть, продолжала Евгения, протягивая руку уходившему Ола Цаги, настанет время, когда вы взглянете другими глазами на то, что теперь происходит. Может быть, мне удастся тогда доказать вам, что я не напрасно достигла той высоты, на которой стою? Да, солюстян, может быть, мне удастся еще испытать благотворное чувство удовлетворения за жертву, принесенную мною? Сознание высокого прекрасного дела всегда дает удовлетворение. Когда я подумаю, что наше дело служит возвышению Испании, когда я вспомню, что проведение разрушило те планы и надежды, которые я некогда питал, я вижу, что страдал не напрасно. Теперь я склоняю перед вами колени, и этим поцелуем, который запечатлеваю на вашей руке от имени всей Испании, приношу вам мою благодарность. Мы оба чувствуем, что не были безучастными в этом деле. Такое чувство не умирает, оно выше и прочнее всех остальных. Итак, я надеюсь на завтрашнюю аудиенцию. Я вам ее обещаю, ведь мы оба работаем для одной цели. Прощайте, я надеюсь еще увидеть вас завтра. Олуцага простился со своей высокой покровительницей и на другой день, не заходя в приемную, направился прямо к покоям Наполеона. Старый коммердинер императора, хотя и предупрежденный о предстоящем посещении, был очень угрюм, когда Олуцага ласково попросил его доложить императору. Не должно удивляться роли, которую играл этот старый слуга, уже десятки лет находившийся при Наполеоне. Этот старый коммердинер был лучшим барометром состояния духа императора, так что в Париже по его лицу уже заключали на что можно рассчитывать в этот день у Наполеона. Этот человек знал все, и поэтому, видя большое влияние Олуцаги, старался быть с ним в дружбе. Но на этот раз ответы его солюстиана были очень сдержанны, так что последний внутренне смеялся, глядя на его знаток придворной жизни. – Будьте так, добрый дон Олуцага, подождите четверть часа в моей комнате, – сказал он, делая вид, что хочет отправиться в смежный кабинет императора. Я посмотрю, благоприятная ли минута для посещения? Старик ударился, а Солюстиан порадовался такой услужливости с его стороны. Он не ошибался, думая, что этот слуга пользовался большим влиянием, потому что через несколько минут он уже тихо отворил высокую дверь и дружески попросил в кабинет испанского дипломата. Император, подобно Солюстиану, одетый в черный фраг, сидел за большим рабочим столом, заваленным бумагами, картами и таблицами, и усердно занимался вопросом о разоружении, который, по-видимому, был довольно труден. Резкие черты его лица с черными усами и бородкой и гладко причесанными волосами выражали не только умственное напряжение, но и недовольство и дурное расположение духа. Волод Сага с низким поклоном вступил на ковер, покрывавший весь кабинет, между тем, как слуга тихо удалился. Император французов, властелин, на которого вся Европа смотрела с ожиданием, никогда не обнаруживавший своих внутренних чувств, положил левую руку на только что открытую страницу и поднял глаза. Складки на его лбу не исчезли, когда он увидел посланника изгнанной королевы. По-видимому, минута, выбранная Солюстяном, не была благоприятна. – Вы приносите нам известия из Испании, дон Олоцага, – сказал Наполеон, отвечая только движением правой руки на поклон вошедшего. – Мы лучше не желали бы их знать. – Это было бы очень грустно, Ваше Величество, если бы дело, ради которого я осмеливаюсь являться сюда, не было так высоко и благородно. – Высоко и благородно, – повторил Наполеон с легкой иронической улыбкой. – Расскажите же мне о ваших планах и намерениях. – Ваше Величество, генералы Сарана и Прим вступили в Мадрид, приветствуемые всею нацией. – Так, – коротко отвечал Наполеон, давно уже получивший обстоятельные сведения. Эти испанские маршалы некогда имели честь не только быть опорой трона, но и заслужить ваше одобрение. Мы помним, чего же хотят теперь. Всего, только не возвращение королевы, ее советников и иезуитов. Так испанцы надеются жить в состоянии анархии? Форма правления еще не решена. Теперь же на людях, стоящих во главе движения, лежит обязанность развеять мрак, царствовавшей до сих пор над Испанией. Эти люди, повторяю я, были опорой трона, покуда королева, побуждаемая гнусными советниками, не оттолкнула их от себя. – Эти господа честолюбцы. Это мнение показывает только ваше нерасположение к ним. Они могли выбрать другие средства и пути. Ваше Величество, они пробовали насильственное решение. Но все было тщетно. Мы не согласны с этим, дон Олацага, и крайне недовольны насильственным решением этого вопроса. Королева имеет право на трон, который не может быть уничтожен так скоро. – Итак, ваше Величество, вы решились оказать помощь бежавшей королеве. А если бы мы это сделали? – Нельзя исчислить еще всего вреда, который будет следствием этого. – Вы говорите откровенно и, кажется, приготовились к ответу на этот вопрос. Можно отвечать без всяких приготовлений, что Испания соберет последние силы, чтобы встретить вооруженное вмешательство. Глаза Наполеона загорелись. Он пристально посмотрел на человека, осмелившегося, по-видимому, от имени возмутителей так прямо излагать ему положение вещей. Мы имеем достаточно силы, чтобы преодолеть сопротивление дон Олоцага. Это известно мне, ваше Величество. И все-таки, едва императорские войска перейдут через границу, Испания встанет, как один человек. Единство делает сильным. Через несколько недель она сделается пустынею, и найдутся народы, которые не будут праздно смотреть на это опустошение, потому что они сочувственно встретили освобождение моего Отечества от невыносимого ига. Наполеон смотрел с удивлением на испанского дипломата, которого до сих пор он не имел возможности изучить хорошенько, последний продолжал со смелостью необходимую в эту минуту. Италия и особенно германская нация, этот сильный и справедливый народ не останутся равнодушными при виде опустошения и погибели страны, на которую теперь обращено всеобщее внимание. Вся Европа восстанет, и все это ради королевы, которая не может и не должна возвратиться. Она осуждена не одной Испанией, а всем светом. Будьте милостивы, Ваше Величество, позвольте мне отвезти в Мадрид, куда я намерен отправиться известие, радостное для моего Отечества. Император был бледен. По его нахмуренному лицу и сжатым бровям видно было, что с его языка уже готов был сорваться ответ, уничтожавший не только этого испанца, но и его страну и друзей. В эту минуту сомнения и опасности на пороге соседней комнаты показалась императрица. Слышала ли она смелую речь своего друга? Или ее побуждало к тому благородное сердце, бившееся для Испании? Но она явилась в эту минуту как ангел-хранитель своего Отечества, чтобы своим присутствием не допустить губительных слов, готовых вырваться у императора. Наполеон взглянул на нее. Прекрасные глаза Евгении, наполненные слезами, с мольбой глядели на него. – Я пришла, Ваше Величество, постараться возбудить у вас сострадание к моей прекрасной родине, – сказала императрица. Олоцага с поклоном посторонился. Наступила тяжелая минута ожидания. Наполеон, видимо, колебался. – Вам предстоит разрешение вопроса об испанском престоле, – прервал Олоцага молчание. – Обещаю вам от имени моих друзей, что вы не раскаетесь в вашем великодушии. – Через три дня вы узнаете мой ответ, Дон Олоцага, – отвечал император коротко и сурово. И эти слова послужили к окончанию аудиенции не только для Испании, но и для всей Европы. Через три дня Олоцагу посетил один из приближенных императора, объявивший ему в дружеском разговоре, что правительство императора, побуждаемое английским и американским посланниками, высказавшимися в пользу временного правления Сарано Примато Пете и Олоцаги, решилась не вмешиваться в дела Испании и желала бы, для благоприятного хода дальнейших отношений между государствами, видеть снова Дона Олоцагу посланником Испании. На такое известие Солюстян даже и не рассчитывал. Он чувствовал, кому всем обязан. Горячо обнял он генерала Гутиереца де Кастро, приехавшего с известиями из Мадрида и отправлявшегося губернатором в Бургус. – Испания спасена! – сказал он ему после ухода императорского посланного. – Теперь будем надеяться на лучшее. – Всем известно, Дон Олоцага, что Испания этим обязана вам, – отвечал Гутиерец де Кастро. Солюстян поспешил в Мадрид вместе с губернатором Бургуса, который расстался с ним на дороге, чтобы отправиться к месту назначения. Олоцага радостно въехал в столицу Испании, где ему оказали блестящий прием. Народ с восторгом приветствовал встречу своих вождей и с триумфом провожал Олоцагу до дворца, где его ожидал брат его Солестино. Этот брат дипломата был не только верным другом, но и портретом Топете в отношении честности и благородства. Солюстиан поэтому питал большую привязанность к нему. В скором времени начались выборы в Кортесы, чтобы через посредство депутатов всех провинций решить судьбу испанского престола. Солюстян поспешил в Париж, чтобы в качестве испанского посла лично влиять на ход дипломатию. Это было тем более необходимо, что не только королева и ее приверженцы употребляли все усилия возбудить подозрения против временного правительства, в чем охотно помогали им и иезуиты, но и сын Дона Карлоса, против которого некогда сражались теперешние правители, заявлял свои права на престол, обнародуя подобно Изабелле различные брошюры и документы, посылая вербовщиков, возбуждая несогласие, ввозя тайно оружие в Испанию, короче, делая все приготовления, чтобы присвоить себе трон. Испанцы в это время чувствовали все благо свободы. Они могли свободно дышать, свободно молиться, свободно выбирать и радостно превозносили своих избавителей, оставаясь глухими ко всем заманчивым обещаниям искателей трона. Несмотря на это, приверженцы изгнанной королевы все еще находились в Мадриде и пользовались всякой возможностью вредить правительству. Доказательством этого служит поджог больших казарм в начале 1869 года и еще один случай. Олуцаго, желая получать во время своего пребывания в Париже прямые известия о ходе дел в столице, определил своего брата секретарем Кортесов. В это время Топете должен был отправиться в Кадикс для различных распоряжений по части флота. Враги его воспользовались этим обстоятельством для своих целей. Тайные приверженцы королевы и иезуитов не стыдились, видимо, брать сторону республиканцев и, соединяясь с ними, идти против Серано и Прима. Один из этих достойных людей, граф Фара, вероятно, подкупленный Гонсалесом Браво, воспользовался отсутствием Топете, чтобы во время заседания палаты, когда шла речь о флоте, выступить против него с обвинениями и клеветой. Селестино Олоцага готов был во время заседания разбить этого ничтожного человека сильную речью, но, чувствуя, что в горячности зайдет слишком далеко, послал по окончании заседания графу Фара Кабалеро де Родоса с требованием, чтобы он на другой день отказался в палате от своих слов и признал их ложью. Благородный приверженец и друг бежавшего министра принял это требование с презрительным смехом и отвечал, что он охотно готов продолжать за Дона Браво тот поединок с Топете, которого тот некогда не мог привести к желанному концу, если только Олоцага займет место отсутствующего генерала. Получив это известие, Селестино разгорячился до такой степени, что ни медленно ни минуты принял вызов графа Фара. Хотя Серано пробовал удержать брата своего друга от поступка, который необходим, если противник порядочный человек и которого надо избегать, имея дело с такими лицами, как Браво и его сообщник. Но Селестино был так раздражен против обвинителя Топет, что принял дуэль на пистолетах. Был ли граф Фара искусный стрелок или Олоцага был слишком горяч, но благороднейший из противников пал. Пуля сразила брата Сорюстиано, смерть которого последовала так скоро, что поспешивший на место брат уже не застал его в живых. Граф Фара отправился к Гонсалесу Браво сообщить ему о своем торжестве и победе. Таковы были действия оставшихся приверженцев Изабеллы. Они служили тому, чтобы увеличить злобу и ненависть народа и заставить глубже чувствовать радость избавления от долгого угнета. Глава сороковая. Убийство в Бургасе Мы уже говорили, что патры и монахи Санта-Мадре заблаговременно скрылись от народной ярости, так что произошло формальное выселение иезуитов и монахов, уже не чувствовавших себя так хорошо и привольно, как прежде. Большая часть их последовала с королевой за границу, с обремененными тяжестью, сердцами и карманами. Другая искала таких мест, где бы по-прежнему могла держать народ в невежестве. На первое время, по крайней мере, Мадрид избавился от этих тайных грешников, безбожных лицемеров, использовавших веру как средство для достижения своих недостойных целей. Эти плуты братства святого Викентия, эти исчадия Санта-Мадре, всегда представлявшие из себя святошб, обращавшие к небу глаза и бормотавшие молитвы, в то время замышляли злые дела. Можно биться об заклад, что из бесчисленного множества этих монахов и паторов не нашлось даже сотни действительно верующих, а остальные же были чистолюбцы, домогавшиеся земных благ, ленивцы и скрытые злодеи. Они убежали при первом луче свободы, чувствуя, что время их миновало. Долго насыщались они несчастными жертвами, долго жили они привольно за своими монастырскими стенами, но Божье Солнце нашло себе наконец дорогу, и от его всепроникающих лучей они убежали искать мрак в темных углах. Санта-Мадре была разрушена. Старое проклятие, тяготевшее над ним и повторяемое сотнями умирающих, наконец обрушилось на эти стены. Крепость старых предрассудков и фанатизма была уничтожена, и испанцы ликовали при этой победе. Изабелла Бурбонская предпочла выбрать более удобное место жительства, и оставила уединенный замок По, Смарфоре, сопровождаемое кроме того своими детьми, супругом и придворными. По ее поручению произведен был осмотр лучших вилл около Парижа, и о покупке некоторых из них, стоивших огромной суммы, уже велись переговоры. Это служило доказательством, что финансы экс-королевы позволяли ей исполнять свои прихоти. Если припомнить и сосчитать суммы, отправленные ею заблаговременно в банки Англии и Франции, и те ежегодные 45,850,000 реалов, которые она получала, будучи королевой, то можно понять, насколько истощена была страна, и сколько выиграла она, изгнав бурбонское семейство. Изабелла, сняв в Париже павильон Роган, предпринимала с Морфоре и супругом различные поездки и вообще наслаждалась плодами захваченного с собой богатства. Наполеон и Евгения, отказавшись от всякого вмешательства, однако считали необходимым оказывать изгнанной королеве, имевшей право на их гостеприимство, всевозможное внимание. Император держал себя с Изабеллой так, как будто она еще была на испанском престоле. Такой образ действий был удобнее всего. Когда он, вместе с императрицей и императорским принцем, посетил королевское семейство, на нем была надета ленточка ордена Изабеллы. Неумышленная, но горькая ирония. При приеме же Изабеллы в Тюйлери ей были оказаны почести как царствующие особи, даже барабаны были приведены в действие, так что парижане смеясь глядели, как королева является перед императрицей. Заговоры приверженцев Изабеллы против предводителей восстания имели в павильоне Роган большой успех. Королева, не отказавшись от надежды на свое возвращение, стала поддерживать предложение кандидатам на испанский престол принца Астурийского. Она надеялась таким образом снова достигнуть влияния через своего сына и с этой целью послала собственноручное письмо к старику Эспартеру, предлагая ему регенство принца Астурийского. Старый герцог предпочел не отвечать на это письмо. Да и что он мог написать изгнанной королеве? Утешать ее? Он не мог сделать этого. И вправе ли он был пробуждать в ней надежды, которые сам осуждал? Он молчал, и это молчание было тоже ответом. Благочестивый Кларет находился в постоянных сношениях с оставшимися в Испании братьями, страстно желавшими возвращения Изабеллы. Мы уже знаем, что четыре лица, стоявшие во главе правления, были ненавидимы в Санта-Мадре. Ненависть эта теперь увеличилась еще более. Однако же все неприязненные действия святых отцов не могли повредить им. Напротив, они стояли во главе нации, управляли ею и старались спасти свое отечество, стоявшее на краю гибели. Всем было известно, что в Санта-Мадре находились бесчисленные богатства, которые исчезли в ночь перед пожаром. Братья святого Викентия, вместо того, чтобы положить их на алтарь отечества, захватили их с собою, как будто свою собственность. Это незаконное похищение вызвало справедливое распоряжение временного правительства об учете всех церковных сокровищ, чтобы впредь они не могли быть присвоены отдельными личностями. Губернаторы провинции получили приказание составить описи церковного имущества и прислать их правительству. Серано и Прим получили известие от некоторых преданных им монахов, что часть сокровищ Санта-Мадре была отправлена за границу, а другая, взята убежавшими инквизиторами, из которых один, Анастазио, отправился в Бургас. Гутиерец де Кастро наравне с прочими губернаторами получил приказание ревизовать сокровища Бургасского собора, одной из прекраснейших, богатейших готических церквей Испании, и прислать о них документ. Гутиерец де Кастро не предчувствовал, что это поручение будет его смертным приговором. Он еще не знал всей страшной силы иезуитов и их приверженцев. Он приготовился исполнить приказание, состоявшее только в переписи церковное имущество. И в то утро, когда губернатор со своими секретарями отправился в собор, среди монахов и собравшихся в церкви распространился слух, что Гутиерец де Кастро хочет ограбить церковь, а правительство присвоит себе награбленные сокровища. На площади перед собором и смежным с ним монастырем находилось множество работников и фамильяров, которые, перешептываясь с монахами, были, видимо, недовольны губернатором и его свитами. Недалеко от входа стояли несколько человек с неприязненными лицами, между которыми особенно выделялось лицо юноши лет восемнадцати в бедной и стертой одежде, преследовавшего губернатора яростным взором, горевшим страстью. Вглядываясь в этого молодого человека, мы невольно содрогнулись бы от какого-то странного воспоминания. Он был худ и невелик ростом. Изношенный плащ покрывал его плечи и грудь, короткие черные панталоны и его ноги. Когда-то черная, теперь порыжелая и запятнанная испанская шляпа была низко надвинута на лоб и бросала тень на бледное лицо, подбородок и верхняя губа которого начинали покрываться рыжими волосами. «Он идет в ловушку», – прошептал стоявший около него фамильяр, наружность которого внушала также мало доверия. «Ты был у него песцом, Жозе?» «А у его предшественника», – отвечал рыжебородый юноша. «Когда он явился, меня прогнали». «А-а-а! Так ты явился сюда с голодным желудком, плут! Не выпускай же его! Подобная месть сладка! Я помогу тебе!» «Я не только потому нахожусь здесь, но и по приказанию наблюдать, действительно ли этот Гутьеррец де Кастро отважится ограбить церковь. – Вероятно, по приказанию твоей матери, – спросил фамильяр. – А разве ты знаешь, кто моя мать? – Я и сам не знаю этого. – Ничего. Мне как-то говорили здесь. в монастыре, что мать песца Жозе – монахиня, монахиня. Я вырос среди чужих людей, и ни один не мог сказать мне истины. Ничего. Надо самому сделаться чем-нибудь. – Кто поручил тебе караулить здесь? – Очень высокая особа. Мой друг. Самолельница королевы. – Черт возьми, Патручиньо! – Как же она тебя знает? – Она должна меня знать. – Небрежно отвечал молодой человек, называвшийся песцом Жозе, потому что в награду обещала мне открытие очень важной для меня тайны. Вот какие связи могут иметь песцы. Послушай, если ты, в чем я не сомневаюсь, через долгое или короткое время получишь доходное место в Париже, вспомни обо мне. Тоже нуждающимся в деньгах. Слышишь, Жозе? Не позабудь же. – Нет, нет, – угрюмо отвечал юноша. – Только я сам не имею еще ничего. Во время этого разговора губернатор вошел в церковь. Он велел затворить двери и занять их караулом жандармов. В то же мгновение раздались грозные крики из монастыря и народной толпы. Чтобы водворить спокойствие и защитить губернатора во время исполнения им своей обязанности, отряд волонтеров, пробившись сквозь толпу монахов, фамильяров и подкупленных работников, расчистили себе дорогу к собору. Однако он не нашел там губернатора, ушедшего с каноником в Ризницу. Между тем толпа вломилась в дверь и рассыпалась по церкви и монастырю. Это была страшная минута дикого возмущения. – Вдруг Анастазио Джусто, появясь на ступенях собора и поднимая руки к небу, вскричал, обращаясь к фанатичным монахам и фамильярам. – Нас грабят! Помогите! Помогите! – Страшный вопль ярости, последовавший за этим позорным обвинением, потряс церковные своды. Один фамильяр и песец Жозе бросились вперед. – Долой губернатора и его приверженцев! Смерть грабителям! Де Кастро и его секретари, удивленные внезапным криком, хотели пройти из собора в монастырь, чтобы спросить монахов, чего они кричали и домогались, но едва он вошел в церковь, как стоявшие впереди бросились на беззащитного и, не слушая его слов, пронзили кинжалами. Жозе и фамильяр обвили ему шарфом шею и потащили на крыльцо. Раздался ужасное его преодобрение. Убитого таскали по улицам, пока волонтеры, подкрепленные конным полком, не напали на злодеев, очистили улицы и отнесли труп губернатора в ратушу. Секретари его избежали подобной участи бегством, хотя один из них и получил рану. Последовали многочисленные аресты, но главным убийцам удалось убежать, так что это злодейское дело, заставившееся дрогнуться весь свет, осталось безнаказанным. Убийца Фамильяр скрылся в Бургасе, а писец Жозе немедленно отправился в Париж, чтобы объявить монахине Рафаэле Патручинио, как прекрасно он исполнил ее поручение. Благочестивая сестра оставила замок с королевы, желавшей, чтобы она посоветовалась с известными врачами Парижа. Страдающая Рафаэла перенесла со свойственной ей внутренней силой страдания, причиненные ей путешествием. Изабелла Рафаэла отделала для нее несколько комнат с роскошью и удобством и призвала Нелатона с его опытными товарищами, чтобы они освидетельствовали и излечили раны монахини. Но и эти известные медики при виде страданий графини Генуэзской только пожимали плечами. Нелатон объявил королеве, что, хотя он и может залечить раны, но следствием этого будет неизбежная смерть. И так ее страдания были бесконечны. Никто не знал их причины. Правда, один из врачей уверял, что это действие не было решено. Через несколько дней после бургасского убийства прислужница объявила монахине, не покидавшей постели, что какой-то молодой испанец, очень плохо одетый, неотступно выражает желание говорить с ней. Патручиньо, услышавшая уже об убийстве, тотчас догадалась, кто был незнакомец. Она приказала привести к себе молодого испанца и оставить их одних. Она не ошиблась. Это был писец Жозе, которого она, хотя видала первый раз в жизни, но узнала по известному ей сходству. Черты лица этого юноши и рыжеватая борода обнаруживали с первого взгляда, что это был тот, кого она ждала. С довольной миной обратила она к вошедшему свое бледное похудевшее лицо, уже утратившее прежнюю красоту. Писец Жозе, никогда не видавший своих родителей, приблизился с любопытством к постели больной. — Какое известие вы мне приносите, молодой испанец? — спросила она с сатанинской усмешкой. — Добрая и желанная, благочестивая Донна, сокровища Бургасской церкви не достались губернатору. Он умер, желая исполнить свое намерение. Бедняжка. Он был только орудием людей, овладевших Испанией. Он невольно вызывает у меня слезы, что сделался жертвою такого своего усердия. — Так вы лучше желали бы, чтобы он привел в исполнение свой замысел? — сказал Писец. — Он умер, как орудие тех проклятых, место которых в аду. Он был жертвою мятежников Прима и Сарану. — Смерть, постигшая губернатора, должна была бы поразить их, — говорила монахиня в сильном волнении, глядя на стоявшего перед нею бедного писца. — Я исполнил ваши желания. Теперь ваша очередь сдержать свое обещание, — сказал молодой испанец, живо напомнившим монахине прошедшие дни. — Помните ли вы еще все события вашей юности, сеньор Жозе, — спросила больная. — Мне помнится очень немногое. — Расскажите же мне это немногое, чтобы мне удобнее было открыть вам тайну вашего рождения. Писец Жозе внимательно слушал. Монахиня, по-видимому, знала о нем более чем он сам. Как бы в тумане помнится мне, что к работнице, которую я называл своей теткой, приходила по временам прекрасная бледная Донна. Она много целовала меня. Однажды нашу хижину посетил так же монахиня. Он был бледен и имел рыжую бороду. — Говорил он с вами, Жозе? — Нет, он только посмотрел на меня каким-то особенным взглядом, которого я никогда не забуду. Я никогда не видел его более. — Этот монахиня был ваш отец, Жозе. — Почему вы говорите с такой уверенностью, Мадонна? — Потому что он поручил мне взять вас на свое попечение в случае его смерти. — Так он умер? — мрачно спросил Писец. — Он убит. — Да, по крайней мере, он хорошо позаботился о своем потомстве, — сказал Жозе с язвительной усмешкой. У последнего даже в глазах написан голод. — Вам не хорошо, но он не виноват в этом. Вы не можете сердиться на него. Он не оставил сыну даже имени. — У вашего отца похитили наследство, замок, даже имя, — сказала монахиня с лихорадочным блеском в глазах. — Но расплата наступит. Вам предстоит теперь отомстить за отца и за себя. — Я готов на это говорить, Мадонна. Ваш отец был брат маршала Сарано. — Маршала Сарано, который стоит во главе мятежников? — спросил удивленный Писец. — Да, маршала Сарано, который на этих днях будет провозглашен регентом Испании. Он-то и похитил у вашего отца замок Дальмонте и наследство дона Мигуэля Сарано. Он-то и виновник вашего голода и бедности. — Вы говорите правду, Мадонна. Клянусь всеми святыми, моим спасением. Вы называетесь Жозе Сарано и лишены имени и наследства. Писец слушал с возрастающим изумлением. Этот бедный юноша, выросший в нищете, не знавший до сих пор ни отца ни матери, не испытавший родительских ласк, проведший жизнь в борьбе с нищетой и бедностью, вдруг узнал, что он может сделаться богатым человеком, что он племянник герцога Дальа Торре, знатнейшего из испанских грандов. Глаза его заблестели, щеки сделались бледны от волнения и испуга. — Дон Жозе Сарано Дальмонте был ваш отец. Вы его единственный потомок. Вам принадлежит все, что отнял у брата Франциско Сарано. Вы голодны, бедны и несчастны. Не гневайтесь напрасно, опишите в Мадрид и требуйте отчета у герцога Далла Торре, утопающего в роскоши. — В Бургасской церкви вы получите от меня требования. Ваш отец, Жозе Сарано, признал вас своим кровным сыном. Песец дико и неприятно засмеялся. — О, какое у меня чертовски знатное родство, язвительно сказал он, а я дурак нуждался, тогда как другие пользовались вашим богатством. Не пробуйте, однако, миролюбиво домогаться того, чего вы можете требовать. Возьмите эти деньги. Отомстите за вашего отца, которого убили. — Благодарю вас, Мадонна, за советы и сведения. Благодарю вас за все. Я не останусь недеятельным. Если я не добьюсь большего, то, по крайней мере, воспользуюсь наследственной местью. Терять тут нечего. Жозе Сарано — это все-таки имя, которое даст знать о себе. Назовите мне также и мою мать, чтобы доказать свое происхождение. Рафаэла Патручинио помедлила, а потом сказала, — Имя вашей матери не имеет существенной важности. Но, чтобы вы не думали, будто я хочу скрыть его от вас, ее зовут Франциско. — Еще раз благодарю, Мадонна, я спешу в Мадрид. Вы придете вовремя, дон Жозе Сарано, и вы услышите обо мне. Не пробуйте же достигнуть миролюбиво того, что вы можете требовать. Повторяю вам еще раз. Ваш дядя стоит во главе правительства, изгнавшего королеву. Он не замедлит отделаться от вас. Я предупрежу его. Прощайте. Жизнь в нищете и бедности развела дурные стороны в характере сына Жозе Сарано. Когда он уходил, монахиня проводила его взором, блестевшим радостью. Этот сын, ее бывшего сообщника, достиг теперь достаточной зрелости, чтобы понимать свое положение и свои права после того, как она открыла ему тайну его рождения. К тому же она чувствовала себя очень слабою и скоро ожидала смерти, которая, впрочем, не пугала ее, потому что страдания этой женщины были невыносимы. Она не предчувствовала, что время испытания будет тяжело и долго, так как сестра Патручиньо дожила до глубокой старости. Песец Жозе немедленно отправился в Мадрид. План действий созрел в его уме еще на дороге. Он купил хороший револьвер и внутренне смеялся, думая о его назначении. Он знал теперь, что обязан был с благодарностью принимать милостыню от сестры Патручиньо. Он знал теперь, где нужно искать тех, кого касалась месть его отца и на кого он мог излить весь яд своей злобы, накопившейся годами. Песец Жозе слыл отважным молодцем. Покуда он спешил в столицу, напомним нашим читателям в конце повествования о некоторых лицах и обстоятельствах, вероятно интересующих его. Старая Жоанна испытала радостное свидание с Энрикой и ее супругом в Дель Монте. Обе женщины плакали от радости, видя друг друга невредимыми и счастливыми. Энрико и Франциско привезли с собой в Дель Монте гроб с трупом отца и поставили его в склепе рядом со своими близкими родственниками. Таким образом, желание безродного цыгана найти вечное успокоение вблизи Энрике исполнилось. Рамиро, граф Теба, дружески простившись с обитателями Дель Монте, отправился путешествовать по Германии, так как немецкая нация вызывала в нем большой интерес. Четыре правительственных лица исполнили завещание Аццо, переданное им герцогу де ла Торре. Они нашли сокровища, которые этот благородный человек не употребил для себя, но с радостью отдал Испании. Они составляли значительную сумму, пришедшуюся очень к стати опустошенной казне временного правительства. Прим и Сарано, в свою очередь, сделали не меньшие приношения. Но судьба Испании все еще не была решена. Кто будет правителем? Кто получит в свое управление это прекрасное, освобожденное государство? Исполнится ли пророчество, сообщенное в начале нашего повествования, что корона украсит голову Франциско Сарано. Кортесы решили судьбу Испании. Заключение Франциско Сарано, регент Испании Звуки тысяч колоколов раздавались в Мадриде. Правитель выбран. Смутное время безначалия прошло. С быстротой молнии телеграф сообщил во все концы света известия, служащее исполнением нашего пророчества. Франциско Сарано, герцог де ла Торре, правитель Испании. И как венец счастья этого дома, Энрико за несколько недель перед этим родила сына, получившего прикрещение имя Атцо Сарано в память о спасителе Франциско. 15 июня 1869 года Франциско Сарано был торжественно провозглашен правителем. Это был блестящий праздник в Мадриде и лучший день жизни Сарано и его супруги. Возвратясь из дворца Кортесов в свой дом на Пуэрто-даль-Соль, он с жаром прижал к груди Энрико. При криках ликующей нации, выстрелах и приветствиях депутатов, он был выбран волею всего народа и мог справедливо сказать, что сам достиг той высоты, на которой стоял. Громче и громче раздавались восклицания народа перед его дворцом. Они доносились отовсюду, и сквозь двери балкона проникали в комнаты дворца. Слава правителю Сарано! Слава Испании! Обширная площадь была наполнена ликующим народом. Каждый хотел выразить свою радость любимому герцогу Делла Торре, жертвовавшему всем для спасения отчизны. Не забыли и герцогиню, пренебрегшую всеми опасностями для спасения супруга. Слышались также Виуат Приму, Топете, Олоцаги, довершившим наравне с Сарано великое дело освобождения. Радость была всеобщая. Все взоры были обращены на дворец и балкон регента, так что никто и не заметил пробиравшегося сквозь толпу юноши в запыленной одежде. Стоявшие вблизи граждане Бургаса, которые прибыли посмотреть на правителя, узнали в этом человеке писца Жозе. Он стоял, облокотясь о столб, находившийся около боковой улицы. Жозе смотрел, как будто равнодушно на дворец правителя своего дяди. Но кто внимательнее всмотрелся бы в эти глаза, блестевшие под низко надвинутый на лоб шляпы, тот заметил бы, что они горели не радостью, а ненавистью. Жозе тщетно старался добраться до своего дяди. Его не допустили. И тогда в его уме созрело отважное решение. Правая рука его находилась под плащом и как будто сжимала что-то. Но кому же было время и охота наблюдать за этим писцом, прислонившимся к столбу? Все глаза были обращены на балкон, где только что герцог появился благодарить народ. Величественная фигура Франциско Сарана была прекрасна. Богатый мундир, украшавший его, блестел, как солнце. Он вышел с обнаженной головой. По правую руку от него находилась супруга, а левый он держал своего новорожденного сына. Франциско Сарана раздался радостный крик. Тысячи шляп взлетели в воздух. Изо всех уст вырвались слова приветствия. Франциско Сарана подошел к перилам балкона. В коротких, но теплых выражениях поблагодарил народ за доверие и любовь и, подняв к верху правую руку, клялся до конца дней своих заботиться и бороться за своих сограждан. Тишина, царствовавшая в эту торжественную минуту, была внезапно нарушена. С площади раздался выстрел. За ним последовал всеобщий крик. Но Франциско Сарана стоял цел и невредим. Предательская пуля, пролетев над его головою, ударила в стену дворца. Даже не вздрогнув, правитель Испании остался спокоен при этом коварном покушении. Убийцу хотели преследовать. Несколько человек бросились вслед за бежавшим с криками «Изменник, писец, Жозе». Но Франциско Сарана велел прекратить преследование. Несмотря на это, некоторые граждане Бургуса догоняли беглеца, принесшего им столько позора, чтобы предать его народной ярости, которая, вероятно, уничтожила бы злодея. Но быстроногий писец ускользнул от всех. Когда толпа убедилась, что правитель стоит цел и невредим на балконе с Энрикою и держит на руках своего сына, раздался громкий, одобрительный крик. Покушение вместо того, чтобы уничтожить Франциско, возвысило его еще более, сделав кумиром народа, который, казалось, старался загладить это позорное дело громкими выражениями своей любви. Колокольный звон сопровождал народные приветствия спасенному герцогу. На Прадо звучали выстрелы салюта. Франциско Сарано и Энрико принимали в празднично убранный зале своих друзей, чтобы в их кругу закончить этот радостный день. С наступлением вечера улицы и площади осветились огнями. Иллюминация была блестящая. Сам император не мог бы желать лучшего приема и приветствий. С балконов спускались роскошными складками персидские ковры, турецкие шали, гирлянды душистых цветов, повсюду горели щиты с именами герцога и его друзей. Целые огненные пирамиды пылали на площадях, все в честь регента. За столом находились Прим и Марианна, Топете и Долорес, Олоцага и еще некоторые генералы, находившиеся в изгнании. Четыре гвардейца, старые верные друзья, бывшие вместе в стольких битвах и одержавшие столько побед, достигли наконец цели своих желаний. Исполинское дело удалось им вполне, так что имена Сарано, Прима, Топете и Олоцаги горели не только на щитах, но и в сердцах благодарного народа. Это сознание наполняло божественной радостью сердца четырех людей, пивших за счастье своего Отечества. Мы заключим эту историю словами Шиллера, которые запали в сердца позднейшего поколения, созрели там и принесли прекрасные плоды. Эти слова, вечно справедливые, достойные увековечения в памяти народной, гласят – недостойна та нация, которая не жертвует радостно всем за свою честь. Конец книги Продолжение следует... Продолжение следует...